Глава восьмая — Вам знакомо имя? — Нина Черня, — спросил следователь Даука, продолжая раскладывать бумаги на письменном столе. Они только что поздоровались, и Виктор Вазов в войске еще не успел как следует оседлать стул, новый, но скрипящий, ничуть не меньше развалюхи софы а-ля Бедермайер. — Все. Попался. Виктору показалось, что его кольнули длинным шилом. Если этот деятель вышел на Нину, пиши, пропало, полный завал. И все же, наверное, с отчаяния он решил отрицать знакомство с Ниной, хотя сам понимал, что это просто мальчишество. Три дня, проведенных в изоляторе, еще будили надежду, что, может, наказание удастся избежать. Виктор твердо намеревался держать стойку, выстроил оборонительный вариант и теперь не прочь был уверовать в его крепость. Сколько «за» и сколько «против». Нет, бросьте, игра идет не в одни ворота. Как он и предполагал, Белла из-за шмоток шума не поднимала. Будь у Дауки ее заявление, он бы пустил его в ход, но у него одна лишь голая информация, а ее к делу не подошьешь, даже если сведения исходят от этой кобры. Значит, остается шифер. Сторож, конечно, ткнул в него пальцем, но сам-то кавказец наверняка ничего не утверждает. Больше того, колеблется и шофер такси. Он видел, как кто-то считал деньги. Так это был не я. Граждане-судьи, они ошибаются. Я никого не упрекаю. Я верю, он честный человек. Но ведь может гражданин обознаться? В самом деле, — спросят заседатели. Мало ли на свете людей, которые на меня смахивают. Граждане-судьи. В коридоре Ровда я, например, видел гражданина Ветсберза. Так мы с ним, как две капли воды, но просто близнецы, пригласите его сюда и посмотрите сами. Вы не отличите, где я, где он. Кожаное пальто. Да я в жизни не носил кожаного пальто. Следствию выгодно бросить меня в торбу. Ранее судимый, в момент ареста не работал, но у меня, граждане-судьи, никогда не было кожаного пальто. Судья пустится в поиски упоминаний о кожане, а тот всплывет только в показаниях свидетелей. У вас в самом деле никогда не было кожаного пальто? Я не я, если вру. Судья откашляется, обнаружит, что Даука и не пытался выяснить, где Виктор за несколько дней растратил восемь сотен, обозлится, что нет никого, кто мог бы подтвердить, что действительно видел у Виктора в то время кучу денег, и отшвырнет дело на доследствие. А времечко-то течет, а след-то простыл, были и нет их. Надежды эти росли с каждым днем, потому что Даука не показывался. За это время некоторые детали уже должны были испариться из памяти свидетелей, а в том, что следователь не разыщет Нину Черню, Виктор был более чем уверен. «Значит, вы ее не знаете?» — спросил Даук. «Впервые такое имя слышу», — апатично пробормотал Виктор. Последний раз Виктор отсиживал в колонии строгого режима, так как с общим режимом он познакомился до того. В строгом публика не та, мрачная, нервная, с меньшими шансами на перевоспитание, хотя статистика вроде бы этого не подтверждает. Возвращаются сюда одни и те же личности, кто в четвертый, кто в пятый, а кто и в десятый раз. А вот процент вторичного возврата будто бы не выше, чем в других режимах. Видимо, большинство из тех, кого моральные увещевания не отвращали от вторичного покушения на чужое имущество, только здесь осознавало, что такое лишение свободы, поскольку тут не было и следа поблажек, вплоть до запрещения свидания с женой, которыми пользовались в других колониях при первой судимости. Здесь изъяснялись на воровском жаргоне, иные и вовсе забывали нормальный язык. Низменные инстинкты тут брали верх. По темным углам старички-разбойнички еще блюли моральный кодекс «Вора в законе», где наберется, пожалуй, несколько вполне человечных установок. Но у стариков уже не было физических сил, чтобы навязать этот кодекс остальным. Среднее поколение переняло у них лишь местный фольклор, а самое молодое, получившее обязательное восьмилетнее образование, чихало на все нормы морали, боготворя только рок-музыку. Своекорыстие у них на первом месте. Холодный расчет и эгоизм лезли из всех пор. Стариков они считали жалкими сентиментальными идиотами, и, отправляясь заделывать хату, кроме отмычек, прихватывали с собой ножи и обрезы, на тот случай, если хозяева не вовремя вернутся домой. У них были вполне однозначные представления о лафе. Вельветовые джинсы, ночные рестораны и жигули. Окрепшее материально общество вскормило их рослыми, здоровыми. Если старикану, либо уголовнику среднего поколения, глянется шарфик или перчатки новичка, он их выпросит, выманет или выиграет в карты. А юный молодец просто сорвет шарф с шеи и будет считать своим. В первый же день Виктора основательно пообчистили. Несмотря на то, что с некоторыми из этих обитателей он сидел еще в колонии для мальков или отбывал предыдущий срок. Он воспринял это как само собой разумеющееся, даже удивился, что взяли не все. Подними он шум, ему наставили босиняков и пересчитали ребра. Он приготовился к тому, что в ближайшее время придется расстаться и с оставшимися вещами, но совершенно неожиданно его сделал своим помощником начальник бани Черня, в обязанности которого входила также выдача чистого белья. — Следующий, — сказал Черня и глянул в дверное окошечко, чтобы записать фамилию очередного получателя. — Вазов войский. — Чего? — Вы случаем не в родстве с моряком Вазовым войским? — Это мой отец. Черня удивился до крайности. Он сам был из флотских и все еще гордился морской косточкой. Он хорошо помнил в высшей степени строгого, справедливого и принципиального командира и даже в дурном сне не мог представить, что встретится в зоне с его сыном. Черня велел Виктору задержаться после всех, расспросил об отце, выдал новенький комплект белья и предложил служить при бане, так как прежний помощник только что освободился. Черня в этой колонии был белой вороной с первой судимостью. Как-то здесь работала стройбригада облегченного режима, которую по утрам отвозили на стройку, но после сдачи объекта бригаду расформировали, а бригадира Черню собирались было перевезти в другую колонию. Тут-то администрация и предложила ему остаться, как они в шутку сказали, директором бани. Предложили, потому что были уверены, конторские книги бельевого склада будут содержаться в образцовом порядке, не говоря уже про все, лепившиеся вокруг бани цирюльню, халупу для починки простыней, сапожную мастерскую и другие. Эти объекты администрацию не особо беспокоили, но все же опыт показывал, что там обычно находят приют нарушители режима, если директор размазня или рецидивист, у которого в зоне много дружков-приятелей. Черня принял предложение с двойственным чувством. С одной стороны, строгий режим не фунт изюма, с другой, здесь он уже обжился, а директор бани в колонии чуть ли не самая привилегированная должность, и администрация его знает, можно надеяться на внеочередную передачу или встречу с женой, а потом и на досрочное освобождение, это немало, если тебе еще сидеть и сидеть. Брошу, якорь, — решил Черня, и предложение администрации принял. Если на то пошло, то льготы у него и здесь будут, в соответствии со значенным режимом, разве что тут забор повыше и публика погнилее. Он ни с кем дружбы не водил. Карманники без конца повторяли свои байки, злостные хулиганы и прочие насильники были ему физически противны, а убийц он вообще считал психически ненормальными. Людей его круга в этой колонии не было. Но и к ним он отнесся бы без особого пиетета, ведь это они, провалившись, потянули за собой и черню. Статья, по которой его судили, была серьезная. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Кроме того, ему пришили и взяточничество. Но тут он виновным себя не чувствовал. Скользкие людишки заваливали подарками его жену Нину, так как почуяли, что таким образом можно без особого труда сориентировать мужа в желаемом направлении. Как это бывает с людьми, обладающими большой властью, Черния забыл, что власть его не безгранична. Вскоре вокруг него велись одни подхалимы и проходимцы, которые соглашались с каждым его словом и пели ему «Аллилуйю», за что им, в свою очередь, дозволялось отхватывать куски от государственного пирога. На суде выяснилось, что подпевалы загребали намного больше своего шефа. Они считали Черню лопухом, оттого и поспособствовали его выдвижению на высокую должность, так как опасались, что назначат кого-нибудь из молодых, энергичных, умеющих и, не дай бог, желающих работать. Лишь в одном они ошиблись. Не думали, что Черня так быстро войдет во вкус и разовьет непомерный аппетит. Он готов был признать свою алчность и злонамеренность, но его обвиняли еще и в ограниченности. Это уж было невыносимо. «Что ты там сегодня наплел?» — сурово спросил он в Черном вороне, возившем их на суд и обратно у своего бывшего зама. «Ты в самом деле так считаешь?» «На суде грешно лгать. Из тебя такой же руководитель, как из твоей Нинки-актриса. Такому, как ты, гуталином торговать, хотя я бы и этого тебе не доверил. Все, что ты умеешь, — это пафосно вещать. Должность тебе найти можно, а мозги где взять? Да еще в такой затерухе, как экономика. Ты, конечно, воображаешь, что все делаешь правильно, ведь последствий твоих приказов сразу не видно. Если бы мы тайком не подправляли твои распоряжения, уже давно все пошло бы прахом». Наказание сильно запоздало, и мера его оказалась большой, с конфискацией имущества. Нина, однако, успела кое-что спрятать у матери и рассовать по приятельницам, чего не додумались сделать жены умников-замов. И это несколько утешало Черню. Хотя он поклялся себе никогда больше не приступать закона и сознательным трудом возместить государству хоть малую талику причиненных убытков. Несмотря на то, что он воспринял судебный процесс неким чистилищем, освобождающим его от прошлых грехов, о припрятанных вещах и драгоценностях не проронил ни слова. Он уже привык делать одно, говорить другое, а думать третье. Это выходило у него совершенно органично и не мешало жить. Он попросту не замечал этого разлада. Черни всегда недоставало близких людей. Кроме Нины у него, наверное, никого не было. Они вращались среди приятелей, знакомых и коллег, однако никто из них к близости не располагал. Может, на самом деле, а может, лишь чудилось, но в каждой встрече проглядывала корысть, и это отталкивало. Балы, пикники, юбилеи поскромнее и пограндиознее в финских банях и на дачах, это не сближало. Не потому ли, что осторожность требовала общения только с людьми своего круга, чужак ухватит суть по случайно оброненной фразе. И о чем станешь говорить с посторонними? Каждый из гостей расскажет по анекдотцу, провозгласит тост в честь виновника, споет пару куплетов и, покуривая, заведет разговор о работе. Только и всего. И все удовольствие за такие-то деньги, если не считать тайных радостей. Нескольких часов уединения со смазливой секретаршей или чужой женой в жалкой взятой в наемкомнатенке. Но ни сам Черня, ни Нина этим не увлекались. Среди своих были, наверное, и такие, кто даже в семье чувствовал себя отчужденно, не говоря уже о дружеской компании. Каждый что-то знал о махинациях другого, более удачливым, конечно, завидовали, но зависть и мошенничество отнюдь не те качества, которые располагают к духовному общению. Здесь Черня вновь почувствовал себя отшельником. Он ведь прошел чистилище и теперь считал себя вновь честным человеком, в то время как здешние обитатели в большинстве своем только и ждали побыстрее выйти на волю и сварганить новые дельца. Только похитрее, чем в прошлый раз, так, чтобы не влипнуть. Кроме того, здесь в основном сидели закоренелые плебеи, для которых пределом мечтаний было урвать добавку каши в обед или прошмыгнуть в воскресенье в клуб на оба киносеанса, хотя фильм был один и тот же, просто из-за нехватки стульев его крутили дважды. Может, поэтому появление на горизонте Виктора так обрадовало Черню. Сын командира это была плоть от плоти его, кость от кости. Разница в возрасте позволяла Черни войти в роль учителя и воспитателя. И потом Виктор прилично играл в шахматы. Вскоре все у них стало общим. Продукты из получаемых Черней передач и купленных в местном киоске, книги и даже кое-что из одежды, так как оба были примерно одного роста. Они вместе читали газеты, следили за политическими новостями и важно их обсуждали. Виктор в политике разбирался плохо, но Черня, увлекаясь комментированием событий, этого не замечал. Когда Виктор начал готовиться к выходу на волю, Черня искренне загрустил и при посредничестве Нины он уже давно наговорил ей с три короба о замечательном парне, начал подыскивать ему работу в учреждениях, руководимых старыми дружками. Но то ли влиятельные люди боялись вступать в контакт с Черней, то ли не желали путаться с имеющим судимость юношей, а может действительно ничего стоящего не подворачивалось, но Виктор остался ни с чем. Тогда он поведал своему наставнику, что поедет к отцу, и они вместе обсудили эту затею. Черня настаивал, что ехать надо немедленно, чтобы в Риге не столкнуться с корешами. Он, конечно, Виктору вполне верит, только зачем искушать судьбу? В кругу давних друзей поднять стаканчик за встречу. Ничего в этом нет плохого, но мало ли что может случиться, а виноват будет он, Виктор. У кого судимость, тот и козел отпущения. На самом деле, Черня опасался, что Виктор, опьянев от свободы, свою поездку к отцу отложит, спутается с какой-нибудь бойкой девчонкой. Отсюда недалеко и до захудалой бесперспективной работенки, а там, глядишь, дети пойдут, быт, мелкие дрязги и заботы. Черне же хотелось, чтобы Виктор занял более видное положение, но это возможно лишь под руководством достославного отца. Правда, и при отце ему будет трудно, уголовные делишки не так просто замазать. Вот если бы парень там, на севере, обзавелся тестем, подстать отцу, тогда, считай, карьера обеспечена. Хотя Виктор по вполне понятным причинам скрыл от Черни, что отношения с отцом разорваны давно и бесповоротно, ему в последний вечер в зоне приятно было слышать разглагольствование Черни о планах на будущее. И более того, он даже поверил, что для обеспечения сытой, хотя и не очень интересной жизни, непременно надо съездить к отцу и вымолить прощение. Ну, торопиться некуда. Двадцать пять лет еще не тот возраст, чтобы изнывать в кресле перед телевизором, и потом на свободе его ждет кругленькая сумма. Раньше середина дня не выйдешь. Наверное, Виктор зевнул. Надо было сказать Нине, чтобы купила тебе билет. Как я об этом не подумал раньше? Ничего, как-нибудь. Виктор зевнул еще раз. А ночевать где будешь? Посмотрим. Нет, кроме шуток. Я черкну Нине записочку. Теперь правда не то, что раньше, но раскладушка найдется и ужином накормят. Записку Виктор взял, чтобы не огорчать Черню. Идти к его жене он не собирался. Позже Черня узнает, что никто с его запиской не приходил и подумает, что Виктор то ли успел на поезд, то ли улетел в Мурманск самолетом. В конце концов, разве так важно, что он подумает? Конечно, отправился прямиком к Белле. Был конец лета, женщины в легких одеждах, на лицах и ножках вводящие в искушение загар, а в глазах еще светится весна. В день освобождения хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле. Ты готов услужить любому встречному. Лишь только в троллейбус вошла женщина, Виктор вскочил как ужаленный и уступил ей место. На следующей остановке женщин набилось в салон великое множество, рабочий день подошел к концу. Едва от конвейеров и кульманов они весело щебетали и смеялись. И все почему-то страшно спешили. Протискиваясь к выходу, они касались его ненароком и невдомек им было, что он готов как безумный увлечь за собой любую. Фактически в отношениях с женщинами он еще совсем мальчишка. Сколько раз Виктор мысленно наслаждался женскими чарами, упивался воображаемыми сценами, придумывал дон-жуанские или грубые способы знакомства, а теперь, когда окружило столько женщин настоящих, живых, не с журнальных картинок, он, дрожа всем телом, увертывался от их случайных прикосновений. Как потерянный стоял он среди сероглазых и кореглазых инквизиторов в легких платьях, блузках, не скрывавших, а наоборот выставлявших на показ их фигуры, обзывал их про себя дурами и, может, вышел бы из троллейбуса, да путь к дверям загораживали такие же вертихвостки. «Мне они не нужны», твердил он себе, «я еду к Белле». С Беллой у него ассоциировались все женщины, которых он видел или о которых думал. Ее он возвысил до символа женственности и красоты. У них с Беллой будет медовый месяц. Куда-нибудь махнут, хотя бы в Крым, снимут комнату, будут спать и купаться. Сезон в разгаре, Белла обязательно согласится. Возбужденный и раскрасневшийся, он взлетел по узкой лестнице на четвертый этаж и постучался. В полупустом чемодане булькали две бутылки шампанского и коньяк, а в руке он держал аккуратно завернутый букет кроваво-красных роз. О ней приводили Беллу в восторг. Розы он купил с рук. Цветы сожрали едва ли не половину оставшихся у него денег. Открыла и ее сестра. Она ему нисколько не удивилась. Виктора это задело, будто он выходил на минутку в гастроном за спичками. Белла говорила, что ты вот-вот заявишься, пояснила женщина. чемодан можешь оставить. А сама она где? Виктор был неприятно удивлен. И что за тон? Впрочем, они всегда не переваривали друг друга. Белла завербовалась в какую-то киногруппу и будет только в субботу. В комнате все как прежде. Если не приглядываться, то мебель кажется совершенно новой. — Знала ведь, что я буду, — с упреком воскликнул Виктор. — Наверное, решила, что хватит. Беллина сестра визгливо рассмеялась. Ее радовало все, что досаждало Виктору. Возбуждение его не оставляло. — Они похожи. Помимо воли молния мелькнула в его голове. — Ну ты чего уставился как бык? — Возьми, зачем прискакал, и проваливай. — Ко мне сейчас придет дружок, и я не хочу, чтобы он тебя видел. Еще подумает бог знает что. — Послушай, женщина! Он попытался схватить ее за руку, но она ловко увернулась. — Отвяжись, болван, скажу Белли. Не хватало мне еще с тобой путаться. У меня знаешь принципы. Упоминание о Белли слегка охладило Виктора. Он достал из шкафа свои фирменные в обтяжку джинсы и стал рыться в поисках джемпера, который когда-то сидел на нем как влитой. Не переворачивай все вверх дном. Где мой полосатый джемпер? Кажется, стащили. Как это? Стащили и все. Нас ведь обокрали прошлой зимой. Сначала думали на Вовку, но оказалось не он. Кто-то из своих, это уж точно. По ночам у меня сынишка дома. А тут как раз отослали его на пару недель к матери. Мы спокойно себе сидим в русе, в баре за канатами и потягиваем коктейль, а они тут пошуровали. И когда уходили, еще закрыли на ключ гады. Всю ферму взяли. Пришлось ставить второй замок. А почему мои джинсы не взяли? Воскликнул Виктор, чтобы уличить ее во лжи. Он уже почувствовал приближение беды. Над его головой сгущаются тучи. Теперь в таких не ходят, теперь вельвет носят. А те вещи тоже сперли, конечно. Правда, кое-что Белла, кажется, отнесла к матери. Но ведь те вещи были спрятаны. Я сам прятал. Тут спрячешь. Сколько не прячь, все как на ладони. Загнать надо было, когда у Беллы имелся покупатель. Сейчас законные башли лежали бы на книжке. Как же вам с сестрой только и доверить деньги. Он рассверепел и начал кричать. Решили сделать из меня дурака. Не выйдет номер. Дурак и есть дурак. Милицию вызывали? Спросил он тише, но голос его по-прежнему дрожал от злости и подозрения. А как же? Приехали, посмотрели и уехали. И что? Сказали, что по их мнению вор был один. Как не смешно он принялся ругать угрозыск за плохую работу, словно был в полном смысле жертвой ограбления. Словно пропавшее добро он не награбил, а приобрел за годы честного труда. На голову милиции посыпались проклятия одно хлеще другого. По правде говоря, ему бы радоваться, что не нашли те вещи. Ведь среди них было несколько фарфоровых вас из квартиры, за кражу которой он избежал наказания. Мы на Вовку думали, решили он навел. Вначале был с нами в баре, а потом куда-то исчез. Оказалось, по Ритке соскучился. Этот может, точно Вовка. Правда, никто ему о тех вещах не говорил, но пронюхать он мог. Твое барахло нам дорого обошлось. Если сосчитать, у меня одной сотни натри унесли. Три сотни. У меня несколько тысяч пропало, даже больше. Подсчитывая в колонии ценность спрятанных вещей, и зная о повышении ценной изделия из серебра и хрусталя, он лишь самую малость надбавил к прежней стоимости. Те серьги, которые ты Белли подарил, в тот вечер тоже были дома. Завтра же Вовке придется идти к протезисту жернова вставлять. Все до одного. Так он тебе и дался. И потом, что это изменит? Надеешься от него назад получить? Успокойся, он давно все спустил и клянчит на кружку пива. И вообще, кто же мне сказал, будто он опять в зоне, но может брешут? Два коротких звонка женщина бросила на Виктора полный досады взгляд и пошла открывать. У вошедшего была аккуратная лысинка, мягкие ухоженные руки. Я шофера не отпустил, может поужинаем все нити? Какая нужда торчать в Риге? Сказал он еще с порога. С удовольствием страшно проголодалась, ишь, как крузолубалась, разговаривая с этим надеколоненным старичком. Я сейчас. При виде Виктора посетитель нахмурился. Он был из тех, кто платит щедрой рукой, требуя взамен чуть ли ненастоящей любви и уж во всяком случае полной верности, чтобы застраховаться от дурной болезни. Это к Белли. Зашел оставить чемодан забеспокоилась она. Не забудьте, пожалуйста, свои цветы и подала Виктору неразвернутый букет. Добрый вечер. Старик сухо кивнул, чтобы не показаться невежливым. Но тут его взгляд упал на джинсы, переброшенные через спинку стула. Хозяйка гневно посмотрела на Виктора и кинула джинсы в шкаф. «Чемоданчик можете оставить, а остальное улаживайте с Беллой сами. Мне ваши дела ни к чему». «До свидания», коротко сказал мужчина, как только они втроем вышли на лестничную клетку. «Мол, разговор окончен, топайте вниз». «До свидания», смиренно ответил Виктор и в самом деле потопал, хотя на языке у него вертелось. «Да какого еще свидания, ца? Мы уже не увидимся. Ты то будешь в усиленном режиме, а я только в строгом». Но эти фразочки могли сильно осложнить отношения с сестрой Беллы, а ведь он собирался здесь пожить, когда Белла вернется. «Ну, честное слово», послышался сверху плаксивый женский голос, «Я тебе все расскажу, это Белкин кадр, у подъезда стояла Белая Волга. Водитель дремал, положив голову на ладонь. «Ну, Вовка, твое счастье, если тебя действительно замели. Это твоих рук дело. Даю голову на отсечение. Буду бить, пока не признаешься». «Только что с того, что признается, я же ему не говорил, туда не ходи, те вещи не трогай. А я сам удержался бы, зная, где плохо лежит, ждите. Да еще посчитал бы себя молодчагой, на минимальном риске сработал. Ну, и помойка, тонна дерьма. Может, Белла не кое-что, а все к своей мамаши унесла. Жуткая помойка». О себе он был довольно высокого мнения, по крайней мере, знавал многих похуже. Вовку встречу морду набью. Окончательно решил он, поджидая троллейбус в сторону центра. Судьбе было угодно, чтобы встреча Виктора Вазова-Войского и Нины Черни стала неизбежной. Если он не хотел оставаться без ужина и ночевать на вокзале. О Нине он знал немало. Ее фотография в аккуратной рамке на тумбочке у Черни примелькалась «Гляди, не хочу». Бывало, дело в колонии обычное, уведет ее какой-нибудь ненормальной и бросится Черня искать виновного, готовый вступить в драку даже с превосходящими силами противника. Отыскать виновного, а тем более фото не удавалось, но вскоре в рамке появлялся новый снимок. Нину фотографировали часто. Она руководила двумя драм-кружками, окончила какую-то театральную студию, но, видимо, особых талантов не имела, так что Черня об этом не распространялся. Они были одной из тех счастливых пар, у которых в постели все ладилось, что сами супруги объясняли родством душ и сходством характеров. Нине еще не было сорока, она хорошо смотрелась и одевалась довольно броско. Теперешние средства уже не позволяли ей, как раньше, обзаводиться моднейшими нарядами, но она старалась выйти из положения при помощи ярких расцветок. Подобно большинству женщин, подвязающихся на сцене и за кулисами, она испытывала потребность обращать на себя внимание, нравиться мужчинам. В первый год разлуки с мужем за нею увивались многие и даже получив отворот поворот, не верили, что Нина одна. Отвергнутый считал, что его уже опередили. Нина соблюдает строжайшую конспирацию, чтобы щадить мужа. Похоже, что и сам Черни так думал, ибо даже в самых неподходящих ситуациях не упускал случая подчеркнуть безупречное поведение и верность жены. В качестве доказательств он приводил ее неослабевающие связи с родней. Была у тетки на чаепитии, принесла племяннице книжку с картинками, вместе с деверем и свояком ездила в Карелию. Скорее всего, ему тоже не верилось, что Нина без него жила одиноко, хоть это была сущая правда. Первый год, пока подавались кассационные жалобы и оставалась еще какая-то надежда, был для нее самым трудным. Она наловчилась обманывать себя обещаниями. Еще три месяца и уж тогда, но по прошествии трех месяцев, делала себя отсрочку еще на три и внезапно поняла, что преспокойно может ждать все шесть. Что-то в ней замерло, уснуло, она вела монашеский образ жизни, общалась почти исключительно с женщинами и детьми, из драм кружка для взрослых перешла в детский, а случайные взгляды мужчин натыкались на орел скромности и благородства, который окружал теперь ее прелестную головку. Однако в последнее время ее начали донимать тревожные мысли. Это был один из тех домов конца тридцатых годов, обитатели которых, если уж возникала необходимость поменять квартиру, в конце объявления дописывали «в новых домах не предлагать». Здесь были настоящие водопроводные трубы, свинцовые, высокие потолки, дубовый паркет и бронзовые дверные ручки. Две комнаты в этой четырехкомнатной квартире занимала супружеская чета пенсионеров. Они день и ночь копались в огороде и наведывались в Ригу лишь в зимние холода, чтобы обойти всех врачей. У Нины были две большие смежные комнаты. Черни успели внести деньги на кооперативную квартиру, но судебный процесс перечеркнул эту мечту. Как и сбывшаяся к тому времени дачу, автомашину, мебельный гарнитур. Часть добра Нина успела отнести в комиссионки, но не все, так что павлин был изрядно ощипан. Картины старых маринистов уступили место какой-то керамической дребедени из числа подарков благодарных мам к женскому дню и по завершении отчетных концертов. Со вкусом расположенные вещицы украшали все стены, хотя материальной ценности в этих поделках не было, с ними были связаны воспоминания, и Нине они были ближе к картин, изображавших зеленоватые валы, шхуны, бриги и бригантины с парусами, разодранными шквалом, тех картин, до которых в память о славных годах своей морской юности был так охоч глава семьи. Нина прочитала записку, и в глазах ее мелькнуло недоумение. Неужто Черня подослал этого мальчика, чтобы ее проверить? Дорогие кроваво-красные розы совсем сбили с толку, и она едва не взорвалась. Когда Виктор понял, в какой переплет он попал из-за цвета роз, было уже поздно говорить, что их прислал муж. Виктору подали рядовой ужин, на стол накрыли в передней комнате, затем пригласили посмотреть телевизор. Показывали фильм о животных, кажется довольно интересной, но кадры не запечатлевались в его сознании. Он был наэлектризован сидящей рядом женщиной. Его воображение рисовало картины одна слаще другой. Вот она встает, сбрасывает с себя длинный вышитый шелком халат и остается нагишом. Нет, под халатом у нее кружевная комбинация и он помогает от нее освободиться. Как фильм? Ничего, пробормотал он, очнувшись. Растерянный и робкий, не способный сказать этой женщине ни слова, готовый к рабскому повиновению. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» произнес он и понуро поплелся в другую комнату. Проснулась Нина среди ночи. Он стоял на коленях у дивана и, упершись лбом в постель, что-то глухо бормотал, о чем-то рассказывал, только она не могла понять о чем. Она хотела оттолкнуть парня, но поразилась, увидев, что по лицу его катятся крупные слезы. Силы ее покинули. Она сразу поняла, что в постели он новичок, а к утру ужаснулась тому, что начинает его просвещать, и не без удовольствия от сознания, что оков больше не существует. После полудня, когда они окончательно проснулись, Нина выставила его на улицу, запретив приходить к ней, будто и не было этой ночи. Вопреки запрету, он через неделю набрался решимости вернуться. Шатаясь по городу без копейки в кармане, он забрел в парке на крохоборов, которые забивали козла, и, переключив их на картишки, абсолютно честно, выжил из них почти сто рублей. Он не помнил, когда еще шла такая карта. У партнеров кончилась монета, один из них побежал занимать, да, к сожалению, вернулся ни с чем. Виктор опять купил кроваво-красные розы, по экономическим соображениям букет поменьше, и отправился к Нине. Еще на лестнице он чувствовал себя вполне уверенно, но при виде властной красивой женщины снова превратился в робкого мальчика. Наверное, только поэтому она его не прогнала. «Если я обойдусь с ним, как в прошлый раз, это будет просто смешно», подумала Нина на следующее утро. «Почему ты не уехал в Мурманск? Я поеду. У меня тут еще дела. Часть мебели пропала, вот ищу. Кое-что продали в уплату по исполнительным листам, а кое-что конфисковали незаконно. Вот ищу, куда подевалась». «Если я к тебе привяжусь, я пропала», мрачно произнесла Нина, «и ты будешь негодяем по отношению к черни. Скорее уезжай отсюда». Опасаясь, что привыкнет к нему, трезвым умом понимая, что ничего хорошего из этой связи получиться не может, Нина не разрешала приходить к ней часто. Зато когда они встречались, для обоих наступал настоящий праздник. Они отправлялись на прогулку, не торопя событий, или шли в кино. Чтобы рядом с ней Виктор не чувствовал себя оборвышем, Нина заставляла его надевать кое-что из гардероба черни. Чаще всего он гулял в замечательном кожаном пальто. Очень дорогом и элегантном пальто. Виктор становился в нем совершенно другим человеком. Харри Далка поглядел на Виктора не то скучающе, не то с сочувствием. Значит, Нину черню не знаешь. Окончательно и бесповоротно. Впервые слышу это имя. А с тобой в колонии не сидел некто черня? Что-то не припомню. Ну и дурак же я по-глупому запираюсь. Болван. Распоследний болван. Неужели он уже встречался с Ниной? Что она сказала? Может все отрицает? Может быть этот уже разнюхал где и когда я просадил эти деньги? Так или иначе, но это провал. Я попался. Следователь насмешливо улыбнулся. Ты веришь в счастливые числа и в счастливые дни? Бывают счастливые числа и счастливые дни. Тогда прочитай внимательно и распишись. Это было постановление о его освобождении. У Виктора отнялся язык. Амнистия вышла, наконец прохрепел он. С твоими досудимостями не будь наивным. Считай, что сегодня счастливое число и счастливый день. Даука укладывал документы в портфель. И не делай заячьи глаза, я тебе все равно не верю. Ну, бывай, так сказать, до скорого. Даука нажал кнопку, охранник открыл дверь, и следователь торопливо вышел, не дожидаясь благодарности от остолбеневшего Виктора. Вазово войсково охватил страх. Непонятный страх. Его колотил озноб. На лбу выступило испарина, вспотело подмышками, подергивались лицевые мускулы. Когда надзиратель впустил его в камеру за матрацем и постельным бельем, которое надлежало сдать на склад, вид у Виктора был до того страшный, что даже хулиганчик испугался. «Что с тобой?» спросил хулиганчик. «Они что-то против меня замышляют», дрожащим голосом прошептал Виктор. «Требую адвоката». «Без адвоката держи помело на замке». Это была вершина мудрости для бедолаги. Выше залететь его ум было не в состоянии. «Адвокат тебя должен защищать хоть так, хоть эдак». «Ну бывай». Виктор взвалил скатанный матрас на плечо и вышел. Никогда еще он так не жаждал свободы, как теперь. Его отделяло от воли всего сотни другая шагов, но он был уверен, что ему не удастся преодолеть это ничтожное расстояние. Вот-вот из-за угла вынырнет Харри Даука и отошлет его назад в камеру. У следователя все козыри. Ему, Виктору, некуда деться. Он во власти Дауке. Тут он вспомнил один английский фильм, который смотрел как-то по телевизору. Документальный фильм о кошачьем выводке на заброшенной ферме. О том, как старый кот каждое утро обходит границы своей территории и этому была посвящена большая часть ленты об охоте на мышей. Прыжок, хватка, игра перед насыщением. Ученые, комментировавшие фильм, сошлись во мнении, что жестокая игра жертвы, прежде чем ее прикончить, коту биологически необходимо. А вдруг его сейчас задержат? За этим углом? Нет, за этим. Его нет, значит, затем. Так, мы уже во дворе. Проклятая булыжная мостовая. Удивительно, что никто не сломал себе шею. Столетняя, позеленевшая кирпичная стена. Известковый раствор сделал ее твердой, как скала. За спиной шаги. По ту сторону забора грохочет поезд. Эх, чтоб тебе, даука, меня не перехватить, и я за воротами. Вот был бы смех. Часовой на вышке, с которой просматривался узкий, стиснутый с двух сторон оградой коридор, а параллельно ему железнодорожные пути, сперва растерялся, затем на всякий случай снял с плеча автомат. Он не знал, как действовать. Через тюремные ворота пропустили парня в нейлоновой спортивной куртке с капюшоном, а он пустился наутек, словно за ним гналась свора собак. На гладких камнях заскользили подошвы. Он споткнулся, чуть не растянувшись во весь рост, но чудом удержав равновесие, побежал дальше, как сумасшедший. Беглец, подумал часовой и машинально спустил предохранитель. Но почему-то беглеца никто не преследовал. Нелогично. А какой смысл бежать, если он, скажем, опаздывает поблизости никакого транспорта? Значит, все-таки побег. Стой! Стрелять буду! крикнул часовой, но парень даже не оглянулся. Может, не слышал? Расстояние приличное. Беглец сходу влетел на мост и помчался голопом, расталкивая прохожих. Караульный проводил его взглядом. Хорошо, что не выстрелил, а может плохо? Он уже ясно слышал гневный голос сержанта. Ты что, не видел? Ты мне за это ответишь. И свои слабые оправдания. Откуда я знаю, что он удирал? Перелезал бы через забор другое дело. Могли позвонить? Для чего же телефон? Перехватило дыхание. Казалось, сердце сейчас лопнет от напряжения, а он все бежит и бежит через запущенные дворы с покосившимися дровяными сарайчиками, мимо низеньких обшарпанных домишек. Этот район московского предместья нашнырялся здесь в поисках макулатуры и металлолома. В начале сороковых немцы устроили здесь еврейское гетто. Хозяевам домишек в качестве компенсации предоставили квартиры в центре Риги. Еще и теперь то и дело возникали слухи, что кто-то, перестраивая дом или копаясь в огороде, наткнулся на спрятанные евреями сокровища. Наконец у него подкосились ноги. И он прилег под забором в малиннике, напряженно вслушиваясь нет ли за ним погони. Он понимал, что этот сумасшедший кросс был ничем не оправданной глупостью. Ведь Даука выпустил его не для того, чтобы через пять минут организовать погоню. Видно, у него есть какие-то далеко идущие планы. Но у таких людей, как Виктор, грехов на совести больше, чем известны милиции. И поэтому они не без оснований трясутся, как бы не выплыло наружу какое-нибудь уголовно наказуемое дельце. Конечно, улепетывать глупо, но страх потерять те крохи свободы, которые неизвестно почему ему вдруг кинули, сильнее доводов разума. он знал, что Харри Даука в любой момент может снова упрятать его в тюрьму за обман Мэндеем Нацаканова, что свидетелей и доказательств у следователя пруд пруди, и чтобы провести пару летних месяцев на воле, требуется одно — не встречаться с Даукой и ему подобными. Скорее всего, они в своих замыслах в чем-то просчитались, но вскоре спохватятся и ринутся в догонку. По-видимому, они расследуют какое-то тяжкое преступление, подозревают, что в нем замешан вазов войски, и вот теперь надеются, что он приведет их к сообщникам или же к тайнику с добычей. Вместе с дыханием к Виктору вернулась его способность рационально мыслить. Но еще звенело в ушах и дрожали руки. Ясно, что надо лечить нервы и немедленно. Колонии, азартные игры и жизнь под угрозой ареста сильно их потрепали. Он, оказывается, далеко не всегда способен контролировать свои поступки. А это может сыграть роковую роль, взять хотя бы последний случай. Он не должен был исчезать из поля зрения дауки, а зачем-то исчез. Весь сегодняшний день он мог как ни в чем не бывало водить дауку и прочих ищеек за нос, а вместо этого, как последний идиот, бросился на утек, буквально провоцируя следователя на новый арест. С минуту поколебавшись, он решил идти к цыганам. Этот его шаг должен был успокоить всполошившихся помощников следователя. На приличном удалении от розоватого двухэтажного здания стояли светло-серые жигули. Когда Виктор поравнялся с машиной, мужчина за рулем небрежно закурил. Из машины торчала длинная изогнутая антенна, и Виктор уже не сомневался, что это человек дауки. Он с трудом подавил желание дать стрекача по задним дворам и потом махнуть через железнодорожное полотно, чтобы его не смогли догнать на машине. В нижнем этаже две женщины быстро лопотали на незнакомом языке. Откуда-то доносились звуки не то магнитофона, не то радиоприемника. Сухая деревянная переборка с трухлявым опилочным наполнением пропускала звуки так же легко, как решето воду. Ключ был в обычном месте под стрихой, рубашки выглажены и аккуратно развешены в шкафу. Он умылся, переоделся, заварил чай и поел. Отсчитал 25 рублей из 30 хранившихся в шкатулке для хозяйственных расходов. Хотел было написать записку, но решил, что Мария и так поймет по грязной, брошенной на табуретку сорочке, кто был в квартире. Светло-серой машины на противоположной стороне улицы уже не было. Зато на троллейбусной остановке топталась группа мужчин. Виктор продефилировал мимо, сделав вид, что никого не замечает, и тоже остановился в ожидании троллейбуса. В центре города двое пассажиров сошли там же, где он. Нет, на трезвую голову этого не вынести. В небольшой и, несмотря на дневное время битком набитой забегаловки, он взял стакан крепленого вина, сел за столик и стал попивать его не спеша мелкими глотками, наблюдая при этом за дверьми. Тех двоих не было, люди входили и выходили, и трудно было сказать, кто следит за ним. Равным образом это могла быть и женщина, с отсутствующим видом поглощавшая у стойки сухое пирожное, и мужчина в шляпе, углубившаяся будто бы в чтение брошюрки, а может быть кто-нибудь еще, и все-таки у меня сегодня счастливый день, решил Виктор. Еще утром думал ли я, что смогу вот так, сидя гоголем, пропустить стаканчик, может дойти до парка Зидонь-Дарс, если день счастливо начался, почему бы ему так же и не завершиться. Сыграю, так сказать, под пристальным взглядом моей милиции. Хвост от меня не отстанет, куда бы я ни пошел. Виктор уже начал свыкаться с мыслью, что вскоре его арестуют. Как всегда, к концу рабочего дня на аллеях парка было довольно много народу, но никто не прогуливался, не дышал свежим воздухом, люди просто сокращали дорогу домой. В глухом углу сада у высокой каменной стены, где обычно собирались картежники и доминошники, топталось всего несколько человек. Или милиция их тут гоняет, или денег не было перед получкой. Похоже, и эти вот-вот разойдутся. Азарт не разжигали ни рублевки, ни трояки выигрышей, которые совались тайком. Счастливчики выстраивали лабиринты костяшек, сидя верхом на скамейке, а остальные стояли сбоку, пряча костяшки в красных озябших ладонях. Дул жгучий ветер, воротники поношенных пальто и спортивных курток у всех подняты, играли молча, отдельные звуки речи напоминали кошачьи мурлыканье, только в конце партии разговор оживлялся, и тогда кто-нибудь произносил длинное и сочное ругательство. Картежников и вовсе не видать, любопытствующих тоже, хотя обычно они торчали здесь часами, вытягивая шеи, и в конце концов, раздухарившись, рисковали каким-нибудь мизером, но проигрыш мало кого из них приводил к решению не путаться под ногами у профессионалов. Виктор постоял, переминаясь с ноги на ногу у одной из скамеек, но когда ему предложили вступить в игру, отказался. Необычное домино, не козел, не игра на очки, доходов не сулили, одни расходы. Я только в картишке. А эти там, в детском саду, знаешь? Я тут давненько не бывал. Вон, говорящий показал жестом, прямиком в ворота и увидишь. Прежде чем свернуть на центральную аллею, Виктор оглянулся украдкой, но ничего подозрительного не заметил. Хорошо работают, подумал он, чуть ли не с одобрением. Письменные жалобы, заведующие детсадом на пребывание посторонних на вверенной ей территории, ласточками летели в ближайший штаб ДНД, к участковому, в исполком и еще выше, но все без толку, так как, если не считать нарочно или ненароком оборванных телефонных проводов проказы мальчишек, лазавших по крышам летних павильонов, материального ущерба не отмечалось. Запоры калитки ломались как бы сами собой, завхозу уже надоело их менять. Не успевал персонал детсада разойтись по домам, как во дворе вокруг качелей, горок и прочих атрибутов детской площадки собирались окрестные подростки, а в последнее время стали захаживать и этакие красномордые детины. Этих интересовали не качели, а павильоны с удобными лавочками под навесом, где не продувал насквозь норд-ост. После себя они оставляли окурки, а иногда и пустую тару. Виктору еще издали показалось, что человек, который сидел, прислонившись к стене и держал банк игры в очко, ему знаком. Это был Коля-Коля, рецидивист. В колонии его иногда приглашали в компанию картежников, которые собирались в бане, когда было известно, что не нагрянут ни контролеры, ни черня. Коля-Коля принадлежал к старомодному поколению уголовников, хотя ему не было еще и 50. Почти две трети своей жизни он провел на казенных харчах, объездил всю страну. В колониях Дальнего Севера рассказывал о райском житье в Прибалтике и на Кавказе, а за Прибалтийскими заборами о райских кущах на севере. Он был полон достоинства и просто-таки напичкан жуткими и одновременно наивно-романтическими легендами, долженствовавшими удостоверить этические принципы гибнущей касты воров в законе. Он почти никогда не опускался до нецензурной брани, так как причислял себя к аристократии преступного мира. Подстать старомодным взглядом были и его приемы работы. Последний срок он отсидел за кражу на вокзале чемодана, в котором обнаружилось шесть килограммов гречки и бумажный отрез на юбку. Заниматься трудом после освобождения он считал непростительной глупостью, его рекордом были десять месяцев пребывания на свободе. При виде того, как проворно Коля-Коля тасует карты, с абсолютной точностью делит колоду пополам и тут же проехавшись большими пальцами по уголкам сливает обе половины, как он словно бы гипнотизирует партнеров, молча заставляет то взять еще карту, то воздержаться от прикупа, становилось ясно, что это виртуоз карточной игры, которая занимает в его жизни большое, если не главное место. Когда Виктор зашел в павильон, Коля-Коля отравил байки о том, как тасуют на севере. Только называемые им огромные суммы выигрыши не вязались с мятым зауженным пиджачишком. Вся биография Коли-Коли читалась по его лицу, короткой стрижке, и сплошной татуировки на руках скрывать ему было нечего. Неужели не узнает или не хочет узнавать? Прошло пять минут десять, а Коля-Коля по-прежнему не замечал Виктора. Здесь молодой человек, тебе не театр, внезапно сказал один из мужиков, который издавал карты. Или бери, или иди с миром, чудеса они везде. Дай на два поцелковых Виктор протянул рублевки и тут же выиграл и получил выигрыш, так как в банке денег было намного больше. Виктор с ироническим любопытством, поглядывая на Колю-Колю, стал осмотрительно участвовать в игре и снова выиграл, единственный на весь круг. Шел бы ты лучше на променад, сердито проворчал банкомет. Виктор забыл об осторожности и о том, что за ним следят. Он видел только карты, колены пальцы, он подчинялся внутреннему голосу, который диктовал ему «Бери, бери еще, хватит». Через час, когда в кармане у него очутилось сорок восемь рублей, поднялся последний из непосвященных. Нет времени, отложим до следующего раза. И торопливо ушел. Как и предыдущий, он сослался на нехватку времени, а не денег. Они с Колей и Колей остались в павильоне вдвоем. То взлетая, то опускаясь, жалобно скрипели качели. «Игра так себе», вздохнул Коля и сунул колоду в карман. «Сорок восемь, верно?» «На севере за это время ты рванул бы косую, ну, минимум кусок». «Как делишки?» «Перебиваюсь». Виктор понемногу приходил в себя. До него дошло, что Коля сразу его узнал и просто дал ему выиграть, чтобы остальные не заподозрили банкомета в нечестной игре. «Не усек», сокрушенно подумал он. «Знал, с кем играю. За его пальцами следил и все равно не усек, как он это делает». «Твои гадалки?» «Нет, одного из этих. Того, кто смотал первый. Да еще с чужими картами». Злость на свою беспомощность оборачивалась ненавистью Коли-Коли. «Бери». Виктор достал из кармана помятые бумажки и швырнул Коли-Коли на колени. Тот отсчитал себе 30 рублей. Поднявшись, Виктор заметил шедшего мимо калитки мужчину, который очень напоминал одного из тех двоих, что следили за ним в троллейбусе. План возник мгновенно. Они выйдут с Колей-Колей вместе и внезапно расстанутся. Если хвост один, он пойдет за Колей-Колей, так как местонахождение Виктора им известно, по крайней мере они так думают. Паспорт в кармане, денег на первое время хватит, надо бежать, куда глаза глядят. «Пошли!» «Ставлю стопарь», с притворным дружелюбием сказал Виктор. «Чего там стопарь? Пузыря возьмем». Коли-Коли доверчиво шел в западню. «На вокзал?» «Нет, лучше на автостанцию». Знай Виктор истинные мотивы, по которым Харри Даука освободил его из заключения, он наверняка действовал бы иначе. Как и следовало ожидать, Алстер отклонил предложение возбудить уголовное дело против Мнацаканова. Он пыхтел, долго морщил лоб, но смог привести один единственный и весьма неубедительный аргумент. Обычно так не делается. И напрасно Даука перешел в атаку. Он заранее был готов к тому, что его шеф станет увиливать, поэтому привел цитату из уголовного кодекса. «Приобретение или сбыт государственного или общественного имущества, заведомо добытого преступным путем, причем если эти действия совершены в виде промысла или в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с конфискацией имущества или без таковой». Да, но покушением на преступление признается действие, умышленно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного. Наказание за покушение на преступление определяется в соответствии с законом, предусматривающим ответственность за данное преступление. «Что ты мне тут проповедуешь прописные истины?» раздраженно сказал Алстер. «И без того ты обошелся с этим Нацакановым, как бы это сказать? Ты попробуй войди в его положение. Восемьсот рублей это большие деньги». «Думаешь, нас упрекнут в негостеприимстве?» «Ничего я не думаю, однако ты меня понимаешь». «Вот я таких не люблю. Ни местных жуликов, ни приезжих. Слушай, что с тобой происходит?» Алстер вдруг переменил тон на задушевный. «Это был славный, чуткий человек, просто чересчур добрый для своей должности». «С дочкой хуже, да?» «Мне объясняют функции желез и внутренних органов, рассказывают, как действует на них болезнь, но ничего конкретного не говорят». «А может болезнь такая, что ничего конкретного и не скажешь?» «Может быть, чем тебе помочь, дать отпуск?» думаешь, дому мне легче?» «Здесь я хоть занят другими мыслями?» «Да и материальное положение не такое, чтобы брать отпуск?» «Вторая моя, сущая разбойница». «Мнацаканов, у меня такое чувство, что он что-то важное скрывает». «А не кажется ли тебе, что ты хватаешь через край?» усмехнулся Алстер. «Э, да ты главного не знаешь. Докладываю по порядку. Предъявляю я вчера Мнацаканову обвинение по этим статьям. Он мрачнеет и вдруг заявляет, что Вазов войский вовсе не тот человек, который выманил у него деньги. если помню, что на опознание и очной ставки он не говорил ни да ни нет. Теперь якобы все тщательно обдумал и пришел к выводу нет не тот. Я тогда не понял, куда он гнет, но сегодня объявилась делегация его рыночных собратьев, галдят, перебивают друг друга и показывают мне толстый истрепанный конверт. Все разъяснилось, начальник, все в порядке. Этот парень только что был на базаре и отдал нам деньги на Цаканова вот в этом конверте. Очень извинялся, это была шутка, он хотел сразу отдать, но вышла задержка. Мы на него зуб не держим, мы ему прощаем. Не надо на шутки сердиться, кто же не любит пошутить. Парень писать, как назло, чем писать не было, но он сказал, как его зовут, да разве ваши фамилии упомнишь, а записать, как назло, чем писать не было, но он сказал, что обязательно еще раз придет, чтобы встретить на Цаканова и лично перед ним извиниться. Так, впервые сталкиваюсь с таким делом. Пронюхали об исполнительных листах Вазова войского и решили не стоит ждать, пока по копейке возвратят свои рубли. А может в самом деле за всем этим кроется что-нибудь похитрее. Весь смысл кажется в словах «парень пошутил, Мнацаканов тоже пошутил». Мнацаканов теперь попытается доказать, что это была всего лишь шутка, ничего серьезного. Да, шито белыми нитками. Лично я тоже так думаю. А Вазова войского придется отпустить. Мне это совсем не по душе. Но кажется я вышел на след элегантной женщины, с которой он разгуливал по рынку. Сообщница? Нет. Через двадцать минут их известили. С места работы осужденные на пятнадцать суток приводили в порядок стадион бежал гражданин Мендей Мендеевич Мнацаканов. Розыск к успеху не привел. В ответ на запрос из Риги милиция далекого солнечного города сообщила, что также безуспешно разыскивает Мнацаканова за кражу и неуплату алиментов. Теперь следователь Даука понял, почему этому гастролеру понадобилось бежать. Но легче от этого ему не стало. Глава девятая Если не возражаете, я спущусь вниз, взгляну на карбюратор, сказал шофер Зайги и направился к дверям, словно уже получил разрешение. Ей хотелось осадить его за такую бесцеремонность, но она сдержалась, потому что мотор Волги всю дорогу чихал и на обратном пути могла случиться непредвиденная задержка. Щенок, гладенький и гибкий, как выдренок, вынырнул из-за груды книг, вцепился в штанину шофера и сердито зарычал. Ему было месяца три или чуть больше, светло-коричневой масти, но со временем потемнеет. Вам налить? спросил хозяин, доставая бутылку ликера. Нет, спасибо, решительно отказалась зайга. А я для вас даже посуду разыскал. Он указал на стакан, как на какое-то чудо. Вы думаете, в этом развале легко что-нибудь найти? Но я не спасовал перед трудностями и сполоснул. А колонка, извольте видеть, во дворе. «Если умножить массу ведра на длину пройденного пути и мою квалификацию, откроется прелюбопытный факт. Влага, которую я мыл в стакан, дороже, чем в австралийской пустыне Симпсона, где годовое количество осадков не достигает 250 миллиметров. Да что Симпсона, как в центральной части Сахары? Мужчина налил себе рюмку тминного ликера, прозит. «Меня зовут Виллиболт». Мы уже знакомились. Щенок бочком обежал круг, приблизился к зайге, положил голову к ней на колени и, виряя хвостом, заглянул в лицо умными карими глазами. То и дело, жалобно повизгивая, он словно бы предупреждал, не ровен час, возьму да натворю. Я вижу, шериф, дама тебе импонирует. Я хочу тебя предупредить, песик. Это мой долг. Не будь легкомысленным, не доверяйся женщине. Посмотри, как разорили меня. До развода было все, а теперь одни лишь горы книг, да еще за них заплатить придется и немало. Зайги хотелось поскорее завершить сделку, бормотание подвыпившего хозяина действовало ей на нервы, хотя вначале его монолог казался нелишенным остроумия. Будь перед нею собашник, Зайга не стала бы церемониться, но тут другой случай. Этому типу, он работал в какой-то лаборатории, щенка добермана подарили остроумные друзья, чтобы заставить его жениться вторично, надоест ведь подтирать за щенком лужицы по углам. Шофер прознал, что Виллибалт лучше расстанется с подарком, чем даст себя оженить, и условился по телефону о встрече. Оказывается, обзавестись породистой собакой вовсе непросто, даже если за ценой не постоишь. На некоторые породы очередь годами. Зайга обвела взглядом комнату, словно ища ответа на мучивший ее вопрос. Затхлая комнатенка в двухэтажном доме на окраине, скрипучая шаткая лестница, в общем коридоре у каждой двери накрытая крышкой эмалированное ведро с питьевой водой, жильцы готовят на электроплитке, раскладушка со скомканными простынями, колченогий стул, столик и книги до потолка. Понадобится том, не найдешь. По полу раскиданы полиэтиленовые мешки с одеждой и обувью. В углу новые слаломные ботинки пластмассовые, говорят, бешеных денег стоят. Хозяин налил себе еще. Бриться он утром, видимо, брился, но кое-как. Сорочка старомодная с длинными уголками, брюки мятые, шлепанцы стоптанные. Фигура, правда, спортивная, несмотря на намечающееся брюшко, а тронутые сединой волосы и борода придают лицу донжуанское выражение. Сорока нет, но к тому идет. Шериф. Зайга погладила щенка по голове и почесала у него за ухом. Тот зажмурился от удовольствия. Уплачу сколько не запросит, подумала Зайга. А не продаст украду, честное слово украду. У меня ты будешь жить по-царски, большой дом, хороший двор, где можно резвиться в волю. Закажу для тебя шейник с серебряными ромбиками, и все собаки умрут от зависти. Но тебе надо будет учиться и прилежно учиться, чтобы ты у меня был не только красивым, но и умным песиком. Прозит, меня зовут Виллибалт. Извините, сколько я вам должна? Шериф, прости меня, если можешь, но я вынужден продать тебя в рабство. Ты же не глупый пес. Сам видишь, как тут с тобой тесно. Да и ты не без вины приятель, по правде говоря. Разве это я порвал чулки и сжевал туфельку той особы, которая соизволила продемонстрировать нам свою прелестную фигурку. Ты это был, шериф-разбойник, не отрицай. Вот теперь у тебя будет своя хозяйка, ну и грызи на здоровье, и не надо ждать, пока в эту гавань снова завернет какая-нибудь каравелла. Мадам, скажу честно, это будет недешево. Он воздел руки, требуя к себе внимания. Дешево продавать друзей неэтично. Вы согласны со мной, мадам? Судя по книгам, которые изгрыз шериф, он, по крайней мере, кандидат наук. Вы знаете, что у ливов собака была священным животным. Если собака не ест и тяжело дышит, будет гроза, катается по земле к дождю, а к пожару, гостей. как говорил еще Брэм, пёс становится заносчивым шутом, если его пустоголовый хозяин чится явить гордыню. Зайга нервно раскрыла сумочку «Сколько я вам должна?» «Мадам, представьте, что по утрам он будет приносить вам шлепанцы к постели. И это не все. Я надеюсь, мадам, вы согласны, а платье подлежит не только собачья шкура, но и умственные способности пса. А они у собак поистине колоссальны. Например, Плутарх утверждает, что видел собаку, которая бросала камешки в узкогорлую амфору, чтобы поднялся уровень жидкости и можно было дотянуться до нее языком. В одном французском монастыре был пудель, хвостом ловивший раков. В Сан-Бернарде воздвигнут памятник собаке Барри, спасателю людей, занесенных снегом, а в штате Индиана псу-сыщику Бобу. Но и это еще не все. Перед Первой мировой войной газета Южный край сообщала, что на харьковском рынке часто появляется черный сеттер, который хватает какую-нибудь выставленную на продажу вещь и мгновенно скрывается. Этот пес был натаскан на воровские дела. А в Лондоне собак по кличке Мисс Скотти умела играть в бридж. Отчего бы вам не натренировать шерифа, скажем, на дефицит? Извините, я тороплюсь. Если бы мы договорились, я завтра бы прислала за ним шофера. Шериф, я завидую тебе. В отличие от меня, ты не будешь толкаться в переполненном автобусе. Прозит, меня зовут Виллибалт. Ах да, о цене. Условимся так. Вы одалживаете мне до конца месяца сотню, и собака ваша немедленно. Согласна. Зайга положила на стол две пятидесятирублевые купюры. Помогите, пожалуйста, отнести его в машину. Сам дойдет. Вы ему нравитесь. Вас он будет слушать. А деньги я отдам, честное слово. Просто завтра эта сумма мне абсолютно необходима. Шериф, пошли. До свидания. Зайга открыла двери. Но щенок залаял и попятился. Хозяин взял его подмышку и спустился с ним по лестнице. Никогда еще домашние заботы не поглощали у Зайги рабочее время. Скорее уж наоборот. Может быть именно поэтому она поднялась так высоко по служебной лестнице. Ей завидовали, ей сопутствовал успех, удачи, большие и маленькие. Жизнь как будто била ключом. Чего еще желать человеку, не имеющему семьи? Она убедила себя, что целиком отдается работе, остальное не важно. Казалось, она забыла о том, что на свете существует семейный очаг, за пределами которого холодно и рационально. После аспирантуры Зайга сама напросилась на производство. И на предприятиях с ее появлением воцарялась строгость несусветная, пух и перья летели. Ее не могли остановить ни мест комы, ни судебные решения о восстановлении уволенных. Она освобождалась от подчиненных с малолетними детьми, так как болезни детей мешали ритмичной работе, освобождалась и от тех, кто еще только ждал прибавления семейства. Убедившись, что законным путем делать это невозможно, она научилась создавать несносные условия, а когда не удавалось отпугнуть, переводила неугодных на хорошо оплачиваемые должности за пределами основного производства, так что появилось в ходу выражение «посадить в пенсионное кресло». Тут еще никто не заработал инфаркта, тут царили мир и спокойствие, и эмблемой этих кресел мог бы стать холеный голубь, откормленный на городском зернохранилище. Зайга тормошила тех, кто подремывал в ожидании скорой пенсии и преследовала активных бездельников, числившихся на трех местах одновременно и нигде ничего не делавших. Всю эту деятельность окрестили террором Петровны. Полетели по инстанциям жалобы, авторы которых поминали в суе дедов, павших в гражданскую войну, и отцов, погибших в отечественную. Безрезультатно. Несмотря на то, что для вида свирепая начальница получила парочку выговоров, кстати, через полгода снятых, своего она добилась. Вскоре за ней с затаенным восхищением следило несколько парно стороженных глаз. Неужто не свернет себе шею? Ведь у активных бездельников всегда в запасе темы морали. Активным бездельникам так и не удалось выследить, где и с кем зайга бывает. Других козырей у них не было, и они благоразумно решили, низко кланяясь и пятясь раком, бить отбой. Следившие за ней глаза довольно перемигнулись. Из этой симпатичной вычислительной машины в юбке будет толк. Одного предприятия для ее мощности очевидно маловато. Дадим ей производственное объединение. Приняв новую должность, зайга сформировала свой боевой отряд. Он состоял почти только из молодых энергичных специалистов, но и с ними она была беспощадной, если этого требовали интересы производства. И вдруг с нею произошла разительная перемена. В несколько дней ослабла железная хватка. Порой в ней проглядывала, даже страшно сказать, чисто девичья нежность. В ее доме внезапно поселилось живое существо. Долгие вечера она теперь коротала не только у телевизора или с книгой в руке. В одной из комнат некто царапал когтями двери и сердито ворчал, грыз ножки стульев или мочился на паркет, создавая ей новые заботы. Как и положено псу благородных кровей, шериф сразу же верно оценил ситуацию и со всей силой щенячьего чувства привязался именно к зайге, а не к приходящей прислуге. Правда, под давлением природных потребностей раз в день он позволял старушке подать себе обед, однако его радость, когда зайга, выкроя в полчасика, прибегала домой, не поддавалась описанию. А как он гордился своей хозяйкой, когда они вдвоем выходили на прогулку. С неподдельной ревностью шериф по очереди бросался на всех собак, независимо от их габаритов, и не будь он щенком, пришлось бы ему почувствовать остроту их клыков. Пока же на этого задиру никто не обращал внимания. Проделки шерифа были непредсказуемы. Щенок мог подолгу смирно лежать на полу и вдруг прыгнуть зайге на колени, чтобы лизнуть ее в лицо или уткнуться носом в волосы. Мог резвиться, как сущий бесенок, и вмиг обернуться милым, ласковым созданием. По утрам он просыпался рано, но у него хватало ума не будить зайгу. Иногда, проснувшись, она обнаруживала его голову на подушке рядом со своей. Шериф стоял, упершись в диван передними лапами, глаза его были полны чистой любви. Привыкшая вертеться на работе волчком с первой до последней минуты, раньше она дома не находила себе места, вынужденная леность, перемена ритма ее раздражали. Теперь дома ее ждали приятные хлопоты. Благодаря шерифу расширился круг общения. На собачьей площадке она перезнакомилась с завсегдатаями, заставлявшими своих четвероногих друзей ходить по бревну, взбираться и спускаться по лестнице, прыгать через препятствия. Шериф, видимо, не принадлежал к числу особо одаренных собак, но и средние способности пса гарантировали его хозяйке безопасность. Иногда Зайга даже искушала судьбу, возвращаясь с шерифом домой по неосвещенным закоулкам межа парка. К сожалению или к счастью, хулиганы ей навстречу не попадались. Незаметно подкралась осень с хорошо знакомой производственником штурмовщиной, напряженным ритмом конца года, когда так остро чувствуется нехватка материалов, катастрофичность простоев и прочих бед, ставящих под угрозу выполнение плана. В эту пору в кабинетах озабоченных руководителей появляются представители иных предприятий, и на лице у них маска благодетеля. Прослышали, что у вас не хватает оцинкованной жести? Понимаем, к каким последствиям это может привести, и потому мы здесь можем помочь. Но не бесплатно, правда, и не за деньги, в обмен на строй материалы. Предложение, конечно, бессовестное, и руководитель стоит перед выбором, выполнить ли план этого года и в следующем пытаться выбраться из еще большего прорыва или план завалить. Беды, предстоящие через 12 месяцев, кажутся куда менее страшными, чем те, что поджидают у порога, поэтому вымогатели обычно добиваются своего и уходят, довольно потирая руки. Подобного благодетеля и ожидала Зайга в своем кабинете, когда секретарша доложила о Виллибалде Гардинше. Зайга спохватилась, что имя посетителей ей неизвестно. Она знала лишь, от какого предприятия должен явиться порученец. Да-да, пусть заходит. Как только мужчина переступил порог ее кабинета, Зайга поняла свою ошибку и напустил на себя холодный и неприступный вид. Где она видела этого типа? Сразу не припомнишь, но ясно, что ни ей самой, ни производству этот визит не важен. Чем могу быть полезна? спросила Зайга, просматривая отчеты и ставя галочки. Прежде всего я хочу извиниться и вернуть долг. Мужчина положил на стол две пятидесятирублевые купюры. Я бы давно расплатился, но, к сожалению, не знал вашего адреса, ни домашнего, ни рабочего. Был в командировке в Новосибирске. Думал, на пару недель, а оказалось почти на пять месяцев. Шериф, наверное, уже стеленка. А, Виллибалт прозит. Она пожалела о своих словах, ибо взгляд мужчины сразу потускнел. Простите, я не хотела. Ничего, ничего, все правильно. Если пьянствуешь каждый день, все сразу заметят, когда ты трезвый. А если простите меня, великодушно, вы не можете меня обидеть. И не мне вас прощать. Неправда, вы обиделись. Она нажала клавишу селектора и попросила секретаршу кофе, пожалуйста. Я немного не в себе, с работой не ладится, к тому же не по нашей вине. Садитесь, прошу вас. А шериф просто чудо. Я не должна вам его показывать, иначе вы захотите забрать его назад. Он меня, наверное, уже не узнает. У щенков короткая память. Секретарша с дежурной улыбкой на губах принесла поднос с сахарницей и чашками. Вода еще не закипела. Увидев на письменном столе купюры, она заморгала и удалилась совершенно неподобающей ее возрасту резвостью. «Я ничего не видела, я ничего не видела», клялась она потом самой себе. Странно, но по дороге домой Зайга подумала о Райву Камбернаусе. Уж он-то не был робким просителем, самоуверенный, хищный. Он брал и только брал. Нет, в этом конкурсе у Виллибалда не было шансов. Да, он поумнее, без малого доктора наук, но у него на все припасено наверное. Этих слов Райво вообще не знал. Райво не ведал сомнений и считаться с мнением других полагал унизительным. Даже превратившись в спившегося голодранца, он не утратил королевских манер. Нет, я не жалею, что судьба свела меня с ним. Это были счастливые времена, которых хватит на всю жизнь. Поднявшись на верхний этаж, она стала судорожно рыться в ящиках в поисках фотографии Райво. Где-то должна ведь заваляться хотя бы одна. Нет, неужели она сожгла все до единой? К чему вообще был этот идиотский жест? Что он изменил? Жалкая попытка обмануть себя, иллюзия, что это удастся, но не удалось. Были у меня мужчины и после него, но ведь не их я видела рядом с собой, а одного Райво, всегда Райво. Чего я хотела достичь, сжигая фотографии? Сжечь воспоминания? Хорошие или плохие, все они огнеупорны, как Азбест. Воспоминания, связанные с Райво, самые прекрасные из всех, какие у меня есть. И ничего похожего никогда больше не будет. Ни одной фотографии она не нашла. Зайга стала гадать, у кого из ее подруг по техникуму мог сохраниться хотя бы один снимок. Чуть не бросилась обзванивать, но вовремя одумалась. Могут начаться пересуды, а это ей совершенно ни к чему. Тут ее осенило поговорить с фотографами из мира прессы. Немногие из них обращаются к спортивной тематике. Однако тот, кто взялся за это дело, уже не расстается с ним. Вне всякого сомнения, среди них есть ветераны, снимавшие и райво Камбернауса в пору его расцвет. Ни один профессионал негатива не выбрасывает, они аккуратно сложены в его личном архиве и дожидаются какого-нибудь круглого юбилея, чтобы еще раз украсить газетные или журнальные полосы, оживляя события минувших лет. Послушай, Камбернаус, вот что я сделаю. Твой снимок в натуральную величину я повешу на стену. Слышишь ты? И вдруг она заплакала на взрыд. А шериф с чисто собачьей интуицией, понимавшей душевное состояние хозяйки, ластился к ней и отрывисто повизгивал. Глава десятая до тех пор гражданские иски обворованных им людей Виктор воспринимал как нечто абстрактное. Исполнительные листы догоняли его уже в исправительной колонии. Из той пустячной суммы, что оставалось после вычета на питание и охрану, переводили по исполнительному листу. А он и вуз не дул, ведь семь рублей, перечисленных в ларек на куревый и сахар, никуда не денутся. Остальное перечислялось на личный счет для выдачи в день освобождения, чтобы как-то перебиться первое время. Кто сидел побольше и работал прилежнее, у того набегала вполне приличная сумма. Как ее тратить обсуждали долго и со смаком. Фантазия подсказывала различные купеческие жесты, битком набитые девочками такси, почетные эскорты и наемные оркестры, в сопровождении которых виновник торжества должен был объявиться в родном захолустье. Но освободившись, мечтатель приезжал домой поездом, без единой побрякушки, которая хотя бы отдаленно напоминала браслет от часов. Освободиться из заключения значило либо начать новую жизнь, либо взяться за старое. В обоих случаях это было достаточно сложно, а иногда даже весьма нелегко и требовало средств, пусть маленькие, но приятные подарки близким и деньги на пропитание до первой зарплаты, чтобы не обременять домашних. Были, конечно, и другие способы потратить деньги. Случалась вольная пташечка, на следующее утро просыпалась с тяжелой головой и без копейки в кармане, свои же дружки-собутыльники обирали до нитки, но такое бывало нечасто. Кому охота оглядываться на высокую ограду и зарешеченные окна? При прочном материальном положении семьи и беспредельной материнской любви Виктору после первых освобождений не приходилось думать ни об одежде, ни о карманных деньгах, не говоря уже о таких само собой разумеющихся вещах, как квартиры и пропитание. И ежемесячно расписываясь в исполнительном листе, он в душе подсмеивался над теми, кто столь неосторожно уставил свои квартиры дорогими вещами, а теперь получает за них копейки. Виктор чувствовал к потерпевшим что-то вроде ненависти. Это ведь из-за них он лишился радости и вольной жизни. Успокаивало его, только то, что утраченного им не вернуть, не наскрести с помощью его жалких выплат. Человеческая жизнь для этого слишком коротка. Но сейчас он стоял у стола кассира в конец растерянный, тупо уставившись в строку расчетной ведомости, где значилась цифра 62. Расписаться рука не подымалась. Тем временем кассир разыскал конверт с его фамилией, вытряс и пересчитал деньги. 62 рубля и 30 копеек. Мало? Кассир пожал плечами. Он привык, что всегда говорят мало. Никто никогда не сказал много. Заработок 221 рубль. Подоходный налог. За бездетность. В остатке 184 и 60 копеек. Минус половина по исполнительному листу. Аванс у вас был выписан 30. Раньше у меня высчитывали только 25%. Верно, 25. Но теперь высчитывают в двойном размере. За месяцы, которые вы не платили. Ладно. мрачно проговорил Виктор, взял деньги и вышел из вагончика. Вокруг вырубки тихо шумели мачтовые сосны. Пахло смолой. В сторонке у лесосклада парни в брезентовых рукавицах подтягивали трос, чтобы опоясать им концы бревен. Медью блестели на солнце загорелые спины. Нет, здесь ему делать нечего. Он пошел в сторону жилых вагончиков. Надо писать заявление об уходе. Жизненный стандарт. Как называется то, что определяет образ жизни отдельных людей? Один, к примеру, знает, что ему вечно вставать в семь утра и втискиваться в трамвай, чтобы не опоздать к пуску конвейера. Знает, что отнюдь не всегда его отпуск придется на лето и надо будет довольствоваться поздней осенью или ранней весной. Другой о таких мелочах даже не задумывается. Он шагает прямиком к высоким целям, подстегиваемые чистолюбивыми замыслами. Третий, вроде него, Виктора, болтается по жизни наобум, в поисках приключений, успокаивая себя, что в запасе у него отцовская квартира, куда возвращаются блудные сыновья, встречаемые слезами радости. Когда Виктор в последнюю минуту избежал заключения, с которым в душе уже смирился, он бросился прочь из города, куда глаза глядят. Одно имя следователя Хария Дауки наводило на него ужас. Он был уверен, что сейчас, сегодня же, самое позднее завтра, его опять арестуют. Хоть бы лето продержаться, а осенью будь что будет. Чтобы запутать следы, он ехал то автостопом, то поездом. Влача жалкое существование и не упуская случая поправить свое финансовое положение любым способом, он, наконец, очутился в небольшом городке на северо-западе Латвии. На краю рыночной площади стояла цистерна с пивом, ее обступили мужики с пенящимися кружками и весьма глубокомысленными для столь раннего часа взглядами. Конец апреля был необычайно жарким. По радио сообщали, что на юге Италии, Франции и Испании бушуют лесные пожары. Жара расслабляла, да и ночь он провел в стогу сена неспокойно. Не помогли купание в прозрачной речушке с галечным дном и энергичная чистка зубов, полотенце уже почернело, рубашка липла от грязи. Когда находишься в бегах, не до чистоплюйства, хорошо, если воротничок простираешь. Однажды он собрался с духом и заночевал в гостинице, но заснуть так и не смог. Гадал, не звонит ли администратор в милицию, даже окно открыл, чтобы в момент опасности выпрыгнуть во двор. Куда бежать разведал еще с вечера и паспорт забрал у администратора. Сказал, идет в сберкассу счет открывать. Лишь только одолеет дрема, слышатся голоса и сна, как не бывало. Поначалу он строил планы, как скрыться от любопытных глаз и жить при этом с комфортом. Казалось, проще простого, но то в теории, а на практике провалился план найти себе женщину, пусть постарше, но со своим домом где-нибудь на отшибе. В рекламном приложении большинство просили слать письма до востребования, а среди тех, чьи адреса ему удалось разузнать, дома были лишь у двух, да и те не свидетельствовали о достатке. Первые же увидела его насквозь, правда, она охотно выслушала его вымышленную, полную сентиментальных подробностей историю, угостила кофе, но под конец, рассмеявшись, сказала, «Мне бычок над корм не нужен». Вторая задыхалась от хлопот с детьми и хозяйством, ей просто-напросто не хватало в доме мужской руки. Виктор для этого был чересчур глуп и молод. Она, конечно, не возражала бы, но не хочется сплетен. Из-за детей. Женить бы, ничего не выйдет, ей с ушедшим мужем невыгодно разводиться. Создавалось впечатление, что публикация соответствующих объявлений о знакомстве усилила бдительность женщин, и для брачных аферистов настали трудные времена. Раньше они преспокойно женились, подговаривали супругу продать дом и пожитки, и потом исчезали с вырученными деньгами, в пику уголовному кодексу, под который их действия не подпадали. Виктор в колонии наслушался таких рассказов, но в большинстве своем победы эти существовали только в воображении собратьев по колонии. Внешние данные Виктора и манеры, привитые матерью, должны были обеспечить ему успех, но не тут-то было, он терпел фиаско. Ему не бросались на шею ни директорши комиссионок, ни счастливицы, которым заграничные родственники жаждали прислать к свадьбе кадиллак, и потом, разве такие женщины бывают незамужними? Скорее уж те, кто честно трудится на колхозных полях и в заводских цехах. Виктор размышлял об этом, потягивая вторую кружку пива в тени рыночного навеса. Настроение хуже некуда, брачный аферист из него не получился, гроша на исходе, куда податься, что предпринять? Сидеть бы в тенечке, ни о чем не думая. Будь, что будет, какая разница? Он собирался взять еще кружку пива, уже настроился преодолеть двадцать метров под палящим солнцем. Ну и апрель так его разэдок, как вдруг на рыночную площадь въехал большой десятиколесный грузовик, и из него выкарабкался парень с двумя молочными бидонами. — Давай, давай! — Эй, вы, с мелкой посудой, налетай, не жди. — Если я приложусь, ничего не останется, — крикнул пьющим владелец бидонов. Кое-кто и впрямь большими глотками допив свое пиво, поспешил протянуть кружку продавцу. — Рудис! — Ей богу, Рудис! Они сидели вместе в колонии для малолетних. Вначале Рудиса, благо он был из деревни, пытались вышучивать, но парень оказался упрям, и к тому же силен невероятно. Вскоре он и застенчивость твою преодолел, и любому мог показать, почем нынче деревенские. — Рудис! — Ух ты! Не верю своим глазам. — Вик Шик! — Ты что в этой кладбищенской норе делаешь? — Командировка? — Да так, с бухты барахты. — А что, в Риге работы нету? — Работы есть, башлей мало. — Башлей всем мало, мешками раздавай не хватит. — Эй, шинкарь! Рудис обратился к продавцу. — Налей к нам дважды по паре и еще вот в эти бетончики. — Но лей доверху, как полагается, я проверю. Там внутри зарубка, не дольешь, попляшешь у меня. Взяв в каждую руку подвиг кружки, Рудис повел Виктора под навес и принялся пересказывать последние серии своей биографии. Как на волю вышел, Рудис выдохнул, отпил большой глоток и продолжал. — Доктора нашли у меня какое-то плоскостопие, вот и тяну лямку. Подвернулась работенка электриком, халтург перепадает, жить можно, и вдруг у одной бабы от меня сопляк родился. Мозговал я, мозговал и махнул рукой, лады, женюсь, и оказалась жена высший сорт, хозяйственная бабенция. Как запряжется пыль столбом. Сейчас, правда, приутихло, второго ждем. — Я рад, что у тебя. Окей, ты доволен житухой, серьезно сказал Виктор, и лишь тот, кто его хорошо знал, мог уловить в голосе иронию. Теперь-то да, вначале думал, ну, пропал. У нее ведь земельный участок. Был момент или все к черту, или воровать. На зарплату электрика даже вместе с халтурками вигвам не построишь. А теперь хоть бахны. Теперь моя старуха по дому только на скотинке пару сотенных в месяц загребает. Председатель говорит, пусть приходит на ферму или еще куда. А ты дашь ей столько, сколько она не выходя из дома имеет, спрашиваю. Старому хрычу и крыть нечем. А меня уговорил на лес повал с гуцулами. Семь потов сходят, зато башляем. Еду варили по очереди. Смотрю, так недолго из голоду подохнуть. Подошел мой черед, слетал я к крестному, он как раз свинью зарезал, и такой ужин закатил, дружки гуцулы объелись и полночи за хлевом на корточках сидели. Давай меня уламывать иди поваром. А мне что? На кухне я с удовольствием. Всех кругом знаю. Как только кто скотинку режет, я тут как тут. Не задарма, конечно. В конце месяца рубчиков шестьдесят, а то и семьдесят с брата выходит. Но зато какая шамовка. Они ж меня на руках носят. Не пристроишь, а? Теперь уже не бог весь что. Масленица пару лет как кончилась. И я сам помаленьку навостряю лыжи, но с хлопцами свыкся. Нельзя сразу так взять и уйти. Мне хватит. Поговорить, конечно, могу. Первые дни в лесной бригаде Виктор выдержал только потому, что не хотел оскандалиться перед Рудисом, но вскоре попривык. Будь перед ним перспектива, хоть в какой-то мере его настоящая. Он, как знать, может, и почувствовал бы себя на какое-то время счастливым. Вроде Рудиса, имеющего в жизни точные и ясные цели, которых он достигает кратчайшим путем, как на танке. Нынче осенью подвести дом под крышу, следующим летом отделочные работы, а там пора откладывать на жигуленка. Если Даука меня найдет, суд зачтет добросовестный труд, как смягчающее вину обстоятельства. Бригадир напишет красивую характеристику и может попробовать заполучить меня на поруки, рабочие ему нужны. — Да уж как не вертись, а зад все сзади, прокомментировал Руди с положения Виктора. Где ж ты эти тысячи промотал? Я и десятой части от них не видел. Ворованное идет за бесценок. И разве тут помнишь об исполнительных листах? Тебя одна мысль гложет, как повеселее деньгу спустить. Теперь только начинает до меня доходить, что доли-то отдавать придется. — Да, лет десять под хомутом походишь. Допустим, не всегда половину срезать будут, но и четверть это немало. Ведь ты больше сотенной в месяц не сделаешь. А что сегодня сотня? Фукнул и нету. Тебе бы поискать работенку, где мало платит, то шофером автобуса, к примеру, днем как-нибудь, а вечером возишь в финскую баню, в выходные рыбачков на Чудское. В тот день Рудис согласился подвезти его до райцентра, и они отправились по лесной тропе к нему домой, за мотоциклом. Как всегда на склоне лета в лесу все пересохло, шагнешь в брусничник, а он шуршит, как тростник. По жаре примолкли птицы, и грустным было расставание с этим чистым сосновым бором, дарившим ему полные бодрящей свежести рассветы, с косулями, спокойно глядевшими издали на лесорубов, с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь кроны деревьев, сойкой, каждое утро дежурившей на одном и том же суку и вдруг взлетавшей, чтобы криком предупредить сородичей о грозящей опасности. Иногда в самую рань показывалась на дальней поляне лосиная семья. Присев в клеверной отаве, зайцы быстро-быстро жевали молодые листочки, и тут же рядышком лиса, вздымая хвост, большими прыжками ловила мышей. Раньше он ни в чем таком потребности не ощущал, но теперь знал, что первое время всего этого ему будет не хватать. Труд как необходимость для Виктора не существовал. Труд в его сознании всегда ассоциировался с подневольным принуждением. Хотя в воспитательных беседах с сыном отец проповедовал иные взгляды, да и с годами его собственное мнение тоже изменилось. В кругу их ближайших друзей и знакомых слово труд не употреблялось. В ходу были служба, звание, должность. Постановление правительства о сокращении числа служебных автомашин некоторых из них обидело до слез. Они почувствовали себя низкопавшими с того дня, как у подъезда перестала торчать Волга с изнывающим от безделья водителем. Теперь они открыто высказывали недоумение, демонстративно пожимали плечами. Сколько можно сэкономить на шоферских окладах? Пару тысяч в год с каждого. А не летят ли тысячи в трубу? Эх, и говорить тошно. Что такое пара тысяч для предприятия, даже для среднего колхоза? Чепуха. когда отец Виктора связанный с этими людьми лишь воспоминаниями юности опрометчиво заметил, что во всей Англии с ее огромным автопарком лишь несколько десятков человек имеют личного шофера, на него всерьез обиделись, посчитав эти слова враждебным выпадом. Они все считали себя атлантами, кто в области организации труда, кто в экономике, кто в торговле, и были твердо убеждены, что без их участия все развалилось бы и рассыпалось в прах. Они не были высокого мнения о так называемом рядовом труде, и своих детей с большим сомнением провожали в студенческие стройотряды, разве что в штаб заниматься организацией других, ибо слово труд связывалось в их понимании с недостатком образования и проворства. Однако это не мешало им заискивать перед слесарем домоуправления, когда надо было ввинтить парочку другую шурупов. На деле они таких людей презирали, как, впрочем, всех, кто не сумел завоевать в жизни привилегированного положения. Они умели изящно острить по поводу узкого кругозора мастеров, их дешевых сигарет, их одежды и даже по поводу своей снисходительности. Когда, например, строителей дачи или ремонтников кормили горячими обедами. Тут уж зависимость от прихоти мастеровых казалась особенно унизительной, но выхода не было. Людей с молотками в руках уже меньше, чем людей со вторучками, и к тому же таких становилось все меньше, кто соглашался на левую работу за счет своего отдыха. Вот почему приходилось терпеть неудобства безропотно. как не маскируйся, а человек чувствует отношение к себе лучше, чем иволга приближения ненастия, и мастера отвечали им презрением, прибивали и долбили как попало, а потом, если надо было оправдать негодную работу, несли всякий вздор об осадке фундамента, и смеялись над хозяином, когда тот, с важным видом выслушав разъяснение, уходил, полагая, что разобрался в тайнах строительства. В свое время, окончив школу, он, по счастью, лучше разбирался в высших премудростях, чем в делах земли грешной, так что источником дополнительного заработка строительных рабочих ничто не угрожало. Наивно было ждать от Виктора изъявления восторгов по поводу работы в лесу, пусть хорошо оплачиваемой, но неквалифицированной. Хватай, поднимай, тащи. С подъемниками, моторными пилами и прочими механизмами работали те, кто кончил соответствующие курсы. Да вряд ли и эти профессии могли дать Виктору чувство удовлетворения своим трудом. И заработки не прельщали его, как прочих. Дома он видывал суммы намного крупнее, домашнее воспитание настроило его на достижение куда более значительных целей. Возможно, даже таких, для штурма которых и способности не хватит. Родители ведь в их оценке редко бывают объективными. Чистолюбивым замыслом матери, как неизменное приложение, сопутствовали материальные блага, причем весьма значительные. И вот теперь они казались Виктору совершенно необходимыми для нормальной жизни. Квартира, автомобиль, дача, путешествия. Их не могли обеспечить никакие отменные заработки на лесоповале. Предстояло искать другие пути, кратчайшие. Двадцать пять лет уже прожито. Сколько там еще осталось? Лет десять-пятнадцать, нормальной жизни. Важно, чтобы ты их прожил шиком. Квартирные кражи, конечно, ребячество. Из этого возраста он уже вышел. Прекрасно было поработать в лесу, дать отдых нервам и укрепить здоровье при помощи столь рекомендуемой врачами физической нагрузки. Доказать себе и другим какой-то сильный. Теперь надо найти деловых людей. С некоторыми из этой братьей у него в колонии сложились неплохие отношения. Может, и примут как своего. Недотепа! Сколько времени потерял с тех пор, как вышел на свободу. Белла ему была нужна. Нет, чтобы устраивать свою жизнь. Он, видите ли, стал возщиком дров. Афера с шифером не в счет. То была случайность, импровизация. Все равно, что нашел тугой кошелек, который жалко отдавать в стол находок. И не более. Начнет жить на широкую ногу, Белла сама прибежит. Разок он ее пустит на порог, а в другой раз оставит за дверью. Отцу он написал несколько длинных писем, но ответа не было. Он писал о неудаче на вступительных экзаменах, о своей решимости следующей осенью опять попытать счастье, о здоровой работе в лесу ради заработка. Старика надо было и разжалобить, и разозлить, чтобы, читая его письма, он воскликнул. Ни один Вазов войский никогда еще не работал простым грузчиком. И позвонил кому-нибудь из своих влиятельных друзей. Пристроиться в Риге есть где? Озабоченно спросил Рудис. Найдется. Тогда порядок. В конце концов и на сотню прожить можно. Ты бы точно смог. У тебя потребности никаких, подумал Виктор, но сказать ничего не сказал. Он гордился, что к плебеям не принадлежит, что у него потребности есть. Междугородный автобус медленно разворачивался на узких улочках старинного городка, пока не вынырнул на рыночную площадь. И вдруг Виктору показалось, что и не было вовсе этих месяцев, проведенных в лесу, что это вчера стоял он в тенечке под крытым навесом и потягивал теплое выдохшееся пиво. Бочка на том же месте, мужики с глубокомысленными взглядами тут как тут. По утрамбованной земле ветер гнал песчаную пыль и обрывки газет. За это время он почти что не тратил денег. Лесорубы обычно работали от зари до зари, да и магазина поблизости не было, поэтому в кармане Виктора была приличная сумма. И привычными радостями не успел себя порадовать. Правда, однажды он подбил ребят перекинуться в картишки, но вмешался Рудис, который потребовал прекратить игру. Когда же он понял, что на его речи никто не обращает внимания, выказал таки мужицкое упрямство, сгреб часть колоды и бросил в огонь. Виктор Виктор попытался было что-то возразить, но Рудис, раскрасневшийся, заорал, что есть мочи. Здесь ворованные не в ходу, здесь все честно зарабатывают свои деньги. Физическая сила Рудиса пользовалась достаточным авторитетом. Хмуро, ворча, все игроки без исключения были высокого мнения о своем искусстве и верили в удачу, они разбрелись по углам и больше подобным образом развлекаться не пытались. Икарус выкатил на новую широкую автостраду, проложенную в обход городка, и мотор загудел на полную мощность. Люди подремывали в комфортабельных креслах. Их было немного, автобус набирая пассажиров завернет еще в три или четыре таких городка и только тогда возьмет курс на Ригу. За окном тянулись ухоженные холмистые поля, пастбища, рощицы, изредка мелькнет одинокий домишко, прячущиеся в купе деревьев, проплывали мимо огромные животноводческие фермы, над которыми как задранные к небу цепелины вздымались серебристые силостные башни. Автобус прибудет в Ригу под вечер. Сегодня ничего путного уже не предпримешь. Что скажет Нина, увидев его после долгой разлуки. Успеть бы купить цветы, темно-красные розы с бархатистыми лепестками, сколько бы ни стоили. Нине для настроения нужны цветы. Как ей объяснить, почему так долго не был, почему не писал, ничего не хотел знать о ней? Он не допускал и мысли, что ночь ему придется провести у цыган, с женщиной, к которой он был равнодушен. А в общем, добрейшей души человеком, сделавшей свой дом пристанищем голодных и бездомных. Фантазия рисовала в ярких красках предстоящую встречу с Ниной. Она умела окружать себя атмосферой тысячи и одной ночи. Рядом с ней женщина из цыганского дома казалась особенно серенькой и неприметной. Но Нина Черня категорически и без всяких объяснений отказалась его впустить. Они разговаривали через закрытую дверь. Разозлившись, он начал кричать и молотить кулаками. На лестничную площадку выглянули соседи и предложили ему немедленно убираться во своясе. Букет рос, он растоптал и расшвырял у ее порога, наговорив соседям глупостей и чуть было не попал в милицию. Благо у самой машины сержант сжалился над ним. Парень вроде трезвый и у него такой убитый вид. Наутро он стал донимать Марию расспросами. Искал ли его кто-нибудь и когда? Никто не искал. Как же так? Не искал. Из милиции ведь приходили? Нет, не приходили. Не может быть. Честное слово. Но участковый ты заходил, как бы между прочим, мол, узнать, как живешь, что поделываешь и все такое, никто не приходил. Тогда они наверняка расспросили соседей, не ночует ли у тебя кто? В нашем доме. Не ходят сюда спрашивать, знают, что бесполезно. В самом деле никто меня не разыскивал. Женщина помотала головой. У нее были жидкие свалявшиеся волосы. «Мне сегодня надо пораньше на работу», сказала она, вставая. «Если пойдешь куда, ключ положи на старое место. Никуда я не пойду, только на почтамт отцу звякну». На ней все висело. А эта фиолетовая комбинация — жуткая безвкусица. Женщина рылась в шкафу, выбирая, что надеть. «Я дам тебе денег на продукт», сказал Виктор. «Подай мне куртку». «Купи чего-нибудь сам, если увидишь». «Вчера давали болгарские помидоры». «Что-то у них там пошло кувырком. Почему они меня не ищут?» «Если бы искали, ясно, что начали бы отсюда, где застукали в прошлый раз». Далекая Мурманская область отозвалась тут же. Слышимость была на удивление хорошей. Отец поднял трубку сразу, после первого гудка, наверное, сидел за письменным столом. «Привет, па?» «Жив-здоров?» «Сколько не смотрю по телевизору прогноз погоды, у вас в Мурманске сплошные климатические капризы». «Сразу вспоминаю твои сердечно-сосудистые». «Мои письма получил?» «Пожалей себя, не гори на работе». «Ты откуда звонишь?» вопрос о письмах отец проглотил со стоическим спокойствием. «Из Риги только приехал, все лето вкалывал в лесу на ветровалах. Полезно для здоровья, но я не затем туда подался. Заколачиваю мощную деньгу, я тебе уже писал. На вступительных провалился, ну, не с треском, но двух баллов не хватило. Трудно тягаться с мальчишками со школьной скамьи. В жизни ничего не смыслит, но назубрились зверски. Хотя речь его не была продумана до мельчайших деталей, она журчала как ручеек. Сейчас он скажет, что категорически отказывается от денежных переводов, если отцу вздумается их посылать. Он ведь сам в состоянии заработать на жизнь. А вот если отец выразит желание помочь устроиться на работу, тогда другое дело. Учиться он будет на вечернем или заочном, для дневного отделения уже, пожалуй, староват. Да, документы подал, все решено окончательно, на экономический. Не мешало бы, конечно, найти работенку. Естественно, чтобы не с утра до вечера, а клад можно и небольшой. Из лесу привез кучу денег. Но если бы ты созвонил с кое-с-кем и попросил, к примеру, послушай, а может быть в том, что с тобой происходит, виноват не столько ты, сколько наследственность? Впервые слышу, что среди твоей или маминой родни были ущербны. Значит, ты мне не поверил. В ту чепуху, что ты нагородил в прошлый раз, конечно, не поверил. Просто мама придумала эту версию тебя жалеючи. Она не надеялась, что я стану порядочным человеком и хотела избавить тебя от лишних переживаний. Бедная ма, все-таки у нее было доброе сердце. И как она нас с тобой любила, почему я этого не ценил? Ты не Вазов войский. Мне, конечно, не все равно, как устроится твоя жизнь. Ведь я тебя воспитал. Но ты не мой сын, отец. Ты знал мать так же хорошо, как и я. Она не могла солгать. Она до последней минуты надеялась, что ты возьмешь себя в руки. И все-таки абсурд. Я в это не верю. Верить или не верить твое дело. Я в принципе считаю, что мы разные люди, понимаешь? Мне было трудно решиться на этот шаг, каким бы ты ни был, ведь надежда всегда оставалась. Теперь я старый, одинокий человек, и к тому же ты начинаешь исправляться. Отец, я, как бы то ни было, мать говорила правду. Когда она забеременела, врачи не советовали ей рожать. говорили, что это для нее опасно, что ребенок будет болезненным, и мы с ним намучаемся, что она будет несчастна. И все-таки она рискнула из-за меня, зная, как я хочу ребенка. Это было самопожертвование. Родился мальчик. Никогда, ни до, ни после, я не видел ее такой счастливой. И вдруг на третий или четвертый день она стала меня уговаривать усыновить еще одного ребенка. Я был удивлен, не мог понять, зачем. Она все рассказывала и рассказывала, какой это здоровый и подвижный мальчуган, что его мать, совсем молоденькая деваха, наверное, от него откажется, и как здорово было бы, если бы оба мальчика росли вместе. А я как-то пором отрубил нет. Боялся, умнее и сильнее, чем мой кровный. Теперь я понимаю, что с нашим сыном, видимо, произошло неминуемое, и она без моего ведома усыновила другого. Это абсурд. То, что ты говоришь, отец, нельзя так просто похоронить или усыновить, и еще без твоего согласия. Абсурд, отец. Не называй меня отцом, мне больно. Я сто раз об этом думал. Ты никогда не болел, почти никогда, во всяком случае, ничем серьезным. Такое здоровье, как у тебя, только поискать. Она рассказала бы мне все подробно, но не успела. Она никогда мне не лгала. Телефонистка прервала их, оплаченное время кончилось. Виктор выбежал из кабины и сказал, что доплатят, пусть продлят разговор, но пришлось заказывать заново. Он запросил срочный. Они поговорили еще пять минут, но ничего нового Виктор не узнал. Старик знаймолол свое о жене, которая никогда ему не лгала, и чужом ребенке, которого она хотела усыновить. Повесив трубку, он вышел на улицу оглушенный, в полной растерянности. Об устройстве на работу они так и не поговорили. Глава одиннадцатая Старик сидел в плетеном трехногом кресле, в самом углу застекленной веранды, и при свете падавшем с двух сторон листал истрепанный пожелтевший комплект журналов. На веранде все было таким же старым, как этот старик. Да и весь юрмальский домик, наверное, тоже, просто он выглядел свежее, так как его недавно покрасили. Домик был окружен ухоженным садом, и это говорило о том, что здесь обитают не дачники, а постоянные жильцы. Двойная детская коляска на лужайке и доносившиеся оттуда веселые щебетания принадлежали или, скорее всего, правнуком. У дверей веранды с улицы не было ручки, видимо, ее никогда не открывали. Светлая и достаточно просторная веранда почему-то служила складом старого, но еще пригодного для употребления барахла. Здесь хранились и обшарпанные шезлонги с латаной перелатаной тканью, довоенного выпуска велосипед, огромный, похожий на шкаф буфет, заваленный какой-то рухлядью, высокий, окованный бронзый ночник, середину занимал большой круглый дубовый стол. Стол был накрыт куском полиэтиленовой пленки, и на нем стояла тарелка с остатками еды, недопитый стакан чая в Нейзельберовом подстаканнике, уйма пузырьков с лекарствами, и были рассыпаны какие-то таблетки. Однако большую часть стола загромождали газеты, журналы, книги. Все покрывал толстый слой пыли. Ее не вытирали, наверное, несколько лет, и когда открылась дверь, мириады пылинок поднялись в воздух, словно тут только что выбивали ковры. Старик, несмотря на преклонный возраст, читал без очков и слышал хорошо. Не успел Виктор войти, как он устремил на него заинтересованный взгляд. Здрасте, пробормотал Виктор. Здравствуйте, здравствуйте, ответил старик, продолжая разглядывать его, как какую-нибудь каракатицу. Меня прислала к вам ранная. Эмма ранная. Милейшая ранная. Старик вдруг по-детски захихикал, как это любезно с ее стороны. И большое ей спасибо за поздравительную открытку. Получил, получил, изумительная открытка. Садитесь, молодой человек. Виктор огляделся, но так и не нашел, где присесть. На диван, что ли? С крутой спинкой и круглыми валиками по бокам, но диван стоял в противоположном углу, пришлось бы перекликаться через всю веранду. Я постою. Нет, нет, садитесь, садитесь. Возьмите шезлонг. Один из них еще вполне, вполне. Как поживает, милейшая Ранны? Работает, отозвался Виктор, раскладывая шезлонг. И вот он уже сидел напротив старика, так близко, что мог разглядеть обложку журнала и прочитать, что на ней написано. На переднем плане был пожарник в каске, за ним толпа людей и текст. Так гасят зажигательные бомбы, сперва песком, затем водой. Еще работает. Кто бы мог подумать? Ну, да, она ведь моложе меня. И все там же. Да, в больнице, ночной сиделкой. Верно, верно, старого человека к операциям не допускают. и что же она вас прислала, по какому делу? Она подумала, что вы мне можете помочь. Нет, молодой человек, я уже давно-давно не практикую. Как вышел на пенсию, так все. Даже инструменты свои раздарил. А инструмент у меня был хороший, немецкий, довоенный. Мне хирургическая помощь, доктор, не нужна. Но, может, вы припомните, ранне думает, что это было во время вашего дежурства. Одна девушка отказалась от ребенка 25 лет назад. И потом его подменили. Моя фамилия теперь Вазов Войский. Говорите громче, я не слышу. Вазов Войский. Женщина пробиралась по длинному холодному коридору больницы. Только халат шелестел в ночной тиши. Дверь в комнату дежурного врача была приоткрыта, он мыл руки, когда увидел крадущуюся вдоль стены и заметил безумный блеск ее глаз. Он испугался, но было поздно. Женщина вошла в кабинет, притворила за собой дверь, повернула ключ и, предостерегающе, прижала палец к губам. — Почему вы не в постели, больная? — строго спросил врач, собравшись с духом. — У меня есть брошь с бриллиантами, почти два карата. Я редко ее ношу, вазов войски не заметят. Она стоит больших денег, вы разбогатеете, и никто никогда не узнает. Старик шевельнулся, скрипнуло плетеное кресло. Он захлопнул подшивку и бросил на стол. Руки у него были еще достаточно сильные. — Чего же хочет от меня милейшая Ранна? — Она думает, что вы поможете мне разыскать ту девушку, которая тогда отказалась от ребенка. — Сколько я их перевидал. Приезжают сюда рожать неизвестно откуда, чтобы потребовать на этом основании комнату. Мы не можем больницу превращать в общежитие. Но ведь и на улицу не выбросишь. Пытаемся свалить эти хлопоты наисполком, а едва получат крышу над головой, а ребенки больше не вспоминают. Разве порядочные женщины являются невесть откуда? Ранне припоминает, что та была здешняя. Здешняя. Я и здешних видал. Но скажу вам, не всегда это плохо, когда от ребенка отказываются. Хорошие семьи годами стоят в очереди на усыновление или удочерение. Я ходил со всякими комиссиями по квартирам родителей. Грязные, голодные дети. Хорошо еще, если в тряпье укутаны. Не знаю, как теперь, но тогда лишить родительских прав было почти невозможно. Каких родителей мы должны предпочесть для ребенка, настоящих или приемных? Первым, ребенок нужен лишь для того, чтобы оправдать собственную леность и безделье тем, что у них на иждивении малолетний. А вторые хотят воспитать и воспитывают человека. Вроде она не то чтобы отказалась. Ребенка фактически подменили. — Этого не может быть. Это абсолютно исключено. Женщина впилась в доктора взглядом. Он попятился, вытирая о полотенце руки. Шаг назад, она шаг вперед. — Поймите, я никому не скажу. Я ради него, вазово-войского. Что ей, девчонки, с двумя-то делать? — Почему у нее двое, а у меня ни одного? — А? Мой сынок умер. Может, вы не знаете, но мой сынок умер. Неужто она не помнит, что произошло днем? Еще несколько часов назад в этом же кабинете она ругала всех убийцами и фашистами. Наверное, не стоило обращать на это внимание. Свежи еще были раны послевоенных лет. — Ребенок, — кричала она, — родился живым. Я сама слышала его крик. Кто виноват? Почему мальчик умер? Она отмахивалась от врача и сестер, требовала профессора Кротова. Старик приехал, познакомился с обстоятельствами дела и имел с ней долгий разговор в пустой палате. Когда он вышел оттуда, на него страшно было взглянуть, губы плотно сжаты, по лицу белые пятна. — Простим ее, коллеги, — проскрепел он. — Будем великодушны. Попробуем войти в ее положение. В такие минуты люди не ведают, что говорят. И засеменил прочь по коридору, постукивая тросточкой. — Так вы говорите, рано еще работает? — переспросил старик. Скрипнуло плетеное кресло. — Когда-то она бабочкой порхала вверх-вниз по лестнице, вверх-вниз с утра до вечера. Теперь уж не смогла бы. А, впрочем, кто знает. — Еще очень даже бодрое, — заверил Виктор. — А та девушка, — напомнил он, боясь, что разговор уйдет в сторону, — по словам Ранны, у вас тогда были большие неприятности, даже скандал. Кто их сосчитает, эти неприятности и скандалы? Девушка тогда еще училась. Кому же учиться, как немолодым? В старости ничего в голову не лезет. И зачем старому человеку учиться? На что ему все эти премудрости? В могилу с собой не возьмешь? Молодой человек потоптался у двери с медной дощечкой, на которой было выгравировано директор. Закрыто на два замка. Он разыскал учительскую, но и туда не попал. Надо найти кого-нибудь из персонала, они и подскажут, когда окончается урок и начинается перемена. Школьный звонок, далекий и позабытый, застиг его на лестничной площадке. Серебристые трели разнеслись по длинным пустым коридорам. Одна за другой хлопали двери, в коридор гурьбой высыпали девчонки-подростки. Появились и девчат постарше, с манерами взрослых дам. Он вспомнил, что этот техникум называют монастырем. И тут увидел невысокого, стройного мужчину с классным журналом-подмышкой. Мужчина отпирал директорский кабинет, звеня внушительной связкой ключей. Он выждал, пока мужчина скроется за дверью, и постучался. — Войдите! — раздалось, словно издалека. Оказалось, двери двойные, к тому же одна из них обита дерматином. Молодой человек поздоровался, и директор ответил. В его голосе и взгляде читался немой вопрос. — Я врач, — сказал вошедший. — Из родильного отделения центральной больницы. — Ах, это по поводу нашей студентки. Педсовет решил ее исключить. За прогулы без уважительной причины. — Видимо, если бы директор возражал, Педсовет не принял бы такого решения. Ведь между нами прогулы — это в данном случае только повод. Другие прогуливают и больше. Директор не возражал. — Чем могу быть полезен? — У вас что, другого пути нет, кроме исключения? — Нет. — Послушайте, товарищ директор. — Хочу, чтобы вы знали. Я пришел сюда не по долгу службы. Как врача меня совершенно не волнует, что она родит. Молодая, здоровая женщина. Если уж на то пошло рожать ее долг. Если бы она сделала аборт, вы бы ее не исключили, не так ли? Парадокс. Смешно, хотя и не до смеха. — Мне тоже. — Курите. Директор предложил сигарету. Они закурили. — Да вы присядьте. В коридоре прозвенел звонок к следующему уроку. Отсюда звук казался мягким и неназойливым. — У меня их тут без малого полтысячи. И почти все молодые. И, как вы говорите, способные рожать. Плохо, что одни девчата. Плохо. Привыкают к мысли, что на свете мало парней. Не упустить бы случая. А парни с гитарами околачиваются у общежития. Мы на всякий случай запираем уже в девять. Но все равно не удержать. Я вот удивляюсь, почему большинство все-таки остается учиться. Думал, может, потому что держу в ежовых рукавицах. Оказывается, не поэтому. Педагоги, кому девочки доверяют, говорят, все очень просто. Одни приехали в Ригу получить профессию, а другие развлекаться. Первым наша строгость помогает держать себя в узде, вторым ничто не поможет. Поэтому я не имею права давать им ни малейшей поблажки. Для вас она молодая здоровая женщина, призвание которой рожать, а для меня студентка, которой надо дать профессию. Она хочет отказаться от ребенка. Вот это новость. Директор встал из-за стола и забегал по кабинету. Пальцы, державшие сигарету, дрожали, и пепел осыпался на пол. Ну и ну. И теперь мною, как букой, будут пугать детей. Выбросил на улицу. И вы пришли, чтобы я оставил ее в общежитии. Почти угадали. Нет, в общежитии моего техникума младенцев не будет. Директор умолк, будто на миг заколебался и продолжал. Ладно, пусть напишет заявление об академическом отпуске. Девушка способная, успеваемость у нее хорошая. Потом наверстает упущенное. Пусть несет заявление. Я подпишу. Ей необходимо жилье. Ваш авторитет не пострадает, если вы разочек отступите от своих принципов. Вы законы знаете? Не знаете. Я уже не смогу выдворить ее из общежития. Только если взамен будет комната. Конечно, исполком мне такую комнату даст. Может, не сразу, но даст. А за счет чего, спрашивается? За счет жилплощади, которую должны получить наши педагоги. Хорошо, если нам выделяют хоть что-то один раз в два года. Преподавательница химии работает в техникуме с первого дня и, заметьте, терпеливо ждет своей очереди. Шесть человек на шестнадцати квадратных метрах. Пойдите и скажите ей, что надо подождать еще пару лет, потому что одна сопливая девчонка играла в папу-маму, пока не доигралась. У меня духу не хватит. Директор нервно закурил новую сигарету. Вы ей передайте, что самое разумное написать заявление об академическом отпуске, по состоянию здоровья и точка. Я ведь не заинтересован, чтобы это ЧП бросило тень на весь техникум. Девчонки и так по углам шепчутся, а толком никто ничего не знает. Ее подружка, которая подменила нашу красотку на медосмотре, пробкой у меня вылетела из техникума. А эту мамашу кто-нибудь в больнице навещает? Кажется, нет. Хорошо. Это очень хорошо. Заглохнут толки. Вы напрасно волнуетесь насчет техникума. Его репутация, какой была, такой и останется. Ни замалчивания, ни разглашения ничего не изменят. Давайте лучше поговорим конкретно, чем мы, сообща, можем ей помочь. Я как врач, и вы как педагог. Любопытно, как же мы можем ей помочь? — Лично я умываю руки. Пусть думают родители. У нее нет родителей, одна бабушка. — Она сама вам это сказала? — Да, мы разговаривали. — Минуточку. Директор выскользнул за дверь. Вернулся он не сразу. В руках у него была тонкая папка салатного цвета. Ее личное дело. Он подал папку врачу. Мать работает в сельсовете. — Отец в колхозной строительной бригаде. Есть, конечно, и бабушка, сестры, и есть брат на два года моложе. — Извините, я вас задержал, — заторопился врач. — Ничего, ничего. Полезный обмен мнениями. Но заявление пусть подаст, я подмахну. Он вдруг стал паотически заботливым, как и подобает победителю. Я, конечно, понимаю. Была ей охота возвращаться домой с детем и без мужа, но... До свидания. Врач дал себе за рог никогда не пытаться что-то втолковывать администратором. Он был зол на себя за свою наивность и доверчивость. Старший коллега, без пяти минут пенсионер, выслушав его рассказ об этом визите, посмеялся в свое удовольствие. Вот и не суй нос в чужие дела. Ишь, заступник. Работай на совесть, потом выходи на пенсию. Вот и вся премудрость. Не понравилось Виктору лицо старика. Вроде бы сама любезность, а во взгляде какое-то затаенное коварство. Ранны сказала, что родилась двойня. У той женщины. Она только не знает, двое мальчиков или мальчик и девочка. А я вот не помню. Меня в это дело не впутываете. Старик тяжело задышал и уставился в окно, хотя в саду все было по-прежнему. Мне восемьдесят два. Так сказать, на краю могилы. А вот, милые ранны, коли доведется встретить, низко кланяйтесь от меня. Вцепившись в подлокотники, он стал подниматься с кресла. У него были тонкие высохшие ноги, штанины висели мешком. Мелкими шажками он проковылял к дивану и прилег, положив голову на валик. Говорите, что ничего не знаете, а сами просите, чтобы не впутывали. Ничего не знаю, честное слово, можете мне поверить. Это звучало почти плаксиво. Я не хотел. Я бы ни за что и не впутался. Но они не могли без меня обойтись. На документах нужна была и моя подпись. И они принялись меня уламывать. Я сопротивлялся. Да-да, я долго не соглашался, даже предостерегал, как бы это не выплыло наружу, а они снова за свое. Они боялись той женщины, у которой умер ребенок. Придет моряк, потребует расследования. Заведующий отделением не решался взять ответственность на себя. Нашей вины тут нет, любая экспертиза подтвердит, возразил молодой коллега. Этот чокнутый идеалист бегал к директору техникума. Сам мне потом рассказывал. Ну и получите нового зав. отделения, в сердцах сказал заведующий. — Неужели ты думаешь, что мы могли ребенка спасти? Не об этом речь. Во время войны немцы мобилизовали моего брата в латышский легион. Теперь это наверняка откроется. — Какое все это имеет значение? — не понял младший коллега. — Я уже говорил, чокнутый идеалист. — Для тебя никакого, а для отдела кадров имеет значение. — Обязательно найдется какой-нибудь очень бдительный товарищ. — Не верится. — Зато ты веришь во многое такое, чему действительно не следовало бы верить. — Что ты предлагаешь? — Эта соплячка отказывается от своих двойняшек окончательно и бесповоротно. — Она не передумает? — Завтра предупредила в последний раз будет кормить. И я не думаю, чтобы ее кто-нибудь переубедил. Она словно забралась в бетонный дот. Ее не то что словом пушкой не прошибешь. — Отказывается что-либо слышать, видеть, понимать. Все, что я говорю, как об стену. Вчера я не выдержал. Она будто моченым кнутом стеганула. — Чего вы от меня хотите? Если понадобится совет, я сама у вас спрошу. — Все ясно, — ответил я. — Заглядывайте почаще. Будем ждать. Закон на вашей стороне. — Наверное, зря я так. Аранный мне говорит. Этот парень вовсе ее не бросил. Вчера опять переговаривались через окно. Долго мурлыкали. Дети есть дети. К сожалению, у этих детей, у самих уже дети. Такой век. Еще и не то увидим. Вот что мне пришло в голову, раз уж мы завели этот разговор. Заведующий отделением прикусил губу. С точки зрения закона это, может, и не совсем. Но с другой стороны. Женщина, у которой умер ребенок, в таком отчаянии, что готова на все. Кто знает, кому еще она будет предлагать взятку. Потом будет поздно. Если уж решаться на что-либо, то немедленно. Разве она хочет обоих? Да. Одного выдаст за своего, а второго усыновит. Лучшей матери не найдешь. В детдоме с двойняшками труднее, — наморщил лоб молодой коллега. Я собрался уходить, но они меня не отпускали. Им нужна была моя подпись. Я сопротивлялся. Я говорил, это может всплыть. Они уверяли меня, что никогда, если держать язык за зубами. А я по-прежнему боялся подписывать, хотя они уже заставили меня взять ручку. Теперь ты видишь, мои опасения подтвердились. Где больше двух, не говорят вслух. Может, до тебя не доходит, почему я боюсь сказать тебе то немногое, что мне известно. Будешь в моем возрасте, поймешь. Все так думают. В старости, вот когда можно будет рисковать в волю, нечего терять, чепуха. Твоего остается так мало, что начинаешь все ценить вдвойне. Взвешиваешь до миллиграмма. Что пользы, если ты разыщешь эту особу? Беспокойство тебе и беспокойство ей. И уходи. Не тревожь меня. Я старый человек. Мне вредно волноваться. Разволнуюсь и амба. Бесстыдник. Нет, чтоб пощадить старика. Ты собираешься затаскать меня по судам. Старик закрыл глаза и ровно задышал. Заснул буквально на глазах у Виктора. А ведь такие надежды возлагались на этот визит. Пришлось уйти. Только когда стукнула садовая калитка, старик приподнял голову. Ушел. Дай-то Бог, чтоб навсегда. Надо сказать невестке, чтобы какое-то время никого не впускала. Пусть, говорит, очень болен при смерти. Старый врач был доволен собой. Даже горд. Сумел-таки отстоять свой принцип. Не суй свой нос в чужой вопрос. Дряхлый, больной, а глянь, как выстоял. На станции Лиелупе в электричку набилось много народу. Видно, в яхт-клубе закончились соревнования. С моста виднелась стайка треугольных парусов и моторных лодок, а грибные двойки, четверки и восьмерки перебрались на правый берег. Виктор сидел у прохода, размышляя о старике и ранне, которая послала его к нему. Нет, продолжать поиски без архивов — пустое дело. А какая польза от архивных материалов? И как к ним подобраться? Вот если усыновление произошло через детский дом, дело другое. Но детей ведь просто подменили. Какого лешего я вообще в это встрял? Что это мне дает? Просто удовлетворяю собственное любопытство и больше ничего. Электричка приближалась к следующей станции. Кто-то, проходя мимо него, остановился, обернулся и хлопнул по плечу. — Здоров, Коля-Коля. Гроссмейстер карточной игры. Ишь, загорел, округлился. — Здорово, седай. Пиджачок в обтяжку исчез, уступив место просторной куртке в клеточку. И рубашка не из дешевых. Сандалеты. С виду, ну, прямо мужик средней тупости, квалифицированный работяга, имеющий в новом районе двухкомнатную квартиру, стены которой он аккуратно оклеил импортными обоями, а в углу поставил купленный в рассрочку цветной телевизор. Толстая жена, непослушный ребенок, сиамский кот и выдрессированная теща, когда хозяин дома и пикнуть не смеет. Сегодня, извольте видеть, искупался в море, выпил пару пива и теперь ждет, не дождется сойти с электрички и закурить. — Выйдем в тамбур, дело есть. Виктор встал и последовал за ним. — Как же туха? — спросил Виктор. В тамбуре больше никого не было. — Случается. Позавчера Франко-бригадир банк взял. Таракан землю ел, обещал отмазаться. — Мишка, — фон Фирчик был. — Какой таракан? — Васька таракан, с золотыми фиксами. Ну, этот, рот как ювелир-торг. — Тебе шкары не нужны? Хорошие, новые? Неси в скупку, кварт заработаешь. Повернувшись спиной к застекленным дверям, чтобы его не было видно из вагона, Коли-Коли вытащил из-за пазухи помятые брюки большого размера. — Мне коротки, — сказал Виктор. — Да не себе, продать. — Ношеные брюки? — Ну, я продавал. У меня были эти с бирками, марка, много взял. На пляже подфартило. Только сегодня, так, мимоходом. Старый фраер с часиками, солидный. Раздевался на песке. Рубашка ничего, даже бабочка при ей. Лезет в воду, плюх-плюх по животику. Куда гнида часы сунул, я так и не усек. Часики на батарейках. Ночью нажмешь, лампочка горит. Не проглотил ведь? В песок закопал, не иначе. В корочке глянул. Там только связка ключей. Ну, думаю, в брюках будет. А рубашка тебе не нужна? Виктор покрутил головой. Как бы эти брюки толкнуть? Найди мне, кто это сделает, — не отвязывал с Коли-Коли. Рубах тоже первый сорт. Набалакал с три короба. Видно в восторге от краденной одежонки. И связывает с нею свои ближайшие планы. Виктор подумал, что более отдаленных планов у Коли-Коли и быть не может. Будущее его не вызывает сомнений. Разве что неизвестно, в какую колонию попадет после суда. Статья, как всегда, кража личного имущества граждан или бродяжничества. Вероятно, уже теперь во сне видит, как бегут здороваться с ним дружки, когда он в числе новоприбывших появляется в очереди у вещевого склада за матрацем и одеялами. Как дружки спешат к завскладам торговать матрац потолще и одеяло поновее. И дружки же сделают, чтобы он дрых среди своих и столовался среди своих, и в первые вечера соберется вокруг него Кодла, и он будет травить байки о далекой, экзотической стране Свобода, где он провел свой отпуск. У молодых дрогнут ноздри, когда он скажет, что случалось, ему видать и голых баб, а которые постарше похлопают себя поляшком и одобрительно крякнут, «Ну, Коля, Коля, ну, старый хрыч, ты даешь!» И никто не усомнится ни в чем. Все поверят, что именно так оно и было. И так будет и с ними, когда они, в свою очередь, выйдут погулять на свободе. Потом посыплются вопросы о предварилке, карантине и прочем, кого из знакомых встретил, за что сидят, сколько дали, куда посадили, а потом сообща будут решать, куда бы спрятать всего ничего, дензнаков, бывших у Коли-Коли в момент ареста и припрятанных им при первой же возможности в шов, чтобы не нашли во время обыска вертухаи. В этом деле Коли-Коли был мастак. Этому его учить не надо. Из рук любого контролера выскользнет, как намыленный. «А про часики он просто выдумал», — решил Виктор. «Не было часов, это уж точно. Не хочет Коли-Коли выглядеть в моих глазах мелким крысятником, старается создать впечатление, что задумал крупную кражу. Сам ты гнида, а не тот старик, что голышом бегает теперь по пляжу и, может, пока не понимает, что это не дружеская шутка, а что его действительно обокрали. Ты и твои дружки, все вы гниды. До вас и не доходят, какие вы гниды. Но не мне же вам это втолковывать. Другими вы все равно не станете. Зато открой я на вас варежку, со злости можете двинуть мне обухом по башке или всадить нож в спину». «Ну, а ты, — спросил Коли-Коли, будто прочитав мысли Виктора, — при Волге, небось? А уж навкалывался. И где же это? Носом землю рыл. В лесу работал. Ну и балда. В зоне еще навкалываешься. Хорошо платили. «Значит, вот что тебя тревожит. Сыграть охота!» — сделал вывод Коли-Коля. Его же самого беспокоили краденые вещи под мышкой. Он сунул под куртку руку и примял их, чтобы не выпирали. «Отдам Франке бригадиру. Загонит». Его вся Рига знает. «А если сыграть охота, отведу к вдове. Как спущу эти шмотки, сам тоже подключусь. Местечко, что надо. Теперь все наши там. Гагораж, борька, пермидон. В прихожей сымаешь корочки, тапки подносит. Паркет, понимаешь?» «Водяра по ночной такси, зато закусь на тарелках. Там не подадут в бумаге. Стол со скатеркой, пепельница, культура». «Это не возле диетической столовки. Во-во, третий этаж, пятая квартира. Мартыновна. Скажи, от Коли Коли?» «Да что я тебя вкручиваю? Сам многих знаешь. Гагораж, Франька бригадир, Борька пирамидон. Пусть кто выйдет и подтвердит, что ты свой, на араба не пустят. И на меня можешь сослаться. Я Мартыновну предупрежу. Вряд ли скоро у меня дело серьезное. Силком не тащим. Но на всякий случай я Мартыновне скажу. «Зачем вообще такой вот Коли Коли существует на белом свете? Лучше уж пулю в лоб и аминь. А зачем я существую? Может, тоже лучше пулю? Ведь никто ничего не заметит. Даже те, в чью пользу взыскивают по исполнительным листам, даже они слезинки не прольют. Глава двенадцатая. Лето на излете. Столы на рынке ломятся от изобилия овощей и фруктов. Погода солнечная. И в море купаются не только моржи, но и вполне обычные люди. Раньше в это время в церквах оглашали имена новобрачных, сказала мать, глядя в окно на кроны деревьев, в которых уже появились желтые и рыжие вкрапления. Дом, где жили ветсберзы, обступали клёны и каштаны. Их вершины почти касались крыш. Деревьев было немного, но достаточно, чтобы не создавалось впечатление, будто живешь на пустыре. И ваши с отцом имена тоже оглашали. Что ты? Мы были неверующие, в церковь не ходили. Я там только до войны бывал, когда бабушка брала меня с собой. Вы поженились в деревне или в Риге? В Риге. Мать пристально взглянула на Эрика. Он уплетал завтрак, не подымая глаз от тарелки. Как и каждое утро. Почему ты спрашиваешь? Просто так в голову пришло. Мы перебрались в Ригу, поженились, родился ты. И отец подался на заработки. Спасибо, бегу. Сегодня буду позже. Заседание комиссии. Пока Эрик надевал куртку, мать рассказывала. Соседи по дому узнали, что он избран депутатом и готовят для него жалобу. На грязные чердаки и сырой погреб, где все плесневеет. Ладно, сделаем воскресник. Через две недели. Вряд ли они пойдут на воскресник. А я не собираюсь один чистить эти чердаки. Так им и передай. Пусть даром не марают бумагу. Привет. В автобусе, покачиваясь на сиденье, Эрик задумался и едва не проехал свою остановку. В последнюю секунду выпрыгнул через заднюю дверь. Вот уже два дня, как в нем поселилось беспокойство. В душу закралось подозрение. Он снова и снова пытался припомнить разговоры с матерью об отце, о его отъезде. Еще когда он был мальчишкой, то заметил, что некоторые детали ее рассказа меняются. Время отъезда, количество писем, описание условий работы на севере и даже места пребывания отца. Казалось странным, что мать никогда не заговаривала об отце первой. Инициатором всегда был он, Эрик. Хотя по логике вещей должен ведь существовать день свадьбы с фотографированием. Десятки мелких, достойных особого внимания деталей, дорогих любящим друг друга людям. Первое знакомство и первый поцелуй. Даренные цветы. Эмоции отца, когда он узнает, что у него родился сын. Мог же он, наконец, опоздать на свидание или вымокнуть до нитки, ожидая суженую. Каждый человек словно облеплен крохотными приключениями, подробностями личной жизни. А вот у его отца ничего подобного. Наверное, поэтому сын никогда не мог представить себе его как человека во плоти. В рассказах матери отец являл собой начертанный углем эскиз. Романтическую легенду. Эрику, естественно, хотелось в нее верить, но, откровенно говоря, уже в старших классах верилось с трудом. Оказалось, что он не один у кого отец с такой романтической судьбой. Отцы уезжали на новостройки Сибири. В легендах об отцах фигурировали и моряки, никогда не возвращавшиеся на берег, и разведчики, работавшие на благо родины, где-то за кордоном и не имевшие права писать домой. Среди матерей же не было почему-то ни одной легкомысленной особы, которой кто-то когда-то вскружил голову посулами вечной любви, соблазнил, а потом скрылся. Вполне может быть, что ложь об увитых славой отцах на первоклашек еще не оказывала воздействия, но годы шли. Изменить в легенде ничего уже было нельзя. И в конце концов эти байки, словно старые пики, оборачивались против самих же сочинительниц. Подростки и чистой правде не верили. Когда Эрик шел через проходную, вахтер встал по стойке смирно и отдал ему честь, приложив два пальца к козырьку. Шутка. Теперь он проделывал это каждое утро с тех пор, как Ветсберза избрали депутатом. Ближайший путь в раздевалку вел мимо стекловарочных ванн. В их жерлах пылало пламя. Багровый отцвет падал на хлопочущих здесь рабочих. Навстречу шли люди из инструментального склада, неся формы, выдувальные трубки и прочий инструмент. Эрику приходилось раз по двадцать здороваться, пока он добирался до раздевалки. Все это гудение пламени в печах, стук башмаков по цементному полу и деревянному верстаку, опоясывающему ванны, залитый адским светом прокопченный цех, скрип колес вагонетки из пристройки, куда подвозили песок для составщиков шихты, лента конвейера, которая, дернувшись, приходила в движение, хотя нечего еще было пропускать через лер для отжига, и сама напряженная заводская атмосфера перед началом трудового дня, все это помогало обрести душевное равновесие, придавало уверенности в себе. Навязчивые мысли об отношениях матери с отцом отошли куда-то на второй план, на потом. На алмазном участке заработала трансмиссия, кое-кто уже направлял наждак, занятие трудоемкое и нудное. Эрику достались в наследство от Йоста шведские точильные камни. Он знал, что эти камни были предметом всеобщей зависти. При всем разнообразии форм он, не задумываясь, мог взяться за любую работу, непосильную для других. Эрик пододвинул к себе ящик с заготовками, заменил камень деревянной шайбой, проверил, не заносит ли ее превращение, и стал наносить разметку на вазы. Шестнадцатиконечные звездочки должны были находиться на одинаковом расстоянии одна от другой. Достаточно сдвинуть одну, как, соответственно, сдвигаются и остальные, и ваза пойдет разве что третьим сортом. Разметка, как и любая другая операция, конечно, была необходима, но высококлассный специалист выполнял ее механически. Смоленой камешек на деревянном диске касался своей гранью заготовки по центру и еще раз по центру, только с противоположной стороны. Затем по окружности сантиметрах в десяти от основания орнамент не должен соскользнуть слишком низко, и снова по окружности сантиметрах в десяти от верхнего края орнамент не должен подниматься и чересчур высоко. И вновь по тем же линиям, уже успевшим побледнеть. Делая эту работу, Эрик мог думать о другом. Меня зовут Виктор Вазов-Войский. Быстро вас освободили. К вашему сведению, через пару дней после ареста. С каких отпор жулики стали неприкосновенными. Спросите у Дауки. Вы тоже с ним знакомы, правда? Ощущение необычное. Видеть своего двойника и разговаривать с ним. Одинаковой была даже прическа. Это вызывало ни с чем не сравнимое чувство неловкости. Однажды он испытал такое чувство, совсем недавно, на телевидении. Его пригласили на круглый стол, посвященный профессиональной ориентации молодежи. Он тщательно подготовился к передаче, желая дать зрителям, возможно, более полное представление о заводе. Даже понаделал диапозитивов. Они должны были дополнить сказанное и заинтересовать. Не привлечь, а именно заинтересовать. Редактор передачи провела в углу фойе маленькую репетицию. Репетиция прошла удачно. И они отправились в студию. Эрика не смущали люди с экспонометрами, микрофонами и блокнотами, сновавшие в закутке между камерами операторов и прожекторами осветителей. Не пугали электронные часы на высоких штативах по обе стороны от столика. Моргающие цифры показывали, сколько времени в запасе у говорящего. Не волновали вопросы редактора, звучавшие теперь совсем по-иному, не так, как на репетиции. Пугали его четыре телевизора. Установленные в нескольких метрах от столика, на их экранах он мог лицезреть самого себя. Это, видимо, было необходимо для корректировки позы и движений. Более опытные выступающие, наверное, так и делали. Но Эрика это совершенно выбило из колеи. Ему казалось, что он превратился в четыре разных лица. И в то же время отвечает за них, за всех. Огромное, невыносимое чувство ответственности. Он уже не способен был думать, о чем говорит. На все вопросы отвечал наспех, дежурными фразами. О диапозитивах и вовсе забыл. Он был занят тем, что думал, куда деть руки, как повернуть голову, какое плечо поднять повыше и какое опустить пониже. Казалось, те четверо ему не подчиняются. Он хотел повернуться так, а они поворачиваются иначе. Он хотел только чуть-чуть приподнять глаза, а они уже буравили взглядом потолок. В разговоре с Вазовым войским возникло сходное ощущение. Эрик раздвоился. — Ради бога, не занимайте денег от моего имени, — попытался шутить Эрик. — Нам надо поговорить. — Только не здесь, не у проходной, а то мне завтра не отделаться от расспросов, — сказал Ветсберс. — Приглашаю в ресторацию пять небоскребов. — Стоит ли, у меня мало времени. — О, там обслуживают мигом. Это недалеко отсюда. Они молча шагали по узким улочкам, мимо покосившихся деревянных домишек, дышавших все же семейным теплом и уютом. Все знали, что этот квартал подлежит сносу, и на его месте воздвигнут 22-этажные здания. Все понимали разумность этого, а все-таки в глубине души было жаль и домиков, и улочек, утрата, которую не восполнить. Лишь начисто лишенным воображения людям могло казаться, что здесь одни лишь пыльные переулки, ветхие заборы, неудобные квартиры, да старые, уже не дающие урожая, яблони. — По-моему, поблизости никаких ресторанов нет, — хмуро сказал Эрик. Когда они отмахали с полкилометра. — В конце концов, не все ли равно, где говорить? — буркнул он, пройдя еще несколько кварталов. — Есть ли это так важно, как вы утверждаете? — Не заметили, как на нас смотрят? — Мы очень похожи. Это бросается в глаза. — В школе тоже был один похожий на меня мальчик. Не помню его фамилию, — холодно ответил Эрик. Я где-то читал, что почти все президенты имеют двойников. И не только президенты. И денежные тузы, и кинозвезды боятся, что их похитят, подменят. — Пришли здесь за углом. Через узкие двери магазинчика протискивались наружу мужчины с бутылками и бумажными свертками в руках, и тотчас скрывались в соседнем дворе. И Виктор вынырнул из ловчонки с двумя парами пива. — Куда массы, туда и мы, — сказал он. За длиннющим забором, на котором огромными буквами было написано «Осторожно, стройка!» Работы ведет Су-57, простиралась недавно заложенная строительная площадка. Железобетонные панели, полузасыпанные ямы с дождевой водой, траншеи для коммуникаций. На огромной территории виднелось несколько зеленых островков, посреди которых торчали концы бала, карматура, все, что осталось после сноса деревянных хибар. Кирпичные дымоходы, потемневшими перстами, грозили небу. В кустах красной и черной смородины шныряли старухи, собирая урожай. Какой-то мужчина в шляпе выкапывал хрен. Рядом с ним на земле стояла высокая корзина. Корзина была почти доверху, полна кореньев. — Нелегко будет тащить, — подумал Эрик. Примастившись у железобетонных панелей, мужики разливали вино пограненным стаканом, закусывали с ножа рыбными консервами и вели задушевные беседы. — Ресторан, что надо, верно? — усмехнулся Виктор. — Я не могу здесь оставаться. О, разместимся по соседству. Там меньше посетителей, и никто не мешает мыслить большими категориями. Не следует отрываться от масс. У нас, народа, тоже свои проблемы. Как с утра похмелиться и к вечеру окосеть. — До свидания. — Погоди. Виктор взял его за руку. — Этот ресторан — сущая ерунда по сравнению с тем, что я тебе сейчас скажу. — Сдается мне, ты мой брат. Ты мой брат-близнец. У нас не только одинаковая внешность. Мы и родились в одном месяце и в одной и той же больнице. Так что сомнений быть не может. Только я по документам на два дня старше. Смоленой камешек на деревянной шайбе. Круговая линия в десяти сантиметрах от основания заготовки, чтобы орнамент не соскользнул чересчур низко. Он пытался восстановить свое душевное состояние в ту минуту, когда Виктор заявил об их родстве. Нет, он не был к этому готов, хотя предчувствовал нечто подобное, вышагивая рядом со своим двойником. Но, услышав это от Виктора, он упрямо, едва ли не яростно отказывался поверить очевидному. Потому что не хотел верить, отмахивался от приводимых фактов, лихорадочно выискивал контраргументы. Ему этот человек был неприятен, но повернуться и уйти Эрик не мог. Другой возможности выяснить это недоразумение, — говорил он себе, — не представится. Я остаюсь, чтобы выяснить истину, установить, что никакого брата у меня не было, нет и не будет, отмести необоснованные подозрения от матери. Уговаривал, убеждал себя и все же был сам не свой. У меня есть брат. Брат, брат, как теперь вести себя дома? Как ни старайся, по-старому не получится. Надо поостеречься, чтобы мать не увидела Виктора. Она больна, для нее это может кончиться плохо. И ничего больше у нее не спрашивать. Утром она и так выглядела встревоженной. Где уж ей в одиночку было управиться с двумя мальчишками? Мать-одиночка. И все равно это не оправдание. Понять можно, оправдать нельзя. Кто-то легонько стукнул его по плечу. Эрик обернулся, увидел Витальда. Из-за шума не было слышно слов, и Витальд жестами показал, чтобы он выключил агрегат. Эрик слез с высокого табурета и вышел с Витальдом за дверь. «Одолжи до получки», — сказал Витальд. «Сколько?» «А сколько ты можешь?» «Надо прикинуть». Зинка из резального продает модные туфли. Купила, а жмут. «Хочу взять для Сони, ей в самый раз». Прошла третья неделя, как Витальд вернулся из наркологической лечебницы. Держался пока молодцом и работал как волк. Соня расцвела, помолодела. Но внимательный человек мог прочесть в ее глазах полный страха вопрос, надолго ли. «Пошли в раздевалку, посмотрю, что у меня там в кошельке». «Я с получки отдам». «Ладно, слышал». «А если Виктор ошибается?» «Конечно, может быть и ошибка. Пока до конца не проверено, нечего и голову ломать. Дни рождения почему-то не совпадают. Виктор на два дня старше. Стоп!» «Может, это его очередная мошенническая выходка?» «На всякий случай надо позвонить в милицию следователю Дауке. Как мне сразу не пришло в голову, что все это может быть обыкновенным жульничеством? Хотя, что он может у меня выманить? Ничего. Ровным счетом ничего. И все-таки Дауке надо бы позвонить. После работы Эрик должен был встретиться с Виктором. Вазов-Войский надеялся за эти дни раздобыть новые факты. «Добрый вечер. Привет. Куда пойдем? Какая разница? Особых новостей нет. Сдается мне, я нашел объяснение, почему не совпадают дни рождения. Если меня подменили, то я ведь живу с датой рождения того, другого ребенка». «В принципе, верно. И еще. Сдается и у тебя мать ненастоящая. Тебя тоже усыновили». «Чем дальше в лес, тем больше дров. Что ты еще наплетешь? С больницей у меня все. Больше сведений не наскрести. Может, ты попробуешь? Вот с чего не умею. Сходи, поговори. С кем? Сестрички, доктора. В городском архиве у тебя нет связей? У меня нигде нет связей. Ты думаешь, в архиве еще хранятся больничные документы тех лет? Где-то должны же они храниться. Двадцать пять лет, многовато. Ну, бывай. Как-нибудь объявлюсь вечерком. Где ты работаешь? Свободный художник. О работе в другой раз. Мой трамвай идет. Ты женат? Дети у тебя есть? Бывай. Почему мать мне никогда не говорила, вот здесь, в этой больнице, ты появился на свет? Странно. Кажется, матери обычно это говорят. Здесь ты родился. За этими окнами. Здесь ты родился. Звучит замечательно, торжественно. Почему же мне никогда этого не говорили? Вечером, за ужином, он нервничал, боялся, что слово, сказанное не в попад, может выдать его с головой. Но временами исподволь смотрел на мать, как на чужую женщину. В конце концов, уговорил Ивету удрать в кино на последний сеанс. Прошло еще несколько беспокойных дней. В мозгу у него складывались версии, одна другой причудливей. Эрик старался задержаться на работе подольше, иногда выручало какое-нибудь затянувшееся заседание в исполкоме, и все-таки ничто не помогало, нервы были напряжены до предела, в любую минуту у него могло вырваться все ложь, мать. Я имею право знать правду. Наконец Виктор объявился снова, и оказалось, что он, Эрик, ждет его с огромным нетерпением. Он уже испытывал к нему какое-то родственное чувство. Они оба были обмануты, но связывало их, пожалуй, не только это. — Я придумал, — сказал Виктор. — Мы должны начать с другого конца, с тебя. Меня подменили. На меня не может быть никаких документов. Зато если тебя усыновили... — Дошло? — Не совсем. — Если тебя усыновили, записи о тебе должны быть в детдоме. Я узнал, в каком. — Ай да. А вось еще застанем директора и врача. Насколько я знаю, таких сведений не выдают. Но это не значит, что нельзя попробовать. Они направились к ближайшей троллейбусной остановке. — Знал бы я, что ты сегодня придешь, и что же? — Привел бы показать свою дочку. — Шустрая девчонка. — Не надо, — поморщился Виктор. — Почему? — не понял Эрик. — Потом она закидает тебя вопросиками. Заврешься, как сивый Мерин. И подумай, что она наговорит дома. Ни к чему это. Детдом размещался в бывшем особняке, в тихом переулке в тени высоких ясеней. Со стороны лужайки, отделенной от улицы декоративным забором из кованого чугуна и рядом серебристых елей, доносился хор детских голосов. — Опоздали, — сделал вывод Виктор. Все же тяжелая наружная дверь поддалась, и они очутились в просторном вестибюле. Стены и потолок были обшиты дубовыми панелями с цветными гербами. По всей вероятности, то были гербы знатных ливонских родов. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами. — Похоже, здесь жил маркиз или граф, — озираясь по сторонам с оттенком почтительности в голосе, сказал Эрик. — И ты. — Я надеюсь, и ты здесь жил. — Потопали наверх. Директора везде и всюду сидят на втором этаже. В коридоре, тоже обитым деревом, но менее дорогим и без гербов, они услышали два исполненных ненависти женских голоса. — Нет, тут определенно есть живые люди, — усмехнулся Виктор. Разговор доносился из директорского кабинета. Они переглянулись и решили обождать у дверей. — Вы — женщина! — Вы должны понимать материнское чувство. У меня сердце разрывается. — Верните мне ребенка! Она выла так, что мороз по коже подирал. — Отдайте мне ребенка! Я хочу воспитывать сама! — Воспитывать? — Нет, не воспитывать вы хотите. — За четыре года ни разу к Стелле не пришли. Вас не интересовало, здоров ваш ребенок или болен? — Я не могла. Я работала на дальних рейсах. Даже письмеца вы Стелле не прислали. — Да-да! Она уже читает. Она исключительно одаренный ребенок. Если вам ее отдать, малышка получит травму похуже, чем в прошлый раз. — Да не нужна она вам! Я знаю, вам она не нужна! Я открытки слала ко всем праздникам, к октябрю, к маю, несколько раз. Где они, мои открытки? — Будьте человеком, не калечьте ребенку жизнь. Вы уже достаточно зла ей причинили. Стелла почти уже вас забыла, примирилась, понимаете? — Отдайте мою доченьку, мое дитя! Перестаньте выть. Не ребенок вам нужен, а справка, что ребенок существует. — Я связалась с руководством по месту работы вашего мужа. Через неделю — заседание комиссии по распределению жилой площади. Кому из вас пришло на ум, что неплохо бы получить лишнюю комнату за счет Стеллы? Вам или вашему мужу? — Ах ты! — Все, разговор окончен. У вас на Стеллу никаких законных прав. Идите. Эрик глянул на Виктора и удивился. Зубы стиснуты, на скулах желваки. Их взгляды встретились, и они поняли, что думают об одном и том же прочь отсюда. Но в этот момент дверь распахнулась, и прилично одетая женщина, с перекошенным от гнева лицом и красными заплаканными глазами, выбежала из кабинета. Они были поражены. Думали увидеть тупую, грязную, опустившуюся. — Вы к директору? — спросила девушка в белом халате медработника. За все время спора она не проронила ни слова. — Да, мы хотели... — Пусть войдет, — сказали из кабинета. — Вы двое по одному делу? — хотела спросить директор. Маленькая, сидеющая женщина с открытым умным лицом, но, разглядев просителей, замялась на полусловие. — Садитесь. — Чем могу быть полезной? — Минуточку. Эви, у нас кофе есть. Свори, пожалуйста. — Вы ведь пьете кофе, не так ли? — Да, конечно, — машинально пробромотал Эрик. — Ну-с, пока Эвочка сварит нам кофе, мы можем поговорить. — Только чур ничего не скрывать, иначе я не смогу вам помочь. — У кого из вас язык лучше подвешен? — Итак, как вы познакомились? Виктор бросил на Эрика тревожный взгляд и сказал. — Разрешите мне. — Мы познакомились в кино. — В Гайсме. — Сеанс окончился, зажегся свет. — Я смотрю. — Словом, мы очутились рядом. — Смотрим друг на друга и не верим своим глазам. Потом начали встречаться, разговаривать раз, другой. Я вспомнил, что как-то отец обронил фразу. — У вас лично двое родителей? — Было двое. — А у вас? — Только мать. — Но я боюсь у нее что-либо спрашивать. Ей нелегко было меня воспитать. Я ей многим обязан. — Похоже, вы близнецы, — весело сказала директор. Эви принесла дымящийся кофе. Комната наполнилась ароматом. — Только, милые люди, мы близнецов недели. Кто желает усыновить, должен брать обоих. Я директорствую здесь уже больше десяти лет, но мы никогда не разлучали двойняшек. Может, раньше поступали иначе, но не думаю. — О, я еще не все рассказал. Источник информации мой папаша. Между прочим, мы родились в одной больнице. И едва ли не в один день. Вот сколько мы уже выяснили. — Рассказывайте, рассказывайте. Ведь мы же условились подробно и безутайки. Я вас внимательно слушаю. Кофе пили маленькими глотками. Слушая, директор кончиками пальцев поглаживала щеки. Она старалась угадать, сколько правды в рассказе Виктора. Хорошо, если половина. За его словами крылась какая-то большая трагедия семьи вазовых войских, если уж старый морской волк бросил в Риге все и отправился в добровольное изгнание, где ведет аскетическую жизнь мученика. Какие бы мотивы он ни придумывал, на самом деле, это попытка искупить грехи. Старик, видимо, чувствует себя виноватым. А признание матери? Унес бы его с собой в могилу, имея он хоть малейшую надежду, что сын еще может стать человеком. Отец сильно разочаровался в сыне. Не исключено даже считает, что смерть любимой жены — результат поведения сына. — У вас есть судимость? — внезапно спросил и директор. — Да. — Продолжайте, продолжайте. — Нынче все осведомлены о генах и наследственных болезнях. Все же рискуют. И правильно делают, так как счастливый билет в этой лотерее дает выигрыш, крупнее которого нет на свете, дает возможность продолжить себя, реализовать то, чего сам сделать не успел или не смог. Теперь ведь воспитывают ребенка не для того, чтобы был кормилец на старости лет. Наоборот, родители отдают себе отчет в том, что придется помогать детям, даже когда родятся внуки. — Трудно будет выяснить, — сказала директор, когда и Эрик рассказал о себе. — Трудно. Двадцать пять лет прошло. При моем предшественнике архиву не уделяли никакого внимания. Выпала документация за несколько периодов. Вы полагаете, что Эрик усыновлен. Но это с одинаковым успехом могло произойти и на первом, и, скажем, на пятом году его жизни. — Если бы мне было четыре или пять, я бы помнил какие-нибудь детали, память у меня хорошая. Я помню, дядюшка Йост, наш сосед, принес мне деревянную лошадку, и я не мог на нее взобраться. — Не новая, но еще послужит, — сказал дядюшка Йост. — Как сейчас помню. А раз не мог взобраться, значит, мне было не больше трех. Вы не пробовали окольным путем расспросить мать. Этого я делать не буду. Однако для выяснения истины, — хотел было вставить Виктор, но Эрик перебил его, — истина в том, что она меня воспитала. Это ее заслуга, что я сегодня тот, кто я есть. В глазах Виктора мелькнула насмешка, но он промолчал. — Мы с Эвочкой покопаемся в документах, однако предупреждаю, надежд мало. Позвоните через недельку. Директор взяла листок бумаги и написала на нем номер телефона. — А как вы думаете, мы братья? — спросил Эрик. — Возможно, но не обязательно. — Правда, это не должно мешать вам жить, как братьям. Она рассмеялась. — Я читал, что у близнецов схожи папиллярные линии, — сказал Виктор, кладя в карман листок с телефонным номером. — И о совпадении групп крови тоже кое-что читал. — Это уже из области судебной медицины. В ней я не разбираюсь. Директор встала из-за стола. — До свидания. — Спасибо за кофе. Будьте здоровы. В коридоре ждал приема какой-то мужчина с унылым лицом. Когда они спускались вниз, старинная лестница поскрипывала. Было время ужина, поэтому служайки уже не доносились детские. — Как с работой? — Устроился? — В принципе. Но впрягаться неохота. Пока мы с тобой не распутаем эту детективную историю, это ведь может затянуться, деньга меня пока не поджимает. Кто знает, вдруг в десятой серии детектива я обрету родителей, которые повернут мою жизнь на сто восемьдесят градусов. Как же? Начнут выплачивать тебе пенсию за незаслуженные страдания. Жениться тебе надо, детей завести. — Какую работу обещают? — До трех сотен в месяц. Гуляешь из магазина в магазин и чинишь тару. Заведи со мной блат, будешь иметь кусок колбасы и пачку масла. — Рассуждаешь, как мальчишка. — Не понял? — Стоять с молотком — это не ремесло. Сегодня тара деревянная, а завтра металлическая или пластмассовая, и опять ищи работу. — Но платят лихо. — Да может, платят и прилично, но ты при этом никто, вроде рассыльного, кому настоящей работы не доверишь, только и всего. И по утрам ты идешь не на работу, а будто на каторгу. И всегда тебе будет казаться, что мало заплатили. Слушай, я поговорю с начальником цеха. — Да оставь ты меня в покое. Я же тебя не трогаю. — Не хочешь? — Не надо. — Кумас возу хватит спорить. Может, мы вовсе и не братья. Я совершенно серьезно могу поговорить. Мне не откажут. Отложим до следующего раза. Они еще не успели расстаться, когда Эви на одной из архивных полок нашла нужные папки с документами. Чтобы не бегать вверх-вниз с каждой папкой в отдельности, речь шла о периоде времени в несколько лет, она сложила их на левую руку, как поленья. — Ох и тяжелые, — сказала Эви, вывалив весь этот ворох на директорский стол и принялась массировать себе руку. Пыль взвелась столбом. — Что ты принесла, деточка? Директор взглянула на нее из-под лобья. — Из архива? — Тут все в кучу. Накладные на продукты, банковские документы, инвентаризационные акты. Разве я просила тебя об этом? Я решила, завтра не выйдет. Вы весь день будете заняты. Я думала, помогу. Эви, ведь ты разумная девушка. Я действительно, ты думаешь, мы найдем? Впрочем, может и найдем. И как, по-твоему, что мы найдем? Я вас не понимаю. Фамилию той женщины. Правильно, Эви, фамилию той женщины. Фамилию женщины, которая родила двойню. А эти ребята ищут мать. Мать. Не поняла? Девушка в замешательстве помотала головой. А это не мать. Не мать. Теперь не военное время. Теперь дети у матерей не пропадают. Теперь их теряют с умыслом. Мне этих ребят жаль. Ну, скажем им фамилию. Ну, дадим адрес. Они пойдут по адресу и встретят грязную алкоголичку. Ты же знаешь, чьи дети к нам поступают. Но не все же такие. Не все. Правильно. Но ведь это поступок, которому нет оправдания. Самое подлое предательство. Она будет перед ними плакать, лгать, клясться. И они простят. Верь мне, они ее простят. Так как они ищут мать. И это слово для них святое. И потом это с позволения сказать. Мать повиснет у них камнем на шее. Но, может быть, никаких может быть. Разве люди, воспитавшие этих ребят, не заслуживают, чтобы их по меньшей мере пожалели? Ты понимаешь, каким это будет ударом для них? Что делать? Нести обратно? Нет у нас документов за этот период времени. Не сохранились. То, что они братья, они установят и без нашей помощи. Я не знала, что вы можете быть жестокой. Нет, я не жестокая. Я просто хочу быть справедливой. Может ли ложь быть справедливой? Иногда, вероятно, может. Но Виктора слова директора не остановили. Он искал другие источники информации. В родильном отделении больницы и за ее стенами. Сведения были довольно расплывчатыми, но после просеивания кое-что могло изгодиться. Глава тринадцатая Как в той песне поется «И опять, и опять?» — спросил Виктор. Эрик ничего не ответил. Он неотрывно смотрел на официантку. Казалось, она навечно застряла в дверях, через которые полагалось выносить чудеса кулинарного искусства. Он ждал, чтобы она сдвинулась с места, а она ждала, когда стихнет очередной порыв резкого осеннего ветра, который в этом кафе на открытой веранде просто свирепствовал, трепал полосатые полотняные зонты, явно намереваясь разорвать их в клочья, гулял по столикам. Она уже заработала насморк, и руки у нее были красные, озябшие, хотя она и старалась подольше побыть на кухне. Несколько посетителей, торчавших за столиками, вызывали у нее ненависть. Не будь их, администрация закрыла бы это заведение, и она бы давно уже работала в тепле, как все порядочные люди. — Два кофе и... и два по сто водки, — заказал Эрик, но карандаш официантки не запрыгал по блокноту. — Насколько мне известно, водки в нашем кафе никогда не было, — высокомерно сказала она. — Коньяк. Эрик повернулся к Виктору. Тот одной рукой оберегал от ветра помятые листки бумаги, а другой ставил на них какие-то таинственные знаки. — Бери ликер, такая же дрянь, но дешевле. — Двести ликера? — Какого? У нас их несколько. — Покрепче. — Бенедиктин, — уточнил Виктор. — Депутат, дай-ка мне ту княженцию. — Прошу тебя. — Извини, старик, забыл, больше не буду. — Посмотри-ка, где улица Спаргелю. — Знаешь, кажется, дома мне больше не верят, — начал Эрик, листая краткий справочник. Иве-то еле сдерживается. Вот-вот пойдут расспросы, пока ей гордость не позволяет. Я говорю, занят на подготовке пожарной команды. Сейчас до меня дошло. Она ведь может позвонить в депо. — У тебя красивая жена. — А ты откуда знаешь? — Не знаю, мне так кажется. Почти угадал. Может, и не писаная красавица, зато хорошая. — Так, улица Спаргелю. Ориентир — один. Улица — Красотаю. — Далеко, отсюда далеко. Нам надо бы... В этот момент официантка принесла заказ и, не сказав ни пожалуйста, ни приятного аппетита, удалилась. Виктор отпил глоток тепловатого кофе и вылил в чашку ликер из стакана. Разве так вкуснее? Скорее проймет сверху донизу. Адреса в центре пометим, скажем, буквой А. Те, что подальше, в сторону юглы, буквой Б. Каждый район обозначим индексом, иначе потеряем время бестолку. Мудрец. Мудрец и красавец. Вдвойне мудрец. Кофе с ликером и в самом деле можно пить. Улица Пиена. Найди. Нечего искать, я и так знаю, где она. Первым троллейбусом до конца. По дороге к троллейбусной остановке Виктор думал о жене и дочери Эрика. Неправда, он знал их не только по его рассказам. Девчушка совсем еще крохотная, что о ней скажешь. А вот в Ивите была какая-то степенная величавая красота. И он завидовал брату. Всякий раз Ивета вспоминалась с ребенком. Будто без ребенка вообще не существовало. И он поехал посмотреть на нее еще разок. Теперь было проще. Виктор знал, когда она выходит с ребенком гулять. Он почувствовал, что зависть начинает перерастать в ревность. Виктор осмелился пройти совсем близко от нее, пряча лицо. Да, это была она. А такое он всегда мечтал. Белла? Недоразумение? Яркая погремушка не больше. Белла погремушка. Нина страсть. Как он обманывал себя с этими женщинами? Эрик с Иветой, конечно же, счастлив. Такое вот благородство и умиротворенное спокойствие женщины не может не делать мужчину счастливым. Виктору стало необходимо раз или два в неделю видеть ее. Но когда Эрик решил познакомить его с Иветой, он категорически отказался. Наш положительный герой думал, что Ивету можно даже посвятить в их заговор. Но Виктору было ясно, что таким образом брат хочет оправдаться перед женой за свое вечное отсутствие по вечерам. Берегись. У близнецов одинаковые вкусы, сделанные веселостью, сказал Виктор. Ты тоже об этом читал? Нет, я об этом догадываюсь. Эрик рассказал, что библиотекарша дала ему статью о близнецах в медицинском журнале. Близнецы, живущие вместе, тратят максимум усилий, чтобы отличаться друг от друга и таким образом подчеркнуть свою индивидуальность. А близнецы, живущие раздельно, обладают одинаковыми вкусами, их прельщают одни и те же блюда, им нравится одна и та же музыка, и у них одинаковые увлечения. Англичанок Фреду и Грету Чаплин, до 30 лет живших раздельно, по очереди пригласили в один и тот же магазин. Всем на удивление они вышли оттуда, купив одинаковые платья. А Джанетта и Айрен Гамильтон при своей первой встрече были буквально шокированы. Обе носили одинаковую прическу и одежду, и даже их подружки на школьных фотографиях оказались похожими. Виктор слушал край муха. Он думал об Ивите, вспоминая, как впервые увидел ее. Было часов девять или десять утра. Он возвращался с совершенно дикого полуторадневного карточного марафона у Мартыновны. Утомленного, одуревшего от длительного бодрствования, его не брал даже алкоголь. И вдруг ему пришло в голову, что надо бы увидеть жену Эрика. Он понимал, что это глупо. И все-таки сошел с трамвая, нашел такси и велел водителю ехать в эту даль. Долго сидел на скамейке под деревьями, ждал, когда она выйдет с ребенком погулять. И едва Ивета показалась в дверях, сразу узнал ее, хотя раньше никогда не видел, разве что на маленькой фотокарточке, которую Эрик носил с собой в бумажнике. У Мартыновны игра шла по-крупному. Дух захватывало. Виктор за несколько часов просадил почти все, что оставалось от заработанного в лесу. Он вышел из игры, имея рублей десять в кармане для решительной ставки. Решил подождать, когда внутренний голос опытного игрока скажет ему «давай». Коли-коли был пустой уже к десяти утра. Они оба с тараканом куда-то смотались и вернулись со столовым серебром. И вдова Мартыновна купила его у них по сорок копеек за грамм. У нее были черные пластмассовые весы, как в фотолабораториях. А Коля-коля за сорок отдавать не хотел. В скупочном магазине дают девяносто. «Поищите другого покупателя. Может, дадут больше», — вежливо сказала Мартыновна. Обиделась. Таракан стал Колю-колю уламывать, опасаясь, что вдова откажется от покупки. Наверное, больше некому было загнать серебро. Виктор подумал про старика-скупщика, но промолчал, ибо Мартыновна могла серчать, а ему, мелкой сошке, расположение хозяйки дома было больше, чем кстати. Пока торговали серебро, Франко-бригадир проиграл кожаную куртку, оцененную в двести рублей. Выигравший взял ее и небрежно через плечо бросил в угол. Хлопнувшись о стенку, куртка упала на пол, да и осталось там лежать. Прослышав о большой игре, явился Борько-Пирамидон. У него были с собой деньги и еще провонявшая нафталином шапка из выдры. — Чур моими гадалками, — сказал Пирамидон и положил на стол нераспечатанную колоду карт. Невысокий мужчина, почти непрерывно выигрывавший, безразлично пожал плечами. — Если окажутся разного размера и с проколами в углах, смотри. — Уловил? — На, проверь, чтоб потом не каркал. И он оттолкнул от себя нераспечатанную колоду. — Пирамидона тут все знают, — зашелся Борько. — Лады. Победитель не упорствовал в своих правилах, зная, что упрямство может обернуться плохо даже кровопролитием. Сам он выглядел не ахти каким силачом, назвался немцем, а походил на цыгана и карты тасовал по-простецки сбоку. — Че тасуешь, как барышня-крестьянка? — распетушил Спермидон. — Боюсь, спугну тебя прежде времени. Заржали в голос и тотчас налили по-новой. Кое-у-кого глаза посоловели, после каждого банка покрупнее чернявый победитель отсылал к Мартыновне за водкой, но сам пил мало. Желая хоть как-то окупить проигрыш, неудачники не расходились, курили сигареты и папиросы, попивали на дармовщинку и изображали из себя болельщиков-триумфатора, ставившего выпивку, хотя с превеликим удовольствием увидели бы его обобранным до нитки в одних подштанниках. Долгое время игра шла с переменным успехом, чего только не выделывал с полученными картами, похожей на цыгана игрок, дышал на них и мял, но девятки от этого десятками не становились. Несколько раз куртка Франки-бригадира переходила от одного хозяина к другому. Наконец ее выиграл Гагараш и к большому неудовольствию Франки напялил на себя. Немца-цыгана здесь никто толком не знал. Он не хвастал годами, проведенными на Севере Дальнем, но татуировка на руках свидетельствовала о том, что сидеть ему приходилось. Он вообще был немногословен, сказал «зовут Фредом» и «баста». Вот уже месяц, как он то и дело объявлялся у вдовы, то выигрывал, то проигрывал, но никто не ожидал, что привалит ему такое везение сегодня. Следовало, правда, признать, он одинаково хорошо играл в любую из карточных игр. Наконец Виктору показалось, что момент настал, и он попросил карту. Вроде все в ажуре, вроде к месту и картинки, и цифирь, по восьмерку включительно. Играя в такой кампании, оставаться на тринадцати было бы не только легкомысленно, но и не солидно. Он сыграл, конечно, на все, получил туза и мигом остался без копейки в кармане. Давненько такое с ним не случалось. И вдруг особенно ясно почувствовал, что спешить ему некуда. Можно торчать здесь безвылазно, куда пойдешь. Уже не хотелось сходить с Эриком по адресам, не искать теплого местечка у старых приятелей, сумевших после отбытия срока опять устроиться по соседству со складами, шерстопредельными или торговыми предприятиями. Правда, перебрал он в уме с десяток вариантов, как мигом обзавестись деньгами, чтобы еще сегодня продолжить игру. Но все они были хуже некуда. Рисковать без нужды не было смысла. Тогда он предложил в соседней комнате Мартыновне свою нейлоновую куртку. Вдова отказалась. Товарец не первой свежести. Тем временем в зале комната и вправду была построена в виде зала, со звездообразно выложенным паркетом и изразцовой печью с камином, уже по самую решетку заваленным окурками. Проигравшие потребовали поменять игру. Условились в рамс. — Валяй вместо меня, пока я малость дерябну, — сказал Виктору таракан, кошелек которого тоже в конец отощал. Старый трюк — как заманить удачу. Никто в этот фокус не верил, но, дойдя до ручки, все раз за разом его испытывали. Какая-то логика в этом была. Ведь на чужие деньги человек играет точнее и хладнокровнее. Как бы там ни было, но Виктор начал для таракана исправно выигрывать. Почти на каждый кон что-то перепадало — трешка, пятерка, даже пятнадцать рублей. Таракан сидел в углу, как на иголках, жевал мундштук беломора и опрокидывал рюмку за рюмкой. Видно было, как лихорадят и немцы-цыгана. Кончилось с тем, что он веером разложил по столу карты и сказал — гляньте, нужны новые. Все сунулись к картам, будто не мяли они их в ладонях, загибали в определенных местах, прочерчивали ногтями риски. Каждый старался пометить новые, чтобы при следующем коне знать, кому пошел этот туз или та десятка. Метить карты таким образом не считалось преступлением. Это было в порядке вещей. Кому топать? Игроки отводили взгляды. Идти ясно должен один из тех, кто уже давно хлещет дармовую водку. Пошли отговорки. Да торгуют ли поблизости картами. И, мол, надо узнать, когда в магазинах обеденный перерыв. В киоске напротив и в галантерейном на углу, — авторитетно заметил Гагараш. Я схожу, — поднялся Виктор. Нет, почему же ты, — занервничал таракан, — ты шпиляешь, так и сиди. Прошвырнуться надо, башка дурная. А приходуй. Таракан принялся отсчитывать Виктору пятую часть выигрыша. — Слышишь, Шила? — Сам сегодня не играй. Тебе не светит, — наставительно произнес Коля-Коля. На столе появилась кучка мятых рублевок. Виктор сунул деньги в карман. — Сколько брать? — спросил он. — На все. — Но бери дешевые. Все равно скоро менять. В киоске сидела старушка в очках с толстыми стеклами. Карты были, но только однотипные. Надеясь найти с другой рубашкой, Виктор дошел до галантерейного магазинчика. Здесь были другие, но выбора тоже никакого. Виктор купил три колоды и пошел обратно. Тяжесть из головы постепенно улетучивалась. Пятая часть от добычи для таракана не так уж много, разве что для начала. Он вступил в игру. Через полчаса у него опять осталась одна мелочь в боковом кармашке. — Самому играть не следовало. Коля-Коля был прав, — мрачно подумал Виктор. — Просто некуда деваться. О завтрашнем дне не хочется думать. Снова лучшее из всего, что его ожидает, — это посиделки на интерес. Единственное утешение почти все проигрывали. Фортуна снова улыбалась Фреду. Меняли карты, брали новые колоды, но все оставалось по-прежнему. Счастье, как репей, прилипло к цыганистому. Понемногу стали расходиться те, кто остался вовсе без денег. Две ночи к ряду им все равно не выдержать. По просьбе Мартынны, кто еще стоял на ногах, уводил за собой пьяненьких. Зал потихоньку пустел. После полуночи осталось всего несколько человек. Виктор решил вздремнуть ненадолго. Проснулся он вдруг, словно его потревожили, хотя игроки, как и прежде, беседовали в полголоса. Удивился. За окном светало. Фред сидел к нему в профиль. И внезапно Виктор его узнал. Узнал резко очерченный рот, нос. Все это время им владело ощущение, что он уже где-то видел Фреда, но не мог вспомнить где. Теперь вспомнил. Мужчина у газетного киоска на улице Лицавас вытаскивает из портфеля и подает киоскерши запечатанные колоды карт. Своим странным поведением он тогда привлек к себе внимание Виктора. Киоскерша спрятала комплекты под прилавок. И они еще о чем-то долго разговаривали. Теперь до Виктора дошло. Те колоды были меченые. Видимо, и там неподалеку была квартира, где собирались картежники. В таких случаях всегда нужны новые нераспечатанные колоды. И, естественно, покупают их в ближнем киоске, где он побывал сегодня. И в галантерейном магазинчике наверняка можно купить только меченые. Поэтому и не было никакого выбора. Киоскерши за это презентуются шампанское или бальзам, продавщица в галантерейном, флакончик духов или губная помада. Им-то что? А здесь гребут лопатой. Пока играли картами пирамидона, выигрывал то один, то другой, то третий. А как только пошли в ход карты из киоска, загребать стал он один. Виктор встал и, будто разминая ноги, обошел вокруг игорного стола. Он никак не мог решиться сказать «Коле-коле с тараканом» или не говорить. «Нет, нужны доказательства, иначе нечего и затевать». Виктор поднял с пола выброшенные карты. Перед тем, как распечатать новую колоду, проигравший бронясь швырял озимь старую. Обычная шутка, на которую никто не обижался. Следы щепков, сгибов, царапин. Нет, определенно не то. Эти метки возникли потом, в процессе игры. И в углах не было никаких шероховатостей, сделанных для ощупывания кончиками пальцев. Значит, разгадка в орнаментированных рубашках. Как Виктор не старался, никаких дорисованных знаков он обнаружить не смог. Но, занятый изучением карт, перехватил тревожный взгляд Фреда и понял, что он на правильном пути. «Еще два круга, дольше не могу», посмотрев на часы, вдруг заявил Фред. Партнеры пытались протестовать, но напрасно. Виктор вышел в туалет и разложил на полу всю колоду рубашками кверху. Наконец-то. Сомнений быть не могло. Орнаменты одинаковые, но оттиски на разном удалении от бока или конца карты. Это не ошибка типографская, а несовершенство типографской техники. Купив несколько комплектов, можно их переформировать в определенной последовательности. Пики рисунок сдвинут влево, у бубен вправо, трефы в один конец, у червей в другой. Вероятно, можно найти более конкретные комбинации, но хорошему игроку и этого достаточно, чтобы объегорить остальных. Увидев в прихожей телефон, Виктор подумал, что Фред пожелает вызвать такси и выдернул из трубки провод. Идти или не идти в зал? Лучше не идти. Взяв с вешалки куртку, Виктор вышел на лестницу. Дверь с автоматическим замком захлопнулась. Поднялся этажом выше и стал ждать. Затем решил, что нужна засада получше. Спустился вниз и встал за газетным киоском. Минут через двадцать на улицу вышли четверо и, не подавая друг другу рук, наскоро распрощались. Коли-коли и таракана среди них не было. Немец-цыган пошел в сторону центра. Значит, ищет такси или частника. Он один. Это облегчает дело. Только надо выждать, пока скроются из виду остальные. Да и в квартире кто-то остался, может появиться в любую минуту. Виктор поднял воротник и быстрым легким шагом по самой кромке тротуара пошел вслед за Фредом. Если покажется такси, он его перехватит. А там видно будет. Главное, чтобы Фред не уехал один. Внезапно Фред побежал. На пустынной ночной улице гулким эхом отдавались его шаги. Если успеет добежать до бульвара, там люди уйдет. Но разница в возрасте сказывалась. Вскоре Фред, тяжело дыша, прислонился к стене. Не подходи, прохрепел он. Нарвешься на бритву. Виктор остановился в двух шагах от него. У Фреда в руке действительно была бритва с коротким широким лезвием. Че тебе? Выдохнул Фред. Свои гроши. Всего-то. Он перевел дыхание. Обычно пытаются захапать все. Дыхни я о твоих художествах. Был бы ты как решето. Почему? Потому. Обставил всех подчистую. Не простили бы. И самим вышка повстречались бы в белых тапочках. Косые все. Кто в таком разе о вышке помнит? Стоит одному начать, остальные прикончат. Мартынне пришлось бы жить на голую вдовью пенсию. Убери бритву, бриться будешь дома. Сколько твоих было? Сто семьдесят. Дам тебе три. А ты, между прочим, фартовы шпиляешь. Трех мало. Двинули, пока олегавых не видно. Лады, дам четыре. Больше не могу. Не жлоб я, но больше никак. Сколько, по-твоему, я рванул? Куска два. Как бы не так. Тысяча сто с мелочью. А у меня должок на шее. Я в это кодло, где хлещут, как сапожники, и не сунулся бы. Додеваться некуда. Двигай на юга, на курорты. Так я ж только оттуда. Пустой номер. Много таких умников. И все в Сочи или в Пицунду. А там, оказывается, с денежными мешками на перекрестках не стоят. Кто сумел деньгу заиметь, тот ей расход знает. Не подберешься. Они с тобой играть не станут. В своем круге шпиляют. А у меня еще татуировка и цыганистая вывеска. Тут в Риге та же история. Парк Зейдань-Дарс. За километр обхожу, чтоб не примелькаться. Все, никак на лафу не выйду. Сведи меня с торгашами. В долю возьму. Можем потолковать. Серьезно? Только вряд ли они шлепают в ближайший киоск за гадалками. Будь спок. За один круг все, что на столе, на свои поменяю. На, забирай. Фред протянул ему пачку денег. Ровно. Пересчитывай твоя воля. Мне считать не надо. Я беру на ощупь. Виктор взял пачку, не пересчитывая. Потом оказалось, что в ней ровно четыре сотни. Надежды, которые он связывал со старыми знакомыми, орудовавшими когда-то в хозяйственной части, на поверку оказались чересчур радужными. Все, кого он сумел разыскать, или действительно замкнулись в своей скорлупе, или притворились паиньками. Он надеялся, что им нужен человек, умеющий смотреть в оба и держать язык за зубами, а при случае рискнуть за приличную плату. Он лелеял надежду, что годы, проведенные им в заключении, окажутся хорошей гарантией и даже рекламой, но вышло наоборот. От имевших судимости в денежных местах отделывались любой ценой, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кроме того, многие из бывших уже успели так съехать вниз по служебной лестнице, что от их воли немногое зависело. Чинить тару в магазинах максимум, что ему предлагали. Но ведь и это могло стать зацепкой к знакомствам в кругах торгашей. Может, мостик выведет туда, где играют тузы? И может, помощь Фреда вовсе не понадобится? Хватит придуманного им шулерского способа. Однако место человека с молотком еще не освободилось, через месяц не раньше. — Ты все еще не работаешь? — спросил Эрик, когда они вышли из троллейбуса на кольце. Опять за свое. — Хочешь выдать мне пособие по безработице? — Я просто спрашиваю. У нас разные взгляды. — Тебе нужна работа, мне нужны деньги. — Не понимаю, откуда взять деньги, не работая. — Не совсем так. — Грех летом вкалывать на государственной службе. Мы шабашили, проводили центральное отопление в частный дом. И, пожалуйте, вам четыре сотни за пару недель. Так что деньжата у меня есть, не беспокойся. Такая работа не в стаж, не зато трояк в час набрата. — Жирно, конечно, и все-таки ты что, в сантехнике разбираешься, не бельмеса. Я копал и таскал. — Жаль, нам на фабрике нужен сантехник. Я бы поговорил с начальником цеха. — Все-таки он ужасно ограниченный, — с раздражением подумал Виктор. Замкнулся в четырех стенах на своем заводе и думает, что у кого выше зарплата, у того и денег больше. Наверное, двухкомнатная квартира кажется ему дворцом, а мотоцикл Роллс-Ройсом с шофером в ливрее. Но больше всего Виктора раздражало, что он не говорит Эрику правду, а только и делает, что врет. Вконец и заврался. Боится, что тот развернется и был таков. Эх, дорваться бы до денег. Подарил бы ему что-нибудь такое разэдакое, чтобы Ивите понравилось. Такое, чего на зарплату не купишь. Улицу Пиена они нашли без труда. Она начиналась сразу за перекрестком и шла почти параллельно главной магистрали. Тротуар у дома был выложен серыми цементными плитами, по-видимому, очень старыми, так как выбоины были заделаны кирпичом. Они объездили уже двадцать с лишним адресов, но не дошли еще и до половины списка. Информация была весьма жидкой. Хорошо еще хоть такая. Виктору удалось раздобыть, он отказался объяснять Эрику, каким путем выписку из регистрационного журнала больницы за тот месяц 1956 года, когда они родились. Фамилия, имя, адрес направлено в родильное отделение. И вот теперь они ходили по этим адресам. Иногда было достаточно поговорить с соседями, так как женщины, вернувшиеся из больницы с ребенком, их не интересовали. Другое дело бездетные, среди них скрывалась отгадка. У дверей Эрик приосанился и нацепил на нос большие солнечные очки. Вылитый мафиози после ограбления банка, ухмыльнулся Виктор. Тебе легко говорить. Вот здорово. Напоришься на своих избирателей. Малоинтересуюсь бытовыми условиями. Станешь популярным. Ничего смешного. То, что мы делаем, настоящая афера. Я возражал с самого начала. Надоело, смени пластинку. Эрик не ответил, и они стали подниматься по лестнице. Это был многоквартирный дом с шестью дверями на каждой площадке. Виктор прокашлялся и нажал кнопку звонка. Тотчас женский голос спросил, кто там? Из латвийского радио, отозвался Виктор. Минуточку. Дверь приоткрылась и на них уставилась женщина лет тридцати пяти. Слишком молодая, подумал Виктор, но решил рискнуть. Если не ошибаюсь, мы имеем честь разговаривать с... В руке он держал список адресов и водил по нему карандашиком. Заходите, прошу. Вычищенный до блеска, длинный, похожий на поваленный колодец коридор. Проходите в комнату, сказала женщина, хотя поначалу и не собиралась пускать их дальше прихожей. В комнате был педантичный порядок, на столе стояла глубокая стеклянная ваза с яблоками. Внимание Эрика привлекла необычная орнаментальная шлифовка, но женщина истолковала его взгляд по-своему. Угощайтесь. Эрик отказался, а Виктор надкусил сочное яблоко. Вкусно, сказал он с благодарностью, но не за этим мы сюда явились. Итак, я имею честь разговаривать, и он четко произнес имя и фамилию. Текст Виктор варьировал в зависимости от того, кто открывал им дверь. Чаще всего это отнюдь не был возможный объект их поисков. В таком случае он говорил, «Могу я видеть такую-то?» или же «Где я могу встретить такую-то?» Молодые люди отвечали «Мать на работе». Иногда говорили «Скоро должна быть» или сообщали «Я ее муж». Тут Виктор заводил басню о том, что редакция общественно-бытовых передач готовит ряд интервью по случаю трудового юбилея врача Вейпура и медсестры Ранны. К сожалению, в больничных документах названа только мать, поэтому как назвали ребенка, где работает? Благодарю. Если материал используем, сообщим об этом особо. До свидания». Диапазон деятельности ставших взрослыми уроженцев того роддома оказался весьма широким. От воспитания детей на дому до работы за рубежом. К удивлению Виктора, пока еще не попадались среди них личности, отбывавшие срок в исправительно-трудовой колонии, но он был уверен, что найдутся и такие. После каждой встречи Эрика буквально передергивала от чувства неловкости и досады, но у него и в мыслях не было оставить Виктора одного или дожидаться его на улице. «Теперь я не сомневаюсь, что это ты выманил у южанина восемьсот рублей». Как-то раз хмуро обронил он. «Ты опасный субъект». Виктор усмехнулся, нисколько не обидевшись. «Вы ошибаетесь», удивленно сказала женщина. «У меня совершенно другое имя и другая фамилия». «Извините, пожалуйста». Виктор еще раз провел карандашом по строчке. «Нет, такая здесь никогда не жила. все время только мы с мамой». «Стойте». «Вы говорите...» «Я тогда была маленькой девочкой». «Мама сдавала какой-то молодой паре комнату, правда, на короткий срок, на пару месяцев. Фактически девушка жила одна, парень лишь приходил в гости и платил за комнату. Он принес магнитофон, тогда это была диковинка. Лента часто рвалась, и он все просил у мамы уксусную эссенцию. Девушка мне не нравилась, а парень, помню только, что он был очень красивый. Она болела. То ли вообще была болезненная, то ли из больницы, не знаю, но здесь она никогда не была прописана». «Может, стоит поговорить с вашей мамой? К сожалению, это уже невозможно». Женщина опустила голову. «Простите, понимаю». Эрик неловко поклонился. На троллейбусной остановке некуда было спрятаться от колючего ветра, взявшего разгон на просторном перекрестке. Виктор переписал этот адрес на отдельный листок. Один адресок там уже был. Женщина уехала работать куда-то далеко, родственники обещали сообщить, если получит от нее весточку. «Она вернулась из больницы без ребенка». «Напрасно стараешься», заметил Эрик. «Если она жила тут без прописки, то в регистрационном журнале не могло остаться ее адреса». «Может, не хотела говорить настоящей и назвала этот? Или надеялась, что ее здесь пропишут?» «В больнице предъявляют паспорт, а кто паспорт потерял, разве не рожают?» «Серьезно требуют паспорт, верю, верю». «Все равно этим адресом мы не сможем воспользоваться». «Справочному бюро достаточно знать фамилию, имя, отчество и год рождения». «Ты просто упрямишься, не хочешь отступиться от своего, ну и ладно, не болтай». «Где там следующий адрес? Ночь на носу? Тебе ничего, будешь дома спать, а мне рано утром на работу». «Тебе, конечно, труднее, но ты же у нас закаленный и ко всему привычный». Эрик не расслышал горечи в голосе Виктора, он не знал, что тот весь день размышляет, где бы переночевать, сравнивая себя с бездомным псом. Позже, проводив Эрика на автобус, Виктор доехал до вокзала, где в одной из автоматических камер хранился его скарб. Надел свитер, что-то знобило, а болеть ему сейчас было совсем не кстати. Два предыдущих дня прошли в напрасных поисках комнаты. Правда, он договорился на завтра о встрече с каким-то типом, предлагавшим хибару на взморье. Видимо, тот искал кого-нибудь, кто жил бы на даче зимой. «Вы только купите колорифер», сказал он. «И вовсе не обязательно жечь его весь день. Комната небольшая, за ночь нагреется. Деньги я согласен получить в два приема. До нового года сейчас, остальные после». Свитер согревал, но дрожь не проходила. Недалеко от вокзала была дыра, где обычно ночевал Коля-Коля. «Там хотя бы теплее», подумал Виктор. На темной кухне, больше похожей на помойку, Коля-Коля с хозяйкой грязной старухой, рыдая, пил водку. Виктору он обрадовался как родному. «На!» Он налил, всхлипывая чайный стакан до краев. «Выпей, друг!» «За Васю таракана!» «Не бойся, доктора спасут», перебила старуха. «Нынче медицина чудеса вытворяет». «Взяли таракана!» «Взяли человека!» продолжал Коля-Коля завывать, как хорошо оплаченная плакальщица. «Замели, проклятущее!» Оказалось, что слезы эти меньше всего относятся к самому аресту. Коля-Коля оплакивал вообще акт неуважения к человеческой личности. По словам очевидцев, пострадавший гражданин, у которого таракан вытащил кошелек с кармана, зверски его избил. Лежа на земле, таракан кричал «Не бейте, в милиции разберутся!» А этот гад поставил его на ноги и опять двинул по морде. «Вся вывеска в крови», «Скулил Коля-Коля, совести у людей нету, вор в законе, весь север прошел, там его и пальцем никто не тронул, а тут какой-то фрай разбивает до крови, а ведь Вася инвалид, таверкулезный он. Выпей, выпей, браток, подрезали вольной птице крылья». Виктор выпил, но мрачные мысли не отставали, кто следующий и что ждет впереди. Глава четырнадцатая Близились октябрьские праздники. По главной улице разъезжала машина с гидравлическим подъемником, предназначенным для замены перегоревших ламп. Высоко над проезжей частью вывешивались флажки союзных республик. Автомашина службы «Рига-свет» улиткой ползла вдоль осевой разметочной линии. Виктор и Эрик залюбовались рабочим, стоявшим в выдвижной металлической корзине. Он брал из стопки флажок и точным движением цеплял его за проплывающий мимо провод или оттяжку. Братья сидели в самозванном скверике, фактически во дворе, заросшем старыми кустами сирени, жасмина, вишневыми деревцами. Детская песочница, качели и скамейки тоже, видимо, появились еще в то время, когда этот двор был скрыт от постороннего взгляда за дощатым забором. Но вдруг почему-то возникла необходимость снести забор, и окрестным жителям достался еще один зеленый уголок. Сюда стали наведываться в основном дети. вечерами со всего района в скверик стекались собачники. Очень уж нравилось коле, пуделям и прочим псам справлять свои надобности под сенью сиреневых кустов. Четырехэтажный дом смотрел из глубины двора на эти перемены. «Что поделываешь на празднике?» спросил Виктор. «Поведу жену на бал». «Для тех, кому за тридцать?» «Слышал. Теперь только два вида вечеров. Для тех, кому за тридцать и кому нет еще пятнадцати». Мы сняли столовую в складчину с оркестром. Лучше бы в ресторане. Не все могут сколачивать тару в подсобках и зарабатывать три сотни в месяц. Виктор невольно взглянул на свои ладони. Фаланги пальцев в ссадинах. Кожа растрескалась. Полно занос. Неприятно ныли мелкие незаживающие ранки, которые он по неопытности наживал, работая с металлической лентой. «Идиот!» Виктор локтем подтолкнул Эрика. Женщина свернула в скверик. Усыпанная гравием дорожка вела к дому. Над дверью горела лампочка без плафона. Несколько ступенек парадной лестницы она освещала ярко, как сцену. Женщина была хорошо видна. Независимый вид, лицо ухоженное, элегантная сумочка. Удерживая в памяти облик проходящей женщины, они затем впивались взглядом в окно на третьем этаже, второй от угла. из этой она комната или нет? Если из этой, то сейчас в ней вспыхнет свет. Если нет, если не из той, то им все равно. Они тут для того, чтобы дождаться женщину, которая зажжет огонь во втором окне от угла. в окне с белыми накрахмаленными занавесками, расшитыми светло-зеленым орнаментом, идущим плотными горизонтальными рядами, при дневном свете удалось различить и эти мелочи. Не она, вздохнул Виктор, едва светилось другое окно. — Что ты ей скажешь? — спросил Эрик. — Почему я? — Потому что ты старше тебе и карты в руки. — Я старше только по документам. — Ну, потому что из-за тебя мы начали. Еще не сказано, она ли это будет. — Почти наверняка. Время совпадает, место совпадает, семейное положение совпадает. Слишком много совпадений для одного человека. Кроме одного, родила ли она двойню, пока нам это не известно. — Раз уж тебя взяли вазовые войске, нигде в документах двойни фигурировать не может. В документах значусь один я. Эрик приумолк, затем продолжал. Много адресов осталось. Восемнадцать и дама с улицы Пиена. Они уселись спиной к дому, глядеть на улицу было веселее и принялись болтать о всякой всячине, чтобы разрядиться. Слишком долго ждут они своей минуты, которая, тем не менее, неотвратимо близится. Так истощается струйка в песочных часах. Хотя эта женщина может вообще не прийти, соседи предупреждали, с работы она возвращается затемно. Черная икра не нужна? Мне утром предлагали, а я не взял, куда девать. чай иногда дома завариваю и все. Ведь чина и рулет сегодня были. Если что-нибудь надо, я возьму. Эрик покачал головой. Не беспокойся, мне вовсе не трудно. Ты не понял, дурак. Какой уж есть, не взыщи. Это потому, что ты даже не представляешь себе, как люди живут. Но я, к сожалению, так жил, и может быть, моя беда именно в том, что копыты и ребра меня уже не удовлетворяют. Я тоже хочу кусок вырезки. И Виктор принялся выкладывать свои наблюдения за несколько недель работы. Он рассказывал, посмеиваясь, а Эрик отчего-то краснел, будто это он, а не кто-то другой пользовался всяческими лазейками, чтобы подкармливаться. Он с радостью возразил бы, если бы мог. Виктор быстро освоился с торговой атмосферой, продавщицы ему симпатизировали, так как он никогда не отказывался перетащить мешок или ящик во время отлучки подсобника. В головном магазине работали почти исключительно женщины в возрасте. Сами они на Виктора не заглядывались, но женить обещали. В каждой женщине, затаившись, живет сваха. Если выпадал юбилей и в честь него устраивалось кофепитие, обязательно приглашали и того парня с молоточком. Ничто не предвещало, что над его головой сгущаются тучи. Однако два дня назад директор имел неприятный телефонный разговор, после которого стал смотреть на Виктора другими глазами. Кто тебя интересует? Директор не сразу понял собеседника, так как слышимость была неважной. Какой парень? Тот, что возится старый. Что тебе от него нужно? Мне ничего не нужно. Я просто сижу и размышляю. Это Всеволод просил его устроить. Всеволод? Ты что, Всеволода не знаешь? Он всегда был сердобольным человеком. Они вместе были. Ну, там. Ты меня понял? Мальчишка наломал дров. Что ж теперь, всю жизнь попрекать? Но там он был не раз. Ну, что? Главное, он хорошо работает, и я им доволен. Но если что, замечу сразу вон, тут не может быть двух мнений. Я ему так сказал, когда принимал на работу. На него исполнительный лист пришел. Все верно. Заварил кашу, расхлебывай. Да, конечно, и однако, я правда не считал, но тысяч на двадцать, не меньше. директор от неожиданности присвистнул, а у него губа не дура. Ты меня не понял. Это не государственное имущество, это все квартирные кражи. Иди ты, не может быть. Всеволод, Всеволод, тюфяк и рохля. У него такой характер, кто не попросит, никому не откажет. А почему ты думаешь, что не государственное? Думаю. Я вижу. Эти бумаги у меня на столе. В пользу гражданина такого-то столько, в пользу гражданки такой-то столько. Этот фрукт из тех, кто по квартирам шастает. Иначе откуда такая сумма? А что же Всеволод не знал? Как ты не понимаешь, Всеволод размазня? Хуже всего то, что у тебя такой магазин, куда заглядывают, сам знаешь. Нет, об этом нечего беспокоиться. Они не контактируют. Кто подъезжает, идет прямо ко мне, а уж я зову продавщицу. Ах ты господи! Я же не думаю, что он кого-нибудь схватит за горло. А вдруг совпадение? У Сомерсет, например, вчера днем взломали двери. Взят, правда, только из прихожей. Наверное, кто-то помешал. У Лиан Сомерсет? Я же ее прекрасно знаю. Мы когда-то вместе работали. между двенадцатью и двумя. В двенадцать она ушла на работу, а в два сын пришел из школы и видит двери настежь. Счастье, что так. Два пальто, туфли, но ведь могли подчистую. Да, теперь только и слышишь, днем и днем. Вообще, я скажу, парень ничего, работящий, неприятно, только среди наших затесался. Им ведь нужен какой-то наводчик, чтобы знать, где плохо лежит. На авось теперь квартиры не берут, теперь все ученые, и не дай бог, если из начальников, кто к тебе заезжает, кого-нибудь обворуют. Свинья этот Всеволод, пусть лучше не попадается мне на глаза. Я тебе еще раз повторяю, он славный малый, только характер такой. Тихо шуршат по асфальту машины, потрескивая штангой проносятся троллейбусы, редеет толпа пешеходов, никто уже не торопится. Прогулочным шагом, весело переговариваясь, мимо скверика идет патруль ДНД. Молодые симпатичные девушки. Во время инструктажа молодой лейтенант милиции посоветовал им брать пример с тех дружинников, что задержали вчера на вокзале вора-рецидивиста. Рецидивист в его устах был особо опасным злодеем. Лейтенант назвал четыре его фамилии, прибавив на всякий случай пятую, поскольку сам принимал участие в задержании. Но лавры за поимку вора целиком и полностью принадлежат общественным блюстителям порядка. Кто-то из них заметил слонявшегося по залу ожидания мужчину, а через полчаса увидал его на перроне с двумя большущими чемоданами. Каждый нормальный человек с такой поклажей останавливался бы через пять-шесть шагов, чтобы передохнуть, а не летел, сломя голову, как на пожар, подумал дружинник и пошел со своими товарищами за мужчиной. На лестнице, служащей выходом с перрона, они его остановили и, предъявив удостоверение, предложили описать содержимое чемоданов. Измученные ношей чемоданы были собственностью какого-то задремавшего пассажира, вор пытался бежать, но был схвачен и доставлен в отделение железнодорожной милиции. По дороге он ругался и угрожал дружинникам расправой, а потом категорически отказался назвать себя, заявив, что будет разговаривать только с офицером. Когда я пришел, он первым делом спросил, как меня по имени отчеству. Сам-то Николай Николаевич по кличке Коля Коля. Поговорили, так сказать, за жизнь с уважением. Инструктаж приближался к концу. При расставании он мне сказал слова, достойные вашего внимания. Плохо начальник работаете. Посчитайте, сколько месяцев я продержался без паспорта, прописки и определенного места жительства. И еще сто лет продержался бы, кали на перроне не подвернулись бы эти. Я не хотел бы в присутствии прекрасного пола употреблять его терминологию, но он имел в виду именно общественных блюстителей порядка. И в самом деле вы наши ближайшие и вернейшие помощники. Без вас нам было бы гораздо труднее. Желаю успеха, товарищи. До скольких будем ждать? Спросил у Эрика Виктор. Боишься опоздать на поезд? За тебя боюсь. Иве-то, наверное, волнуется. Тебе все же придется выложить ей все как есть. А то она черт знает, что может подумать. Я же ночую дома, и потом она меня знает, она знает, что я никогда... Ты ее тоже знаешь. А как бы ты рассуждал, если б она каждый вечер проводила неизвестно где и неизвестно с кем? Еще твоя дурацкая выдумка о тренировках в пожарном депо, надо же. Но что-то я должен был сказать. Обычно она туда не звонила. Потому что обычно ты по вечерам бывал дома. Или же она знала, куда ты пойдешь. В ее поведении ничего особенного нет. Вам хочется сцен? Нет, но теперь говорить ей не имеет смысла. Это надо было делать с самого начала. Если вообще надо было. Придумай что-нибудь солги, только не мучай ее. Ни разу не видел, а переживаешь, ты ж не показываешь. Я полагаю, что так лучше, а? ветер прошелся по кустам сирени, довершая листопад, и Эрик смахнул ладонью со столика несколько мокрых листьев. Встал, потянулся и, невзначай, повернув голову, увидел окно на третьем этаже, второе от угла. Они сегодня в волю на него насмотрелись. В окне горел свет. Смотри. За белыми занавесками видны были очертания люстры. Лампочек довольно много, но не особенно яркие. Цвет орнаментовки на занавесках нельзя было различить, даже зная, что она зеленая. Что-то вроде плотно нанизанных на стержень кругов. Черного хода нет, сказал Виктор. Она, наверное, заходила к соседям. Это могла быть только одна из тех женщин, кто проходил мимо них по усыпанной гравием дорожке. Но которая? Они все смотрели на освещенный квадрат. За занавесками скользила тень, женщина пересекала комнату между окном и люстрой. Оба молчали, вспоминая фигуры, лица, одежду, виденных возле дома женщин, и стараясь отгадать, которая из них, та, что составляет предмет их долгих поисков. Пошли, спросил Виктор шепотом, ты придумал, что говорить? Эрик помотал головой. Он оторвал взгляд от окна и уставился на голый куст сирени. Так придумай. Эрик опять помотал головой. Я не пойду, с трудом произнес Эрик. мне ей сказать нечего. Я не ослышался? Мне не хочется с ней говорить. Я даже видеть ее не хочу. Не пойму, почему я вообще любопытству, что ли? Двух матерей у человека быть не может. У меня есть мать, вот, хорошая. И что я потом скажу своим детям, которое настоящее? Сказать правду? Солгать? Как лезвие оба края режутся? Извини, я пойду. Иве-то заждалась. Послушай, ну что? Не моя вина, что я люблю свою мать. И не ее вина, правда? Если мы еще встретимся, прошу тебя, не говори мне ничего об этой женщине, ладно? Я ничего не хочу про нее слышать. Она меня не интересует. Чужой человек, вот. Эрик, мы если я тебе понадоблюсь, приходи к проходной, домой не ходи, слышишь, это все осложнит. Ничего, я уж как-нибудь сам, не обижайся, к проходной в самом деле лучше, вот. Ну я пошел, поздно, Иве-то заждалась, и мать, наверное, волнуется, не спит. Она никогда не ложится, пока я не приду. Захрустел гравий, Эрик уходил. Звуки его шагов удалялись. Дальше, еще дальше. На миг на фоне освещенной улицы Виктор увидел силуэт брата, затем тот исчез за углом. Не оглянулся. А в окне по-прежнему горел свет, теплый, мягкий свет. На глаза наворачивались слезы, но он сдержался. Он неотрывно смотрел на окно, а думал об Эрике, Ивите и об их малышке. Я никогда не любил. Внезапно с ужасом подумал он. Ведь я никогда никого не любил. За что мне такое проклятие? Почему я не способен по-настоящему полюбить? Кто меня проклял? Он в отчаянии сел на скамейку лицом к дому, стоящему в глубине скверика. В окне втором от угла все еще горел свет. Глава пятнадцатая Во вторник утром мастер Чапст привез на грузовике обработанные детали книжной стенки и выгрузил их в прихожей. Прислуга в отчаянии звонила Зайге. Что делать? Он на нее не обращает внимания. Смазывает концы досок какой-то дрянью из всяких там банок и склянок. Запах по всему дому такой, что дышать нечем. И потребовал запереть шерифа. Подумать только боится собак. Его сильно искусали в детстве. Иначе работать отказывается. Отвела шерифа в пристройку, так он теперь воет так, будто с него шкуру спускают. Соседи вообразят не весь что. Делать нечего, пришлось отлучиться на часок с работы. Ведь от Вилли Балда в хозяйстве никакого толку. Не умеет он ни гвоздь заколотить, ни туфли себе почистить. Когда надо привинтить розетку, починить пробки или заменить предохранитель в телевизоре, он заводит длинные бесплодные речи о том, что ему не обязательно все это уметь, что при комбинате бытового обслуживания должны быть соответствующие службы, как он видел за границей. И упрямо отворачивается, если пришедший по вызову мастер хочет ему показать, как заменить предохранитель, чтобы в следующий раз не оформлять наряд в мастерской, на что времени уходит столько же. Чапст, 60-летний убежденный холостяк, одежду он, наверное, покупал с запасом в два размера, на случай, если сядет после стирки, и костюм на его аскетической фигуре висел, как на вешалке, показал хозяйке груду досок, не скрывая удовлетворения собственной работой. Красота, мадам! Какая в досках красота! Зайга не поняла. Но что работа, видимо, сделана честь по чести, до нее дошло. Хотя бы потому, что слава отличного мастера следовала за Чапстом по пятам. И потом он втайне восхищался некоторыми женщинами, и Зайга чувствовала, что является подходящим объектом его поклонения. Рядом с нею Чапст готов был находиться бесконечно долго и по нескольку раз замерять высоту потолка в углах комнаты, где решено было ставить книжную стенку. Он нудно объяснял, насколько сантиметров и почему с годами может осесть пол. Я подымусь посмотреть, не надо ли оттуда чего-нибудь вынести, сказала Зайга. Верно, верно, мадам. Больше свободного места быстрее сложим. К послезавтра я хотел бы закончить. Послезавтра меня ждут у доцента Энсеня. Я могу прислать в помощь своего шофера, предложила Зайга. Нет, нет, я без помощников, я сам. На втором этаже были две комнаты, и Зайга решила, что большую отдаст Вилли Балду под кабинет, а меньшую оставит под спальню. Кабинет прежнего хозяина, строившего этот дом, находился на нижнем этаже, позади зала, но если все так оставить, то студентам, которые непременно будут являться сюда со своими зачетками, проходить придется через зал, мешая гостям. Из окон этой комнаты были видны сосны, а внизу, примерно в метре от карниза, черепица зимней веранды, увитая в теплое время года виноградными лозами, на которых в иное лето висели гроздья мелких фиолетовых ягод. Может, комната была темновата, но Виллибалд имел обыкновение работать по ночам при свете настольной лампы. Послушай, Камбернаус, придется тебе потесниться, Зайгорс смеялась. Мебель сдвинули к окнам, повсюду лежали связки вилебалдовых книг, но на стенах еще висели фотографии Райво Камбернаус, как на выставке, сильно увеличенные, отретушированные, застекленные в рамках. Негативов у фотографа было много, он позволил ей покопаться в них и сам оформил снимки, заказанные для этого обозрения. Райво Камбернаус среди товарищей по команде, Райво Камбернаус в высоком прыжке над сеткой, Райво Камбернаус принимает мертвый мяч. И, конечно, фото с большим кубком и на заднем плане нечаянно попавшие в кадр Зайга в Динкиных туфлях и змеиной кожи. Тут фотограф пробовал отговорить ее, мол, кадр смазан, возьмите лучше другой, с лицом Райво крупным планом на фоне кубка. Что думает Виллибалд об этих снимках? Он никогда ничего не спрашивал. Рассеянность? Тактичность? Или просто страх осложнить спокойное течение жизни? Пусть думает, что хочет. Ей все равно. Три фотографии все же придется убрать, иначе не хватит места для стенки. Было слышно, как Чапст поднимается по лестнице. А вот и он, держа боковые полки, тягучо рассказывает ей, как все это будет выглядеть в натуре. Зайга сняла со стены фотографии и положила их на связку книг. А остальные останутся? Да, останутся. Я вот что подумал. Если вам не нужно, я возьму рамки. Очень аккуратная работа и лаком покрыты. Сразу видно из настоящего сухого дерева. Шериф в пристройке почувствовал хозяйку и завыл от тоски. Мастер на втором этаже ритмично стучал молотком. Прислуга поинтересовалась, на какое число назначена свадьба. Ей надо знать точно, чтобы подготовиться, и вообще она... Ваше присутствие, тетушка, обязательно. Ведь должен кто-то из своих приглядывать за кухарками и вообще распоряжаться по хозяйству. Больше мне не на кого положиться, стала уговаривать ее зайга. Стол будут обслуживать официанты, которым уплачено вперед, хотя до свадьбы еще почти четыре недели. Регистрация назначена на 13 февраля. А шериф продолжал выйти царапаться в дверь, и в зайге росла злость к этому трусливому холостяку чапсту, из-за которого приходится мучить собаку. На работе на письменном столе лежали только что доставленные приглашения на свадьбу, белые с голубым, буквы золотые. Сегодня она еще раз просмотрела список гостей и распорядилась, чтобы секретарша разослала приглашения. Избранное общество всего 16 человек. Почти половина северского фарфора так и останется в буфете. Будут только самые близкие люди, которых нельзя не пригласить. Из родни родители Виллибалда и ее отец. Она не знала, с кем посадить отца, но позвать его надо было, и она послала брату денег, чтобы отцу купили или сшили приличный костюм. Она собиралась пригласить трио из бара, но передумала и отказалась. Присутствие лишних людей избранному обществу будет обременительно, вполне достаточно, если профессор консерватории Таубе сядет на минутку за рояль. Кофе подадут на зимней веранде, и пока Виллибалд будет показывать гостям комнаты, она успеет переодеться. Все будет, вдруг подумала она, не будет только брачной ночи. Брачная ночь уже была, и повториться она не может. Как давно это было? Ах, не все ли равно? Виллибалд мне подходит. Не так ли подонок Камбернаус? Сознайся ведь, тебе завидно. Я начинаю жизнь сначала, а ты забыт, ты умер, ты в могиле. Чем больше успевала она сделать, тем больше обнаруживалась прорех. Вдруг оказывалось, что портниха не может найти те пуговицы, которые они с ней выбрали, и приходилось срочно решать, какими их заменить. Затем целый вечер ушел на то, чтобы расставить по местам книги в кабинете Виллибалда. В одиночку он с этим не справился бы. Взяв в руки какой-нибудь том, он тут же раскрывал его и погружался в чтение, и проходило по меньшей мере полчаса. А в среду, кроме министерской коллегии, грянул гром с ясного неба, остановились конвейеры в восьмом филиале, и никто не знал, что делать. Причина, как обычно, лень и еще благие намерения. В основном благие намерения. Получив сразу два груза нестандартной ткани, на фабрике не составили актов, думали, закройщики как-нибудь уложатся в нормы расхода материала. Оправдываются теперь, что не было времени пригласить представителей, так как на складе достаточных запасов ткани все равно не имелось, и ряд цехов находился под угрозой простоя. Теперь же стояла вся фабрика. И еще эта весть, что по всему объединению гуляют списки пожертвований на свадебный подарок. Зайга вызвала секретаршу, та поклялась, что ничего не знает, тем не менее Зайга приказала, чтобы всем жертвователям немедленно вернули их рубли. И не рассказывайте мне, что вы впервые об этом слышите. Без ведома секретаря такое не происходит. Но люди от чистого сердца, я приму только цветы, и не перебарщивать, учтите, букет моего мужа должен быть самым лучшим. В течение часа доложите мне, что все сделано так, как я сказала. Селектор заработал уже через несколько минут, и голос у секретарши был встревоженный. Звонят из милиции. Соедините. Здравствуйте, моя фамилия Даука. Следователь Харри Даука из районного ОВД. У дома стояло несколько милицейских машин, и шоферу Волги пришлось их объехать. Кто-то разгуливал по крыше зимней веранды, еще двое торчали во дворе. Только этого мне не хватало, распахивая калитку, со злостью подумала Зайга. Следователь сказал по телефону, что вещи унести не успели. У входных дверей головой на земле, хвостом на бетонной плите неподвижно лежал шериф. Остекленевшие глаза, морда в зеленой пене. Изверги! Какие изверги! Зайга стиснула зубы и вошла в дом. У входа в зал она увидела соседа, долговязого, сонного, на вид мужчину с усами, и его дом был напротив. Они не общались, только здоровались на улице. Зайга даже не имела представления, где сосед работает. Рядом с соседом офицер милиции, видимо, беседовали до ее прихода. Больше никого, только наверху, на втором этаже, слышатся шаги. Это перст божий, соседушка, что я позвонил в милицию. Я не хотел звонить, думал, это мастер. В последнее время вы ремонтом занялись, материал вижу, к вам возят. В доме, слышу, работают. Думал, заодно решили крышу починить, но странно, что зимой. И холодно, а он легко одет, в той же куртке, что осенью. Я его тут в третий раз вижу, сразу после октябрьских, затем на прошлой неделе и вот сегодня. Видимо, разнюхивал, что за вещи, стоит ли брать. Перед октябрьскими он долго вертелся у вас под окнами, все заглядывал, а сегодня забрался на крышу веранды, подходит к окну, встает на корточке, с крыши не слезает, забирается через окно в комнату, был бы это стекольщик, высунулся бы изнутри так, тут собака залаяла, страшно лает, верно, шерсть дыбом и вдруг замолкла, совсем не звук. Вот я и позвонил, и товарищи из милиции сразу приехали. Моя фамилия Даука. Мы с вами говорили по телефону. Меня интересует, не пропало ли что-нибудь из вещей? Вряд ли я так сразу смогу сказать. Зайга окинула взглядом зал. Все было вверх дном. Дверцы буфета раскрыты настежь, ящики вытянуты и содержимое вывалено на пол. В шкафу полный кавардак, на полу у камина осколки разбитой вазы, а посреди комнаты два желтых чешских чемодана, которые они с Виллибалдом купили для предстоящего путешествия, видно, битком набитые, и большущий саквояж, старые кугуры из крокодиловой кожи, купленной старухой в Швейцарии на рубеже столетий, и спортивная сумка, и еще клетчатый полотняный чемоданчик на молнии, о существовании которого она уже успела забыть. С ним она пришла в этот дом ухаживать за старой женщиной. Значит, вор перерыл антресоли в прихожей. Если вы хранили дома деньги и ценности, посмотрите, все ли на месте. Денег было немного, рублей сто, взяты. Они были здесь, в этом ящичке. Но почему шерифа? Почему собаку изверг? Не специально, просто собака ему помешала. Все равно изверг. Следователь Даука пожал плечами и сказал, надо бы достать из чемоданов вещи и сложить, как лежало. Так вы быстрее определите, чего не хватает и что разбито. Его уже увезли? Нет, он наверху показывает, как проник в дом и тому подобное. Обычные формальности. Мы сейчас с вами поднимемся. Похоже, парень пропал окончательно, на самое дно опустился. Я с ним не впервые встречаюсь. Сосед, моргая близорукими глазами, изучал набор воровских инструментов. Взгляните, что за отмычки, показал он на связку ключей. Вначале он пытался проникнуть в дом через двери, но не сумел их открыть. «Здесь ничего нашего нет», сказала Зайга, взглянув на связку отмычек, трехрублевую купюру, монеты различного достоинства и несколько нераспечатанных карточных колод. Все это лежало на большом круглом столе. «Это нашли у него в карманах», пояснил Дауг. «Что они там так долго возятся?» «Товарищ следователь, а я вас знаю», сказал сосед. «Айген папаша, да? Она лежала с моей внучкой в одной палате. Теперь ей лучше? Да, вроде все в порядке. И все-таки, знаете, живем в страхе, как бы не повторилось. Да-да, понимаю. Извините, я не хотел вас отвлекать. Давно небритый, грязный, в затасканной одежде. Возбужденный блеск, глубоко запавших глаз, смотрит дерзко и с ненавистью. Когда вошла Зайга, он откинулся в кресле. Оно должно было стоять за письменным столом Виллибалда, но было придвинуто к стене. Демонстративно закинув ногу на ногу, скрестил на груди руки и застыл, как изваяние. Он проделал это так быстро, что милиционеры не успели ему помешать. И вдруг всем бросилось в глаза необычное сходство вора с юношей на фотографиях, развешанных по стенам. Фотограф запечатлел его в прыжке у волейбольной сетки, с завоеванным кубком в высоко поднятой руке, в кругу восхищенных болельщиков. только вор был, пожалуй, старше и имел не столь благополучный вид. И все же в первый момент казалось, что это он изображен на фотографиях, сделанных несколько лет назад, хотя по одежде болельщиков можно было определить, это конец пятидесятых, начало шестидесятых годов, галстучные узлы с булавочную головку, брюки узкие, как дудочки. Они определенно состоят в каком-то родстве. И Вазов войски это знает, подумал Харри Даука. Он же открыто демонстрирует это, чтобы мы, во всяком случае, хоть кто-то из нас заметил. А мысли тем временем, не спеша и основательно, перемалывали недавно всплывшие факты. Как обычно, будто без его участия. И оказывалось, что вопросов больше, чем ответов. Если этот бедолага впервые был здесь перед октябрьскими праздниками и все разузнал, то почему не вломился сразу же? Что его остановило? Может быть, именно замеченное сходство? Не заметить фотографий он не мог, если, стоя на крыше зимней веранды, смотрел в окно, как свидетельствует сосед. Почему тогда не ломился, а сейчас вломился? Да еще собаку прикончил? Состояние крайнего отчаяния? Да нет, какие только глупости не придут в голову, и все же. Простите, извинилась хозяйка дома и торопливо выскользнула за дверь. Даука с удивлением отметил, что не слышно ее шагов вниз по лестнице. Ведь в коридорчике одни лишь голые стены, оклеенные симпатичными обоями. Что там могло ее задержать? Так прошло секунды три-четыре. Вдруг дверь с треском распахнулась, и на пороге вновь появилась хозяйка. Глаза ее теперь сверкали гневом, губы сжаты в струнку, и на скулах выступили красные пятна. Следователь Даука, не раз бывавший в подобных ситуациях, насторожился. Если женщина поведет себя в отношении задержанного чересчур агрессивно, ему придется вмешаться. Однако она вдруг накинулась на самого следователя, тон ее был угрожающим. Это только шутка. Не было никакого преступления. Вы поняли? И все это повелевающим тоном, каким разговаривают начальники, когда заставляют подчиненных поверить в то, что черное это белое, и в тому подобную чпуху. Не умно. При отсутствии элементарной логики, разве могут помочь угрозы в голосе, барская поза? Наивная надежда одержать верх в борьбе, где победить вообще невозможно. Ничего ровным счетом не произошло. Вам ясно, я спрашиваю? Отправляйтесь по своим делам. Здесь вам делать нечего. Следователь Даука оторопел. По лицу вазово-войского пробежала усмешечка. Высоко подняв голову, женщина вышла в коридор походкой победительницы. Каблучки застучали по лестнице, шаги ее отдавались гулким эхом, словно в замкнутом пустом пространстве. Она вошла в кухню, и тут силы ее оставили. Что-то в ней надломилось, мысли сделались вялыми, движения механическими, машинально открыла она холодильник и стала выгружать на стол его содержимое. Масло, салаты, сыр, консервы. Еды было много, ведь в этом доме только завтракали и ужинали, обедали же в столовой или кафе. Она вскрывала одну за другой консервные банки, сардины, шпроты, икру, паштет, тушенку, все подряд. В кухню едва ли не бегом влетел Виллибалт, надувшийся как индюк. Гладко отутюженные сорочки и элегантные галстуки вернули ему сознание собственного достоинства. То ли он случайно тут оказался, то ли позвонил, кто... Я требую объяснений, дорогая. Уходи. Я тебя не задерживаю, бесконечно усталым голосом сказала Зайга. Я, кажется, имею право знать, но иди же, оставь меня в покое, я тебя очень прошу. Если он не закроет рот и не уберется отсюда, я швырну в него чем-нибудь, я швырну в него чем попало или ударю его сейчас. И она сосредоточенно продолжала вскрывать консервные банки, одну за другой. Впечатление было такое, что она собирается накормить целую роту солдат, а вовсе ни одного единственного человека. Хлопали двери, слышалась какая-то возня, люди входили и уходили, Зайга хотела собраться с духом и выглянуть в окно, но видеть, как его уводят, несмотря ни на что, как это страшно. И в этот момент молнией пронеслась в голове ужасная мысль, а как же второй? Жить не хотелось. 1982 год Конец книги читал Евгений Терновский 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 Продолжение следует...